Николай Лейкин. Наши за границей. Читает Геннадий Постригайло. Неметчина. Переехали русскую границу. Показался прусский орел, изображенный на щите, прибитым к столбу. Поезд подъехал к станционному зданию. Русские кондуктора в последний раз отворили двери вагонов. Послышалась немецкая речь. Стояли два откормленных немца в черных военных плащах, с множеством пуговиц по правую и по левую сторону груди и в касках со штыками. Эйд Куден, — возгласил кто-то, проглатывая слова. Виднелись вывески со стрелами и с надписями «Херн Даммен». Пассажиры стали снимать с пола к ручной багаж и начали выходить из вагонов. В числе их был и молодой купец с женой, купеческое происхождение которого сказывалось в каждой складке, в каждом движении, хотя он и был одет по последней моде. Прежде всего он ударил себя ладонью по дну шляпы котелком и сказал жене. — Ну-с, Глафира Семеновна, приехали в заграницу. Теперь следует нам свое образование доказывать. Сажайте иностранные слова. Сажайте без всяких стеснений. Жарьте вовсю. Молодая супруга, одетая тоже по последней моде, смутилась и покраснела. — А какая это земля? — спросила она. — Знам дело, немецчина. Немец всегда на границе стоит. Помимо немца ни в какую чужую землю не проедешь. Забирайте свою подушку-то. Мне три не протащить сквозь двери. А насчет саквояжей мы носильщика кликнем. — Как носильщик-то на немецкий манер? — Я, Николай Иванович, не знаю. Нас этим словом в пансионе не обучали. Да и вообще, я по-немецки очень плохо. Когда учитель-немец приходил, то у меня всегда зубы болели. — Да и как же так-то? А говорил, что обучалась. — Я и обучалась, а только комнатные слова знаю. Вот ежели что в комнате или с кем поздороваться и спросить о погоде... — Странно. Сам же я слышал, как вы стихи читали на иностранном диалекте. — Ну, то по-французски. Вот ежели по-французски придется, то я больше знаю. — Так как тут в немецкой земле по-французски? Здесь за французский язык в участок могут сволочь. Немец страх, как француза, не любит. Ему француз, что таракан в ощах. — Эй, носильщик! — кричит купец. — Гутен Морген! Как вас? Коммензи! Наши чемоданы! Брингензи! Саквояжи! — Ну, вот видишь, ты и сам немецкие слова знаешь. Десять слов — на это много не уедешь. Хмельнов я сам попрошу по-немецки, потому хмельные слова я знаю, а остальные не в зуб. — Эй! Ер-носильщик! — Ер — это, по-ихнему, господин. Поучтивее, так, может, лучше. — Ер-носильщик! — Не идет, подлец! В другой вагон попер. Неужто самому придется тащить? Вытаскивай подушки, а я с аквояжи. Тащи, чего встала? — Да видишь, главное, подушку не прорезает. Надо по одной штуке. — И к чему только ты три подушки с собой забрала? — Да я не могу на одной спать. Голова затекает. И, наконец, ведь не знаешь, куда едешь. Может быть, там и вовсе без подушек. — Да брось ты эти подушки! Давай я их вытащу. Ну, пропихивай сзади, пропихивай. Вот так. Ведь таможня здесь. Не стали бы немцы подушки распарывать и искать в них. А то целые перины мы притащили и сочли бы за мешки с товаром. Хоть сказать им, что это подушки. Как подушки-то по-немецки? — Не знаю. — Здравствуйте. А еще хвасталась, что все комнатные слова знаешь. Ведь подушка — комнатное слово. — Узнала да забыла. И чего вы на меня сердитесь? Ведь вы и сами не знаете. — Я другое дело. Я специалист по хмельным словам. Вот в буфете я в лучшем виде. — Бир тринкен. Шнапс тринкен. Зейдель фляша бутерброд. И, наконец, я в пансионе не обучался. Немецким словам я обучился у немцев-колонистов, которые приезжают к нам в лавку, веревки, парусину и гвозди покупать. — Айн, цвай, драй, фир, фир рубль. Цванцинг копекен. — Считай, по-немецки тебе что угодно высчитаю. А других слов я не знаю. — Ну, постой тут около подушек, а я с аквояжи вытащу. — Эй, херн-носильщик, номер айн-унт-цванцинг. Комен-си! Снова начал кричать купец и манить носильщика. Наконец носильщик подошел, взял вещи и понес их. Купец и его супруга тащили сзади подушки, зонтики, плед и ватное стеганое одеяло. — Цолант эст из Цолант кофер хабен зи, манхер, — спрашивал носильщик у купца. — Черт его знает, что он бормочет, — воскликнул купец. — Глафир, Семен, понимаешь? — обратился он к жене. — Да, должно быть, на чай просит. Дай ему, — отвечала та. — Ну, народ, даже двухгривенному не хотят поверить и вперед деньги требуют. — Бери, бери, вот три гривеника. Не надувать сюда приехали. Мы в Петербурге в полном доверии. У меня по банкам на полтораста тысяч векселей гуляет. Носильщик денег не брал и говорил. — Наггер, наггер, верден, зи цален. — Глафир, не берет. — Неуж двух пятиалтынных мало, — недумевал купец. — Или, может быть, ему немецкие деньги надо? — Да, конечно же, он немецкие деньги требует. — Дэйдж, голд хочешь? Дэйдж, надо разменять. Где тут меняльная лавка? Надо разменять, понимаешь? Ничего не понимает. Глафир, да скажи ты ему по-немецки, как вас учили. Ну, чего ты стыдишься-то? Ну, как по-немецки меняльная лавка? Сади. — Ах, боже мой, ну что ты ко мне пристаешь-то? — Ничего не знает. А еще у мадамы училась. — Миняльную лавку вы найдете в вокзале. Там еврей вам и разменяет, — послышалось сзади по-русски. Говорил какой-то господин в войлочной дорожной шапочке. Купец обернулся и сказал. — Мерси вас. Удивительно, как трудно без немецкого языка. Ничего не понимают. Будьте добры сказать этой колбасе, что он на чай в лучшем виде получит, как только я разменяю русские деньги. Ну вот, еще мерси вас. Извините. А как по-немецки меняльная лавка, чтоб я мог спросить? — Вексельбуде. Но еврей, который будет менять вам деньги, говорит по-русски. — Анкор, Мерси вас. Вексельбуде, Вексельбуде, — твердил купец. — Запомни, Глаш, как меняльная лавка называется, а то я в попыхах могу забыть. Вексельбуде, Вексельбуде. У дверей в вокзал стояли прусские жандармы, и таможенные чиновники отбирали паспорта и пропускали пассажиров по очереди. — Эх, следовало бы захватить с собой в дорогу Карла Адамча для немецкого языка, — говорил купец. — Он хоть и пропойный человек, а все-таки с языком. Приодеть бы его в мое старое пальтишко, так он и совсем бы за барина сошел. Только ведь дорога да выпивка, а ест он самые пустяки. Положительно следовало бы его взять, и в лучшем бы виде он по-немецки бормотал. — Так чего ж ты в ней взял? — сказала жена. — А не сама ли ты говорила, что с ним я с круга сбиться могу? Я на твое образование надеялся. Думал, что ежели уж у мадамы в пансионе училась и немецкие стихи знаешь, так как же немецких-то слов не знать? А ты дашь без того понятия, как подушка по-немецки называется. — Тебе ведь сказано, что я политичные слова знаю, а подушка разве политичное слово? — Врешь! Ты даже сейчас хвасталась, что комнатные слова знаешь. — Фу, как ты мне надоел! Вот возьму, да назло тебе и заплачу. — Да и плачь, черт с тобой! Жена слезливо заморгала глазами. Купец проталкивал ее вперед. — Пос! — возгласил жандарм и загородил ей дорогу. — Глаш, а что он говорит-то? Чего ему нужно? — спрашивал у жены купец. — Отстань! Ничего не знаю. — Пос! — повторил жандарм и протянул руку. — Ну вот, извольте видеть, словно он будто в винт играет. Пас, да пас! — Отдайте свой паспорт, он паспорт требует, — сказал кто-то по-русски. — Паспорт? Ну так так бы и говорил, а то пас, да пас. Вот паспорт. Купец отдал паспорт и проскользнул сквозь двери. Жену задержали и тоже требовали паспорт. — Глаш, ну чего ты там? Иди сюда. — Глафир Семеновна, чего там стало? — кричал купец. — Да не пускают. Вон он, руки распускает, — отвечает та. — Пустите же меня! — раздраженно рванулась она. — Пас! — возвысил голос жандарм. — Да ведь я отдал ейный паспорт. Жена при мужа, жена в моем паспорте, паспорт у нас общий. Это, это жена моя. Послушайте, герр, так не делается, это безобразие. Ейн паспорт, ейн паспорт на цвай, возмущался купец. — Я, я жена его, я фрау, фрау, а он муж, он мой, мари, мон-мари, бормотала жена. Наконец ее пропустили. — Ну, народ, восклицал купец, ни одного слова по-русски. А еще говорят образованные немцы, говорят, куда ни плюнь, везде университет или академия наук. Где ж тут образование, спрашивается? — Тьфу, чтоб вам сдохнуть. Купец плюнул. Таможня. Николай Иванович и Глафира Семеновна, запыхавшиеся и раскрасневшиеся, сидели уже в прусском вагоне. Перед ними стоял немец-носильщик и ждал подачки за принесенные в вагон мешки и подушки. Николай Иванович держал на ладони горсть прусских серебряных монет, перебирал их другой рукой и решительно недоумевал, какую монету дать носильщику за услугу. «Разбери, что это за деньги-то?» — бормотал он. «Одни будто бы полтинники, а другие, которые побольше, так тоже до нашего рубля не хватают. Потом мелочь. На одних монетах помечено, что десять, на других стоит цифр пятьдесят, а обе монетки одной величины». «Да дай-то ему вроде полтина-то», сказала Глафира Семеновна. «Сшутила! Давать по полтине так тоже раздаешься. Эдакой требухи не хватит». «Ну, дай маленьких монет, штучки три». «Так в том-то и дело, что они разные. Одни в десять, другие в пятьдесят, а величина одна. Да и чего тут десять, чего пятьдесят? Беда с чужими деньгами». Он взял три монетки по десяти пфенингов и подал носильщику. Тот скривил лицо и подбросил монетки на ладони. «Не уж мало, ведь я три гривенка даю», воскликнул Николай Иванович и дал еще десять пфенингов. Носильщик плюнул, отвернулся и, не приподняв шапки, отошел от вагона. «Вот так немецкая морда! Сорок ихних копеек даю, а он и этим недоволен. Да у нас-то за сорок копеек носильщики в пояс кланяются», продолжал Николай Иванович, обращаясь к жене. «А почем ты знаешь, может быть, ихние копейки-то меньше?» сказала та и прибавила. «Ну, да что об этом толковать? Хорошо, что уж в вагоны-то уселись. Только в теле мы в вагоны сели, не уехать бы куда в другое место, вместо Берлина-то». «А пес их знает, каждому встречному и поперечному только и твердил, что Берлин, Берлин, Берлин. Все тыкали перстами въезд в вагон». Николай Иванович высунулся из окна и крикнул. «Эй, хэр, кондуктор, Берлин здесь?» «О, я, мэнхэр, Берлин». «Слышишь, около русской границы и то по-немецки. Хоть бы одна каналия сказала какое-нибудь слово по-русски, кроме еврея, менялы». «Ну вот, с евреями и будем разговаривать, ведь уж евреи-то, наверное, везде есть». «Да не уж-то ты, глашенька, кроме комнатных слов, никакого разговора не знаешь». «Про еду знаю». «Ну, слава Богу, хоть про еду-то, по крайней мере, с голоду не помрем. Ты про еду, а я про хмельное и всякое питейное. Ты, по крайней мере, поняла ли, что немец в таможне предопросить требовал?» «Да он только про чай да про табак с папиросами спрашивал. «Та табак, папирос». «Ну, это и я понял. А что он еще спрашивал?» «Ничего не спрашивал. Спрашивал про чай и про папиросы, а я молчу и вся дрожу», продолжала жена. «Думала, а ну как полезет в платье щупать». «А где у тебя чай с папиросами?» «В тюрнюре. Два фунта чаю и пятьсот штук папирос для тебя». «Вот за это спасибо. И теперь, по крайности, мы и с чаем и с папиросами. А то Федор Кириллович вернулся из-за границы, так сказывал, что папиросы их не на манер как бы из капустного листа, а чай так и бронтохлыст какой-то. А вот пиво здесь уму помрачения. Я сейчас пару кружек прокину. Прелесть. Бутерброды с колбасой тоже должны быть хороши. Страна колбасная». «Колбасная это колбасная? Да кто их знает? Из чего они свои колбасы делают? Может быть, из кошек, да из собак? Нет, я их бутербродов есть не стану. Я своих булок захватила, и у меня сыр есть и икра». «Ну, нельзя ж, душечка, совсем не есть». «Колбасу ни за что на свете, да и вообще не стану есть ничего, кроме бештекса. У них, говорят, суп из рыбьей чешуи, из яичной скорлупы и из сельдяных голов варится». «Да ну!» «Я от многих слышала, даже в газетах читала. А наш жилец, немец-настройщик, что в папенькином доме живет, образованный немец, а что он ест вместо супа? Разболтает в пиве корки черного хлеба, положит туда яйцо, сварит, вот и суп. Нам их некая кухарка рассказывала. Они, говорят, за обе щеки едят, а мне в глотку не идет. Я, говорит, кофейными переварками с ситным в те дни питаюсь. Я и рыбу у них немецче не есть не буду». «А рыб-то отчего? Ведь уж рыба все рыба». «Боюсь, как бы вместо рыбы змеи не подали. Они и змеи едят, и лягушек. Это французы». «И французы, и немцы. Немцы еще хуже. Я сама видела, как настройщицкая немка в корзине угря на обед с рынка тащила». «Так угря же, а не змею». «Та же змея, только водяная». «Нет, я у них ни рыбы, ни колбасы, ни сопу ни за что на свете. Бифштекс да булки. Пироги буду есть, и то только с капустой. Яйца буду есть. Тут уж по крайней мере видишь, что ешь настоящее». «А у них яйца поддельные есть». «Да что ты, как же так яйца подделать?» «В искусственной алебастровой скорлупе, а внутри всякая химическая дрянь. Я недавно еще читал, что подделывают». «Тьфу, кофе буду пить с булками». «И кофе поддельный, тут тебе и жареный горох, и рож, и цикорий». «Ну, это все-таки не погано». «И масла у них настоящего нет, всего маргарин. Ведь мы с них пример-то взяли». «Да еще из чего маргарин-то?» «Не рассказывай, не рассказывай», замахала руками жена, «а то я ничего жареного есть не буду». Поезд тихо тронулся. «По немецкой земле едем, в царство пива и колбасы нас везут», сказал Николай Иванович. На Берлин. Поезд стрелой мчался от Эйкунена по направлению к Берлину, минуя не только полустанки, но даже и незначительные станции, останавливаясь только на одну или две минуты перед главными станциями. За окнами вагонов мелькали, как в калейдоскопе, гладкие, как языком вылизанные деревеньки с фруктовыми садами около каменных домиков, скошенные луга и поля, вычищенные и даже выметенные рощицы с посаженными рядами молодыми деревцами, утрамбованные проселочные дорожки, пересекающие под мостами железнодорожное полотно. На одной из таких дорог Николай Иванович и Глафира Семеновна увидали повозку, которую везли две собаки и даже воскликнули от удивления. «Смотри-ка, Глаша, на собаках бочку везут, вот народ-то!» «Вижу, вижу, бедные псы, даже языки высунули, до того им тяжело». А мужчина идет сзади, руки в карманы и трубку курит. «Стало быть, здесь нет общества скотского покровительства?» «Стало быть, нет, а то б уж член общества сейчас этой самой трубки награждение по затылку сделал. Какое ты имеешь собственное право скота мучить?» «Ну, народ, собаку и вдруг в тележку запрячь. Поди-ка выдумай, кто другой, кроме немца. У нас ед происшествия только в цирке, как Фокс показывается. А здесь, извольте, видеть на работе. Правду говорят, что немец хитер, обезьяну выдумал. Да, может быть, и это какой-нибудь акробат с учеными собаками по дворам шляющийся? Нет. Тогда с какой же стати у его бочка на тележке и корзинка с капустой? Просто это от бедности. Лошадь кормить нечем, но и ухичряются на собаках. А вон еще на собаках соломы везут. Как их на котах-то не угораздит возить? Погоди, может быть, и запряженных котов увидим. И опять чистенькие деревеньки с черепичными крышами на домах, с маленькими огородиками между домов, обнесенными живой изгородью аккуратно подстриженной, а в этих огородах женщины в соломенных шляпах с лентами, копающиеся в грядках. Смотри-ка, смотри-ка, в шляпках и на огородах работают, удивлялась Глафира Семеновна. Да неужели это немецкие деревенские бабы? Должно быть, что бабы. Карл Адамович сказывал, что у них деревенские бабы в деревнях даже на фортепьянах играют, а по праздникам мороженое себе стряпают, отвечал Николай Иванович. Мороженое? Да что ты! А как же у нас рассказывают, что немцы и немки с голоду к нам в Россию едут? Ведь уж ежели мороженое... Ну, положим, что от мороженого в брюхе еще больше заурчит, ежели его одного нажраться. Да нет, не может быть, чтоб с голоду. Какой тут голод, ежели в деревнях, вот уж сколько времени едем, ни одной развалившейся избы не видать, даже соломенных крыш не видать. Просто-напросто немец к нам едет на легкую работу. Здесь он гряды копает, а у нас приедет сейчас ему место управляющего в имении. Здесь бандурист какой-нибудь под трактиром за пятаки да за гривенники играет, а к нам приедет настройщик, и сейчас ему по полтора рубля за настройку фортепьян платят. И опять немки в шляпах и с граблями. На этот раз они стояли около пожелтевшего дуба. Одна немка сбивала граблями с ветвей дуба желтый лист, а другая сгребала этот лист в кучке. И ну что же им этот желтый лист понадобился? Вишь, как стараются, удивлялась Глафира Семеновна. Немец хитер, почем ты знаешь, может быть этот лист в какую-нибудь еду идет, отвечал Николай Иванович. Может быть для собак то вот, для этих, что телеги возят, еду из листа и приготовляют. Станет тебе собака дубовый лист есть, с голодухи станет, но особливо, ежели с овсяной крупой перемешать да сварить. Нет, должно быть это просто для соления огурцов. В соленые огурцы и черносмородиновый и дубовый лист идет. Так ведь не желтый же. А у них может быть желтый полагается. Чем догадываться-то, поднатужься, да спроси как-нибудь по-немецки вон у этой дамы, что против тебя сидит и чулок вяжет, кивнул Николай Иванович на пассажирку, прилежно перебиравшую спицы с серой шерстью. Неуж «Волтый лист» по-немецки называется? Я же ведь тебе сказала, что нас только комнатным словам учили. Но пансион, а ведь поди за науку по пяти рублей в месяц драли. Даже по десяти. Немало удивлялись они и немки пассажирки, вязавшие чулок, которая, как вошла в вагон, вынула начатый чулок, да так и не переставала его вязать в течение двух часов. Неуж что дом-то у не хватает времени, чтоб связать чулки, спросила жена. И хватает, может статься, да уж такая повадка, отвечал муж. Немки уж такой народ, немк не только что в вагон, а и в гроб ляжет, да и то чулок вязать будет. А пояс так и мчался. Супруги наелись булок с сыром и икрой. Жажда так и томила их после соленого, а напиться было нечего. Во время минутных остановок на станциях они не выходили из вагонов, чтобы сбегать в буфет, опасаясь, что поезд уйдет без них. Черт бы побрал эту немецкую езду с минутными остановками. Помилуйте, даже в буфет сбегать нельзя, горячился Николай Иванович. Поезд останавливается, пятьдесят человек выпускают, пятьдесят пассажиров принимают и опять пошел. Ни предупредительных звонков ничего. Один звонок и катай-валяй. Говорят, это для цивилизации. Какая тут к черту цивилизация, ежели человеку во время остановки поезда даже кружки пива выпить нельзя? Да должно быть здесь такие порядки, что немцы с собой берут питье, говорила Глафира Семеновна. Они народ экономный. Да ведь не видать, что пили в вагонах-то. Только цигарки курят, да газеты читают. Вот уж сколько проехали, а хоть бы где-нибудь показалась бутылка. Бутерброды ели, а что пить никто не пил. Нет, у нас на этот счет куда лучше. У нас приедешь на станцию это, так стоишь, стоишь и конца остановки нет. Тут ты попить и поесть всласть можешь, даже напиться допьяно можешь. Первый звонок ты не торопишься, а идешь себе либо пряники вяземские покупать, а то так к торжковским туфлям приторговываешься. Потом второй звонок, третий, а поезд все стоит. Когда ты еще кондуктор вздумает свистнуть в свистульку машинисту, чтобы тот давал задний ход. Нет, у нас куда лучше. Новая остановка. Станция такая-то, кричит кондуктор и прибавляет «цвай минутен». Опять «цвай минутен», черт их возьми. Когда жду, что отпустят на покаяние и дадут такую остановку, чтобы попить можно, восклицал Николай Иванович. Ну вот и попроси у кондуктора, чтобы принес пиво. А и то попросить. Николай Иванович вынул из кармана серебряную монету и, показывая ее прибегавшему кондуктору, крикнул «Эй, гэр, гэр кондуктор, каминзи, вот вам немецкая полтина, дэйдж полтина, бир тринкен, можно? Брингинзи бир, боюсь выйти из вагона, чтоб он не уехал. Два бир, черт тебя, цвай бир, для меня и для мадам, цвай бир, а остальное неминзи на чай». Все это сопровождалось жестами. Кондуктор понял и явилось пиво, кельнер принес его из буфета. Муж и жена жадно выпили по кружке. Поезд опять помчался. Кёнигсберг Выпитая кружка пива раздразнила еще больше жажду Николая Ивановича и Глафиры Семеновны. Господи, хоть бы чайку где-нибудь напиться в охотку. Говорила Глафира Семеновна мужу. Неужто поезд так все и будет мчаться до Берлина без остановки? Где же мы пообедаем, где же мы поужинаем? Хоть бифштекс какой-нибудь съесть и суп похлебать. Ведь нельзя же всю дорогу сыром и икрой питаться. Да и хлеба у меня мало, всего только три маленькие булочки остались. Что это за житье, не пивши, не евши, помилуйте? Ага, жалеешься, подразнил ее муж. А зачем просилась за границу? Сидела бы у себя дома на Лиговке. Я просилась на Эйфелеву башню, я просилась к французам на выставку. Да ведь и там не слаще. Погоди, на Эйфелеву эта башня, может быть, взвоешь. Николай Иванович, да попроси, что у кондуктора еще пиво. Да погоди, дай до станции доехать. Но на станциях, как на грех, останавливались на одну минуту. Бир, бир, цвай, бир, кондуктор, хэр кондуктор, вот, дэйч, полтина, валяй на всю, можете и сами тринкен, тринкензи, кричал Николай Иванович, протягивая кондуктору Марку, но кондуктор пожимал плечами, разводил руками и говорил «Нот айн минут, мэн хэр». Обер-кондуктор свистел, локомотив отвечал на свисток и мчался. «Помчалась цивилизация!» воскликнул Николай Иванович. «Эх, чтоб вам пусто было! Нет, в наши порядки куда лучше». «Нельзя?» спрашивала жена. «Ну, вишь, нельзя. Сую кондуктору полтину на чай, так даже денег не берет». Поезд мчался с немоверной быстротой. Мимо окон вагонов беспрерывно мелькали домики, поля, засеянные оземью, выровненные скошенные луга, фабричные трубы или сады и огороды. Везде возделанная земля и строение. «Да где же у них пустырь-то? Где же болото?» дивился Николай Иванович. Поезд сгонял стаи птиц с полей. Птицы взвивались и летели хвостами назад. Глафира Семеновна первая это заметила и указала мужу. «И птицы-то здесь какие-то особенные. Смотри-ка, задом летят. Не вперед летят, а назад». Николай Иванович взглянул и сам удивился, но тотчас же сообразил. «Да нет же, нет, это их поезд обгоняет, оттого так и кажется». «Полно тебя морочить-то меня, будто я не понимаю. Но смотри, видишь, хвостами назад, задом летят, задом. Это уж такие немецкие птицы». «Я помню, что нас в пансионе про таких птиц даже учили», стояла на своем жена. В вагон пришел кондуктор ревизовать билеты. «Бир тренкин, где можно бир тренкин и поесть чего-нибудь», приставал к нему Николай Иванович. «Эссен, эссен», пояснила Глафира Семеновна и покраснела, что заговорила по-немецки. «Бир тренкин, ты тренкин, кафе тренкин и эссен», продолжала она. Кондуктор понял, что у него спрашивают, и отвечал. «Кёнигсберг, Кёнигсберг, кверден зи цвелф минутен штейн». «Поняли, поняли, зэр гуд, в Кёнигсберге двенадцать минут, вот это я понимаю, это как следует, это по-человечески», обрадовался Николай Иванович. «А когда, в котором часу, ви фельф ур», спросила Глафира Семеновна и еще больше покраснела. «Ом, зэбен», дал ответ кондуктор. «Мерси, данке, ну, слава Богу, в семь часов, это стал быть через два часа, два часа как-нибудь промаемся». Муж взглянул на жену и одобрительно сказал, «Ну вот, видишь, говоришь же по-немецки, умеешь, а разговаривать не хочешь». «Да, комнатные и обыкновенные слова, я очень чудесно умею, только мне стыдно». «Стыд не дым, глаза не ест, сади, да и делу конец». Смеркалось. Супруги с нетерпением ждали Кёнигсберга. При каждой остановке они высовывались из окон и кричали кондуктору «Кёнигсберг, Кёнигсберг». «Найн, найн, Кёнигсберг, вирт, но хватер». «Вот ты пропасть, все еще не Кёнигсберг, а пить-те есть хочу, как собака», злился Николай Иванович. Но вот поезд стал останавливаться, показался большой вокзал, ярко освещенный. «Кёнигсберг», возгласил кондуктор, «Славьте, Господи, наконец-то». Пассажиры высыпали из вагонов. Выскочили и Николай Иванович с Глафирой Семеновной. У станции стояли сразу три поезда. Толпился народ. Одни входили в вагоны, другие выходили. Носильщики несли и везли сундуки и саквояжи. Шум, говор, свист, звонки, постукивание молотков о колеса. «Вот от-то!» невольно вырвалось у Николая Ивановича. «Да тут живым манером растеряешься!» «Постой, Глаша, надо заметить, из которого поезда мы вышли, а то как бы потом не попасть в чужой поезд». «Видишь, наш поезд посередине стоит, а на боковых рельсах это чужие поезда. Ну, ладно, пойдем скорее в буфет». «Нет, голубчик, я прежде в уборную, мне поправиться надо. Ведь сколько времени мы не выходя из вагона сидели, а в здешних вагонах ты сам знаешь, уборных нет», отвечала жена. «Без уборной мне еда не в еду». «Какая тут поправка, коли надо торопиться пить и есть поскорей? Ведь только двенадцать минут поезд стоит. Ведь черт их знает, какие такие у них немецкие минуты. Может быть, ихние минуты наполовину меньше наших. Идем скорее». «Нет, не могу, не могу. Уверяю тебя, что не могу. Да и тебя попрошу проводить меня до уборной и подождать у дверей, а то мы растеряться можем». «Эх, бабье племя», крякнул Николай Иванович и отправился вместе с женой отыскивать женскую уборную. Уборная была найдена. Жена быстро скрылась в ней, муж остался дожидаться у дверей. Прошло минут пять. Жена показывается в дверях. Ее держит за пальто какая-то женщина в белом чипце и что-то бормочет по-немецки. «Николай Иванович, дай Бога ради сколько-нибудь немецких денег или рассчитайся за меня», кричит жена. «Здесь оказывается даром нельзя, здесь за деньги, даю ей русский двух гривен и так не берет». «В уборную на станции да за деньги». «Ну народ, ну немецкие порядки», восклицает Николай Иванович, однако сует немки денег и говорит «Скорей, Глаша, скорей, а то и поесть не успеем». Они бегут, натыкаются на носильщиков. Вот и буфет, расставлены столы. На столах в тарелках суп. «Табль вот по три марки с персоны», читает Глафира Семеновна немецкую надпись над столом. «Полный обед есть здесь за три марки, занимай скорее места», говорит она мужу. Тот быстро отодвигает стулья от стола и хочет сесть, но лакей отстраняет его от стола и что-то бормочет по-немецки. Николай Иванович выпучивает на него глаза. «Ви, вас, мы есть хотим, эссен, метак, эссен», говорит Глафира Семеновна. Лакей упоминает слово телеграмма. Подходят двое мужчин, говорят лакею свою фамилию и занимают места за столом, на которые рассчитывал Николай Иванович. «Да что же такое?» негодует Николай Иванович. «Ждали, ждали еды, приехали на станцию и есть не дают, не позволяют садиться. Одним можно за стол садиться, а другим нельзя. Я такие же деньги за проезд плачу». Лакей опять возражает ему, упоминая про телеграмму. За столом наконец находится какой-то русский. Видя, что двое его соотечественников никак не могут понять, что от них требуют, он старается разъяснить им. «Здесь табльбот по заказу. Нужно обед было заранее телеграммы заказать», говорит он. «Вы изволили прислать сюда телеграмму с дороги?» «Как телеграмму? Какую телеграмму? Обед-то по телеграмме? Ну, порядки». «Глаш, слышишь?» обращается Николай Иванович к жене. «Очень вам благодарен, что объяснили», говорит он русскому. «Но мы есть и пить хотим. Неужели здесь где-нибудь без телеграммы ничего не съесть, не выпить нельзя?» «Вы по карте можете заказать, по карте что угодно». «Эй, прислуживающий, человек, эссен, что-нибудь эссен скорее, и бир тринкин», вопит Николай Иванович. «Свой порции!» Появляется лакей, ведет его и супругу к другому столу, отодвигает для них стулья и подает карту. «Да где тут карту рассматривать, братец-то мой? Давай две котлеты, ну, или два бифштекса». «Свой котлетен, о, я», отвечает лакей и бежит за требуемым. Но в это время входит железнодорожный сторож и произносит что-то по-немецки, упоминая Берлин. Пассажиры вскакивают из-за стола и принимаются рассчитываться. «Да что же это такое, господи? Неужто же поезд отправляется? Ведь это к не пившей и не евшей уезжать надо. Берлин?» спрашивает он сторожа. «Я Берлин», отвечает тот. «Глаша, бежим, бежим, а то опоздаем». Муж и жена вскакивают из-за стола. Появляется лакей с двумя котлетами. «Некогда, некогда», кричит ему Николай Иванович. «Впрочем, давай скорее эти две котлеты, мы с собой возьмем». «Клади в носовой платок». «Вот так». «Глаша, тащи со стола хлеба, в вагоне поедим». «Человек, меньше, получай, вот две полтины, мало, да вот тебе еще третья. Глаша, скорей, скорее, а то опоздаем». «Ну, порядки». Муж и жена бегут из буфета. «Николай Иванович, Николай Иванович, у меня юбка сваливается», говорит набегу жена. «Да не до юбок тут, матушка, беги». Они выбежали из буфета, бросились к поезду и вскочили в вагон. «Где наши подушки?» «Глаша, Глаша, а где же наши подушки? Где же наши саквояжи?» воскликнул Николай Иванович, очутившись вместе с женой в вагоне. «Боже мой, украли, неужто украли?» всплеснула руками Глафира Семеновна. «Или украли, или мы не в тот вагон сели». «Так и есть, не в тот вагон. Тот вагон был серый, а этот с какой-то рыжей обивкой. Выходи скорее, выскакивай». Николай Иванович бросился к запертым снаружи дверям купе, быстро отворил окно и закричал «Эй, эй, херен, хер, хер кондуктор, отворите, мы не в тот вагон попали». Но поезд уже тронулся и быстро ускорял свой ход. На крик никто не обратил внимания. «Да что же это такое? Как нам быть без подушек и без саквояжей? В саквояжи у меня булки, сыр и икра. Не прилечь, не поужинать будет нечем. Ведь этих двух котлет, что мы со станции захватили, для нас мало. Да и какие это котлеты? Это даже и не котлеты. Они до того малы, что их две на ладонь уложишь». Выпияла Глафира Семеновна. «Да не кричи ты, не кричи. На следующей станции пересядем в свой вагон», уговаривал ее Николай Иванович. «Отыщем и пересядем». «Как тут пересесть? Как тут вагоны отыскивать, ежели поезд больше двух минут на станции не стоит? Только выскочишь, а поезд уже опять в путь. К тому же теперь вечер, а не день. Где тут отыскивать?» Какой-то немец в войлочной «Гамбург». они не поняли и только вытаращили глаза. Немец повторил вопрос и прибавил слово «Гамбург». «Постой, мы даже, кажется, не в тот поезд сели. Немец что-то про «Гамбург» толкует», испуганно проговорила Глафира Семеновна, обращаясь к мужу. «Да что ты? Вот туха-то! Спроси же его, куда мы едем? Ведь можешь же ты хоть про это-то спросить? Ведь ты все-таки чему-нибудь училась в пансионе?» Испуг придал Глафире Семеновне энергии. Она подумала, сложила кое-как в уме немецкую фразу и задала вопрос немцу. «Ин Берлин бер варен Берлин этот вагон». «Нольн, мадам, вир фарен на Гамбург». «Как на Гамбург? А Берлин?» Немец отрицательно покачал головой и опять что-то пробормотал по-немецки. «Да, конечно же, не в том поезде едем», чуть не сквозь слезы сказала Глафира Семеновна. Николай Иванович досадливо почесал затылок. «Ну, переплет, беда без языка», вырвалось у него. «В Гамбург, в Гамбург едем, в Гамбург», твердила Глафира Семеновна. «Да ты спроси у немца-то поосновательнее, может быть, поезд-то гамбургский, а Берлин по дороге будет». «Как я спрошу, если я не умею? Спрашивай сам». «Чему ж ты училась в пансионе?» «А ты чему учился у своих немцев, колонистов и чухонцев?» «Я учился в лавке, продавая парусину, железо и веревки. За меня в пансион разным мадамам деньги не платили. Я счет по-немецки знаю, хмельные слова знаю». «Ты хмельные, а я комнатные, про поезд нас ничего не учили». Супруги уже начали ссориться, размахивая руками, но, наконец, Николай Иванович плюнул, оттолкнул от себя жену, подсел к немцу и показал ему свои проездные билеты. Немец посмотрел их и опять отрицательно покачал головой. «Неin, das ist nicht was. Die Furkarten sind nach Berlin, aber wir fahren nach Hamburg». «Да Берлин-то будет по дороге или нет?» «Вот что я вас спрашиваю», раздраженно крикнул Николай Иванович. «Ну, может быть так, что сначала Берлин, а nach Hamburg, или сначала Hamburg, а nach Berlin. Них verstehn?» «О, я, их verstehn. Берлин is dort und Hamburg is dort von die Schausen Zweigzweigen». Немец показал жестами в две противоположные стороны. «Здравствуйте, даже не в ту сторону-то и едем», отскочил от немца Николай Иванович, поняв, что по дороге не будет Берлина, и набросился на жену. «А все ты со своей уборной?» «Все это через тебя мы перепутались. Мне нужно поправиться, мне нужно поправиться. Вот поправились. В Гамбург вместо Берлина едем». «На кой шут спрашивается нам этот Гамбург, ежели мы через Берлин в Париж едем?» «Немец показывает, что Берлин-то вон там, а нас Эва куда относит?» «Не могу же я не сходить в дамскую уборную и, жля шесть-семь часов, не выходя из вагона, сидела», оправдывалась жена. «А не можешь так и не езди за границу. Немки же могут. Отчего же они могут? Или у них натура другая?» «Конечно же, должно быть другая. Они к здешним порядкам привычны, а я непривычна». «Ты за границу выехала, так должна привыкать. А то, извольте видеть, через тебя и еду прозевали. Не, что, может быть, человек сыт, съевший поэтакой котлетки, ежели он с утра не ел. Ведь, может быть, до самого Гамбурга другого куска в горло не попадет, кроме этой котлетины. И где этот самый Гамбург? Черт его знает, где он. Может быть, на краю света?» Глафира Семеновна сидела, держа в руках котлеты, завернутые в носовой платок, «Мы выйдем из вагона на первой же станции», говорила она. «А черт их знает, будет ли еще по дороге станция-то, да и выпустят для нас из этого вагона. Видишь, какие у них везде дурацкие порядки. Может быть, из вагона-то вплоть до Гамбурга не выпустят, а заплати деньги сполна, да и поезжай». «Попросимся, чтобы выпустили. Скажем, что по ошибке не в тот поезд попали». «Попросимся, скажем». «А кто будет говорить, ежели по-немецки ты не азов глаза, а я еще меньше?» «Да и кого тут попросить-то, ежели кондукторов-то не видать?» «У нас по железным дорогам кондукторы по вагонам шляются, чуть не через каждые десять минут билеты у тебя смотрят, машинками прорезают, будят тебя, ежели ты спишь, чуть ли не за ноги тебя со скамейки стаскивают то за тем, то за другим. А здесь более получаса в какой-то Гамбург едем, и ни одна кондукторская бестия не показывается. В Гамбург на кой пес спрашивается нам этот Гамбург?» горячился Николай Иванович, но, увидав уже рыдающую жену, понизил голос и прибавил. «Ладно, ну, не реви, утри глаза платком и сиди без слез». «Как же я могу утереться платком, ежели у меня в носовом платке котлеты? Ведь весь платок у меня в подливке. сам же ты в Кенигсберге на станции мой носовой платок котлет из двух тарелок вывалил», отвечала жена. «Ну, вынес саквояжи чистый платок, нехорошо в слезах, вон немец смотрит». «Да ведь саквояжи-то в том поезде остались». «Тьфу ты, и то, совсем спутался, вот наказание-то, ну, возьми мой платок и вытрясь моим платком». «Лучше уж я кончиком от своего платка, кончик не замаран». Глафира Семеновна поднесла платок с котлетами к глазам и кончиком его кое-как вытерло слезы. Николай Иванович увидал котлеты и сказал «Давай же съедим по котлетке-то, есть смерть как хочется». «Съедим», прошептала Глафира Семеновна, раскрывая платок. «А вот тут и пюре есть, только хлеба нет, хлеба забыла взять». Супруги принялись есть котлеты. Вошел кондуктор визировать билеты. Видал у супругов не те билеты, заговорил что-то по-немецки и, наконец, возвыся голос, раскричался «Век, век, ген». «Зи мюсен балд умстайген и, что он говорит-то?» «Что он говорит-то?» интересовался Николай Иванович. «Говорит, что сейчас будет станция и нас выпустят». «Ну, слава тебе, Господи!» Поезд уменьшал ход и, наконец, остановился. Супруги не вышли, а выскочили из вагона, словно из тюрьмы. Кондуктор сдал их начальнику станции, свистнул, вскочил на подножку вагона и поезд опять помчался. Комнатные слова Николай Иванович и Глафира Семеновна стояли перед начальником станции, совали ему свои билеты и ждали над собой суда. «Вот, герр, начальник станции, ехали мы в Берлин, а попали черт знает куда», говорил Николай Иванович, стараясь быть как можно учтивее и даже приподнял шляпу. Начальник станции, длинный и тощий как хлыст немец в красной фуражке из сигары в зубах, сделал ему в ответ на поклон под козырек и, не выпуская из зубов сигары, глубокомысленно стал рассматривать сунутую ему книжку билетов прямого сообщения до Парижа. «Битте, загинзе, вас махен, вас махен», спрашивала в свою очередь Глафира Семеновна. «Ага, заговорила по-немецки, заставила нужда калачи есть», воскликнул Николай Иванович с каким-то злорадством подмигивая жене. «Заговорила, потому что обыкновенные комнатные слова потребовались, комнатные слова я отлично знаю». «Вас махен, вас махен», повторяла она перед начальником станции. Тот понял вопрос, важно поднял голову и заговорил по-немецки. Говорил он с толком, с расстановкой, наставительно, часто упоминал Кёнигсберг, Берлин, Дершау, слово «шнельцук» и сопровождал все это пояснительными жестами. Глафира Семеновна, морщась от табачного дыма, который он пускал ей прямо в лицо, внимательно слушала, стараясь не проронить ни слова. «Поняла?» спросил Николай Иванович жену. «Да, конечно же, поняла. Слова самые обыкновенные. Штраф купить билеты и ехать обратно в этот проклятый Кёнигсберг». «А когда, когда поезд в этот Кёнигсберг пойдет? Спроси его по-немецки, ведь можешь». «Ви, ви фель ур поезд ин Кёнигсберг». «Нахцвай штунден, мадам». «Что он говорит-то?» «Не понимаю». «Ви фель ур ур», твердила она и показывала на часы. «Ун цен ур нахцвай штунден». Начальник станции вынул свои карманные часы и показал на цифру десять. «Через два часа можно ехать?» «Отлично! Бери мусию штраф и отпусти скорее душ на покаяние», воскликнул радостно Николай Иванович, опустил руку в карман, вытащил оттуда несколько золотых и серебряных монет и протянул их на ладони начальнику станции. «Бери, бери, отбирай сам сколько следует и дай нам билеты до Кёнигсберга. Сколько немецких полтин надо, столько и бери». «Нимензи, немензи штраф и фюр билет, фюр цвай билет», подтвердила жена. «Вир висен нихт, ваш голд немензи». Начальник станции осклабил свое серьезное лицо в улыбку и, отсчитав себе несколько марок, прибавил «Хир ист варцеме мит и шпайзезаль, во си кёнен эссен он тринкен». «Тринкен», еще радостнее воскликнул Николай Иванович и схватил начальника станции под руку. «Мосье, пойдем вместе, тринкен». «Бир тринкен, шнапс тринкен, коммензи тринкен». «Бир тринкен, хоть вы немец, а все-таки выпьем вместе, с радостью выпьем». «Давно я тринкен дожидаюсь». «Пойдем, пойдем, нечего упираться-то, коммензи», тащил он его в буфет. Через пять минут начальник станции и супруги сидели за столом в буфете. «Шнапс, бир, живо, командовал Николай Иванович Кельнеру». «Бифштекс, котлету», приказывала Глафира Семеновна. «Тэ, кафе, бутерброды, да побольше бутербродов, филь бутербродов». Стол установился яствами и питьями. Появился кюмель, появилось пиво, появились бутерброды с сыром и ветчиной, кофе со сливками. Начальник станции сидел, как аршин проглотивший, не изменяя серьезного выражения лица и, выпив кюмелю, потягивал из кружки пива. «Вот кто у вас, гэр, очень сладкая, кюмель», говорил Николай Иванович, чокаясь с начальником станции своей кружкой. «Ведь вот такой водки рюмку выпьешь, она и претить начнет. Неужто у вас здесь, в Немеччине нет простой русской водки. Русиш водка! Нэнь, нэнь, русиш водка!» Немец пробормотал что-то по-немецки и опять прихлебнул из кружки. «Черт его знает, что он такое говорит! Глаш, ты поняла?» «Ни капельки! Это какие-то необыкновенные слова! Нас таким не учили!» «Ну, наплевать! Будем пить и говорить, не понимая друг друга! Все-таки компания! Все-таки живой человек, с которым можно чокнуться! Пей, господин немец! Что ты над кружкой сидишь? Пей! Тринкензи! Мы еще выпьем! Пей! Пей!» Немец залпом докончил кружку. «Анкор! Человек! Анкор! Меньше еще цвайбир!» кричал Николай Иванович. Появились новые кружки. Николай Иванович выпил залпом. Немец улыбнулся и выпил тоже залпом. «Люблю! Люблю за это!» воскликнул Николай Иванович и полез обнимать немца. «Еще бир тринкен! Цвай бир тринкен!» Немец не возражал, пожал руку Николая Ивановича и предложил ему сигару из своего портсигара. Николай Иванович взял и сказал, что потом выкурит, а прежде эссен и тринкен и действительно напустился на еду. Немец смотрел на него и что-то с важностью говорил. Говорил долго. «Постой, я его спрошу, как нам с нашими подушками, с акваяжами быть, что в поезде уехали, ведь не пропадать же им», сказала Глафира Семеновна. «А можешь?» «Да вот попробую, слова-то тут немудреные». «Поднатужся, Глаша, поднатужся». «Загин забит воист наш с акваяж и подушки, мы с акваяж и подушки ферлорен, то есть не ферлорен, нихт ферлорен, а наш багаж, наш с акваяж в поезде остался, багаж в цук остался, — обратилась она к немцу. «Нихт ферштейн». И дивное дело немец понял. «О, я, их ферстейн, мадам, вы говорите про багаж, который поехал из Кёнигсберга в Берлин. Багаж ваш вы получите в Берлине», заговорил он по-немецки. «Нужно только телеграфировать». «Найн, найн, да свирт нихт ферлорен, верден». Поняла немца и Глафира Семеновна, услыхав слова «Вирт, так пусть он телеграфирует, а мы с ним за это бутылку Мадеры выпьем». «Хэр, телеграфирензи, бит, телеграфирензе, вот голд и телеграфирензе, а я скажу Данке и мы будем тринкен, Мадера тринкен». «О, я», — проговорил немец, взял деньги и, поднявшись с места, пошел на телеграф. Через пять минут он вернулся и принес квитанцию. «Хэр, эт, зайн, зи нихт, банге», — сказал он и потрепал Николая Ивановича по плечу. «Вот за это данке так данке, человек, менш, эйне фляше Мадера», — крикнул тот и, обратясь к немцу, спросил «Тринкен, Мадера?» «О, я, Кёльнер, Бринкензи». «Кёльнер, Кёльнер, а я и забыл, как по-немецки прислуживающий называется. Кёльнер, Кёльнер, Мадера». Появилась Мадера и была выпита. Лица у начальника станции и у Николая Ивановича раскраснелись. Оба были уже на втором взводе оба говорили, один по-немецки, другой по-русски, и оба не понимали друг друга. Перед прибытием поезда, отправляющегося в Кёнигсберг, они вышли на платформу и дружественно похлопали друг друга по плечу. Николай Иванович лез обниматься и целоваться, но начальник станции пятился. Когда поезд подъехал к платформе, начальник станции распрощался с Николаем Ивановичем и на этот раз поцеловался с ним, посадил его в вагон и крикнул «Глюклихи райзе!» Поезд помчался. Обед по телеграмме Поезд мчался к Кёнигсбергу, куда начальник станции, неизвестно для чего, отправил обратно супругов, так как и на той станции, где они пили с ним пиво и Мадеру, можно было бы дождаться прямого берлинского поезда, который не миновал бы станции. Очевидно, тут было какое-то недоразумение, и начальник станции и супруги не поняли друг друга. Да и на станции-то не следовало им слезать с того поезда, в который они сели по ошибке, а следовало только пересесть из гамбургского вагона в берлинский и выйти гораздо дальше на станции у разветвления дороги. Но супруги были, выражаясь словами Николая Ивановича, без языка, сами никого не понимали и их никто не понимал, оттого все это и случилось. Николай Иванович сидел с женой в купе и твердил Кёнигсберг, Кёнигсберг, наделал он нам переполоху, в гроб лягу, а не забуду этого города, чтоб ему ни дна, ни покрышки, и, наверное, жидовский город. А почему так думаешь? спросила жена. Да вот, собственно, из-за Берга, все жиды Берги, Розенберги, Тугенберги, Ейзенберги, Таненберги. Удивительно, что я прежде про этот заграничный город ничего не слыхал. Новый какой-нибудь, что ли? Нет, мы про него в пансионе даже в географии учили. А чего ж ты мне про него раньше ничего не сказала? Я бы остерегся. Да что же я тебе скажу? А вот то, что в нем обычай, что по телеграфу обед заказывать надо. Наверное, уж про это в географии сказано, иначе на что ж тогда эта география? Ведь географию-то для путешествия учат. Ничего в нашей географии ни про обед, ни про телеграммы сказано не было. Я очень чудесно помню. Николай Иванович вскорчил гримасу и проворчал. Хорош, значит, пансион был. Из немецкого языка только комнатным словам обучали, а из географии ничего про обеды не учили. Самого-то главного и не учили. Да чего ты ворчишь-то? Ведь уж напился и наелся с немцем на станции. Конечно же, привел бог пожевать и легкую муху с немцем урезать, но все-таки... А хороший этот начальник станции глаж попался. Ведь вот ты немец, а какой хороший человек. Все-таки посидели, поговорили по душе, выпили. Благодушно бормотал Николай Иванович, наконец, умолк и начал засыпать. Мадера дала себя знать. Коля, Коля, ты не спи, толкнула его жена. А то ведь это не мудрено и проспать, этот проклятый Кёнигсберг. Тут как только крикнут, что Кёнигсберг, сейчас и выскакивать из вагона надо, а то живо куда-нибудь дальше провезут. Да не сплю я, не сплю. Ну, только разик носом клюнул. Намадарился малость, вот и дремлется. Кёнигсберг, крикнул наконец кондуктор, заглянув в купе и отобрал билеты до Кёнигсберга. Через минуту поезд остановился. Опять освещенный вокзал, опять столовая соснующими от стола к столу кёльнерами, разносящими кружки пива. Первым делом пришлось справляться, когда идет поезд в Берлин. Для верности супруги обращались к каждому железнодорожному сторожу, к каждому кёльнеру, показывали свои билеты и спрашивали «Берлин! Ви фель ур Берлин!» Оказалось, что поезд в Берлин идет через два часа. Все говорили в один голос. Несловоохотливым или спешащим куда-нибудь Николай Иванович совал в руку по гривеннику, как он выражался, то есть по десяти фенингов, и уста их отверзались. Некоторые, однако, не советовали ехать этим поездом, так как этот поезд идет не прямо в Берлин и придется пересаживаться и указывали на следующий поезд, который пойдет через пять часов, но супруги, разумеется, ничего этого не поняли. «Das ist Bummelzug und bis Berlin müssen sie zwei mal umsteigen», твердил Николай Иванович какой-то железнодорожный сторож, получивший на кружку пива. «Bummelzug, haben sie viel steigen?» «Danke, danke. Zwei uhr ждать, но подождем цвай ур, и это наплевать. Тем временем пивца можно выпить». И от полноты чувств Николай Иванович потряс сторожа за руку. «Как я, глаж, по-немецки-то говорить научился?» отнесся он к жене. «Ну, теперь можно и пивка попить. Надеюсь, что уж хоть пиво-то можно без телеграммы пить. Пиво не еда». Супруги уселись к столу. «Кölner, цвай бир!» крикнул Николай Иванович. Подали пиво. «Без телеграммы», крикнул он жене. «Попробовать разве и по бутерброду съесть? Может быть, тоже без телеграммы?» «Да по телеграмме только обедает альбот, а что по карте, то без телеграммы», отвечала жена. «Ведь русский-то, в прошлый раз сидевший за столом, явственно тебе объяснил». «Ну, в таком разе я закажу себе селянку на сковородке. Есть смерть, как хочется. Как по-немецки селянка на сковородке?» «Да почем же, я-то знаю». «А, постой, я сам спрошу». «Кölner, «Хабинзи селянка на сковородке», обратился Николай Иванович к Кölnerу. Тот выпучил на него глаза. «Селянка», повторил Николай Иванович, «сборная селянка, капуста, ветчина, почки, дичина там всякая». «Нихтферштейн». «Ничего не понимает Глаша». «Ну, а как отварной поросенок под хреном?» «Спроси хотя поросенка». Жена задумалась. «Неужто этого не знаешь?» «Постой, постой, знаю, свинья, швайн, а вот поросенок-то...» «Ребеночка от швайн Хаббинзи», спрашивал Николай Иванович Кölнера. «Швайн братен? О, я», отвечал Кölнер. «Да не брата нам надо, а дитю от швайн». «Дитя по-немецки кинт», вмешалась жена. «Постой, я спрошу». «Швайн кинт Хаббинзи», задала она вопрос Кölнеру. «Постой, постой, только швайн кинт отварной, холодный». «Кольт», прибавила жена. «Да, со сметаной и с хреном. Хаббинзи». «Найн, майн хайр», отвечал Кölнер, еле удерживая смех. «Ну вот, видишь, стало быть, и по карте ничего нельзя потребовать без телеграммы, говорят, «найн», подмигнул жене Николай Иванович. «Ну, порядки». «А как же мы котлеты-то давечи, когда были здесь в первый раз, в платок с тарелки свалили?» «Ну, уж это как-нибудь в попыхах, и Кölнер не расчухал, в чем дело. А может быть, думал, что и была от нас телеграмма. Да просто мы тогда нахрапом взяли котлет. Котлеты взяли, деньги на стол бросили и убежали. А теперь, очевидно, нельзя». «Нельзя, Кölнер?» «Ну, видишь, говорит, что нельзя». «Найн, майн хэр». «А ты дай ему на чай, так может быть, будет и можно», советовала жена. «Сунь ему в руку, за двух гривен и все сделает». «А в самом деле попробовать». «Кölнер, немензи, вот, нате, брингензи, швайнкинг». «Бери, бери». «Ну, чего ты, никто не увидит, будто по телеграмме», собрал Николай Иванович Кölнеру две десятипфенинговые монеты. Кölнер не взял. «Найн, найн, майн хэр, их habe schon gesagt, dass wir haben nicht». «Не берет». «Значит, у них строго и нельзя». «Ну, ты спроси хоть бутербродов с сыром, может быть, бутерброды можно», сказала жена. «И мне что-то есть хочется». «А бутерброды можно без телеграммы?» снова обратился Николай Иванович к Кölнеру. «Бутерброд, mitkether и mitflash», прибавила жена. «О, я, мадам». «Ну, слава богу», воскликнул Николай Иванович и принялся есть. «То есть, скажи, у нас на рынке кому угодно, что есть в немечении такой город, где проезжающим на станции обедать и ужинать только по телеграммам дают, решительно никто не поверит». рассуждал он, разводя от удивления руками. Вторая попытка Поезд, которого ожидали Николай Иванович и Глафира Семеновна, чтобы ехать в Берлин, должен был прийти в Кёнигсберг в час ночи. Лишь только часовая стрелка на часах в буфете показала половину первого, как супруги уже встрепенулись и стали собираться выходить на платформу. «Скорей, Глаша, скорей, а то как бы не опоздать. Черт-то их знает, какие у них тут порядки. Может быть, и раньше поезд придет. А уже на платформе будем стоять, так не опоздаем», торопил Николай Иванович жену. «Как подойдет поезд, так и вскочим. Ну, живо». «Пойдем, пойдем», отвечала жена, выходя из-за стола. «Да, вот еще что. Захватит из собой несколько бутербродов в запас в вагон, благо их здесь без телеграммы дают, а то, может быть, на других станциях и бутербродов без телеграмм не дадут, так что завтра утром не позавтракать, не пообедать будет нечем». «И то дело, и то дело». Захвачен был целый пакет бутербродов, и супруги вышли на платформу. На платформе никого еще из публики не было. Бродила железнодорожная прислуга и покуривала сигары и трубки. «Надо поспрашивать их, а то как бы не ошибиться», сказала Глафира Семеновна и, обратясь к сторожу, спросила. «Ин Берлин ви фил ур?» «Нох айне хальбе штунде», отвечал тот. «Что он говорит-то?» задал вопрос Николай Иванович. «Да Бог его знает, что, что-то непонятное». «Так ты переспроси». «Ин Берлин эйн ур?» «Я, я, мадам, ум айнс». «В час, верно». Таким же манером был спрошен второй сторож, третий, четвертый и пятый. Ответы были одинаковые. Каждому сторожу Николай Иванович совал в руку по десяти фининговой монете, говоря «Немензи» и «Тринкензи». Сторожа благодарили словом Данке и удивленно смотрели на щедрых русских. «Теперь уже верно. Все в один голос говорят, что в час», — проговорил Николай Иванович, тяжело вздохнув. Ровно в час к платформе подошел поезд и выпустил пассажиров. Супруги ринулись к вагонам и вскочили в первое попавшееся купе. Там уже сидели два немца, один тощий, другой толстый. «Хэр, битте», — обратился к ним Николай Иванович, «вас из нас Берлин?» «О, я, май кан аухнах Берлин фан», — дал ответ толстяк. «Берлин, славте Господи!» Заглянул в вагон кондуктор и спросил билеты. Посмотрев на билеты супругов, он сказал «Ин дер шау мюсцензи умстайен». «Глаш, че он сказал?» «Да пес его знает что», — отвечала жена и задала вопрос кондуктору. «Берлин?» «Я, я, а берин дер шау верден зи умстайген», повторил кондуктор. «Этот поезд от дер шау пойдет на Дансинг, а в дер шау вы сядете в другой поезд, который пойдет в Берлин». Прибавил он также по-немецки, но супруги из всего этого поняли только слово «Берлин». «Не ошиблись, Берлин», — кивнул жене Николай Иванович. Свисток, отклики на паровозе и поезд помчался. «Любопытно было бы знать, в котором часу мы прибудем завтра в Берлин», — говорила Глафира Семеновна мужу. «А ты поднатужься, да и спроси вот у этого толстенького немца. У него лицо основательное». Глафира Семеновна сообразила, беззвучно пошевелила несколько раз губами и спросила. «Берлин? Ви фель у?» «Ганс ренал, мадам. Кан их них цаген. Айм морген верлен си ин Берлин сайн». «А что он говорит, Глаш?» Глафира Семеновна, понявшая только слово «морген» и переведшая его по-русски словом «завтра», отвечала. «Говорит, что завтра, а про час ничего не сказал. Ну, что завтра-то мы и сами знаем». «Так ты переспроси». Или «постой, я переспрошу». «Берлин, вифель ур?» Немец развел руками. «Ум вифель ур? Дас weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass ein Morgen früh...» «Пфу, пропасть. Опять завтра». На следующей станции тот же вопрос был предложен кондуктору. Кондуктор отвечал по-немецки. «Я езжу до Данцига. Это другая ветка. Про Берлин не могу сказать». И опять прибавил слово «морген», то есть «утром». Но супруги опять-таки перевели это слово словом «завтра». «Снова завтра. А когда завтра? Днем, вечером или ночью?» Вот народ-то. Кондуктор едет при поезде и не знает, в котором часу на место приедет. «Глаш, ну ты спроси его, хотя бы, по крайней мере, ночью или днем». «Да как же я спрошу, если я не умею?» «Да неужто и не знаешь, как по-немецки «ночь и день». Ведь эти слова комнатные. «Ночь» — «нахт», «день» — «так». «Ну вот и сади». «Или...» «Ладно, я сам». «Кондуктор, Берлин, «нахт» или так?» «Ан Могенфрюх, май хэр». «Фу ты, чтоб тебе провалиться, немецкая анафема». Николай Иванович обозлился и продолжал ругаться. «Коля», остановила его жена. «Ну, что такое, Коля? Дай отругаться-то, дай душу отвести». И опять помчался поезд, останавливаясь на минуту и на две на станциях. В вагон заглядывали кондукторы, простригали, отрывали колочки и билеты из книжки прямого сообщения и всякий раз предупреждали, что в Дершау придется пересесть в другой поезд, твердя «Ин Дершау мюссензи умстайген». Супруги затвердили уже слова Дершау и умстайген, но все-таки не могли понять, что они обозначают. «Черт его знает, что он такое, говорит, Дерша да умстайген», разводил всякий раз руками Николай Иванович и с досады плевал. «Не горячись, не горячись, ведь уже все в один голос говорят, что едем мы в берлинском вагоне и в Берлин, стало быть, горячиться тут нечего. Пускай их, что хотят, то и говорят, только бы благополучно доехать», останавливала его Глафира Семеновна, стараясь успокоить. Супруг наконец успокоился и начал дремать. Странный Берлин. Через несколько минут поезд остановился. Застучали железные молотки от чугунной колеса вагонов, засуетились кондукторы, распахивая дверцы купе. Слышались возгласы «Держау, держау, драй минутен». Глафира Семеновна спокойно сидела около открытой двери купе и смотрела на платформу, по которой сновали носильщики с багажом, катились тележки с ящиками и тюками, суетилась публика, размахивая руками с зонтиками, баульчиками, связкой пледа. Николай Иванович спал, похрапывая самым аппетитным образом. Вдруг к их купе подбежал кондуктор, несколько минут назад ревизовавший их билеты, и поспешно воскликнул, обращаясь к Глафире Семеновне. «Мадам, вас сеткин си дэн? Си рейсин на Берлин, олзахи мюссен си умштайген. Дас из шон диршау». Глафира Семеновна ничего не поняла и, не шевеляясь, смотрела во все глаза. Диршау мюссен умштайн, повторил кондуктор и сделал жест, приглашающий ее выйти из вагона. «Шнелле, шнелле, умсонст верден си на дансинг фарен». «Коля, Коля, да проснись же, смотри, что он говорит», засуетилась Глафира Семеновна, расталкивая мужа. Тот проснулся и потягивался. Кондуктор кричал «Шнелле, шнелле», и показывал, что надо выходить из вагона. «Коля, да прочухайся же, он машет и показывает, чтобы мы выходили из вагона», продолжала Глафира Семеновна. «Поломалось что-нибудь, что ли?» «Эй, да почему же я-то знаю», зевал Николай Иванович во всю ширину рта. «Спроси, ведь ты все-таки лучше меня знаешь немецкий язык». «Вир ин Берлин», сказала кондуктору Глафира Семеновна. «Я-я, нах Берлин, ось муссен си умштайн и ватор вагон». «Гот им хеммель». «Вас дон си дэн?» «Эс блафт нур айна халба минута». «Век хон вагон». И опять жест, приглашающий выйти из вагона. Николая Ивановича кондуктор даже схватил за руку и потянул к двери. «Черт его знает, куда он меня тащит», упирался тот. «Приехали, что ли?» «Эр, кондуктор, Берлин?» «Я-я, Берлин, шнеле, шнеле». «Глафир, вообрази, в Берлин приехали, вот так штука», — восклицал Николай Иванович, вытянутый уже кондуктором на платформу. «Да что ты?» «Шнеле, шнеле, мадам, ум гот свырин, шнеле». «Выходи скорей». «Вот неожиданность-то. Думали, что завтра приедем в Берлин, а приехали ночью». Выскочила из вагона и Глафира Семеновна, но все еще не верила и спрашивала кондуктора. «Берлин?» «Да, да, отсюда вы должны ехать, поезд вам укажут», отвечал тот по-немецки. Николай Иванович вставал ему в руку два немецких гривеника и говорил «Данке, очень данке, спасибо, что предупредили». Кондуктор захлопнул дверцы купе. Раздался свисток и поезд помчался. «Вот неожиданность-то. Приехали, в Берлин приехали», бормотал Николай Иванович на платформе. «А как же нам немцы-то все твердили, что морген, морген, то есть завтра?» «Так ведь уж завтра оно и есть. Ведь говорили-то нам вчера. Ежели по часам судить, то теперь уж завтра, потому утро», отвечала супруга. «Ну, пойдем, надо в гостиницу ехать, ведь мы решили сутки пробыть в Берлине и посмотреть город». Они двинулись к станционным дверям. В окна виднелся буфет и снующие кельнеры. «Вокзаль ж как-то неважный», говорил Николай Иванович, переступая порог станционного дома. «Я думал, что в Берлине то уж пошикарнее вокзал. Будешь что-нибудь есть и пить на станции?» «Какое теперь питье и еда? Только бы скорее до постели. Пойдем скорее в гостиницу. Вон гостиничный швейцар стоит, и у него на шапке «Хотель де Берлин» написано. Поедем с ним. Наверное, у них карета. Он нам и наш багаж выправит. Дай ему квитанцию». «Надо ведь еще про саквояж и подушки справиться, которые мы в том прежнем вагоне-то оставили. Ведь уж телеграмму нашу они, наверное, получили». «Завтра справимся, завтра. Какая теперь справка? Поедем скорее в гостиницу. Даже и насчет багажа завтра встанем и пошлем с квитанции. Швейцар и насчет подушек и саквояжей справиться. Мария Ивановна говорила, что в Берлине в гостиницах есть такие лакеи, которые говорят по-русски. Вот такому и объясним все основательно». Николай Иванович подошел к гостиничному швейцару с надписью на шапке и крикнул «Хотель де Берлин номер есть номера?» Тот удивленно посмотрел на него и спросил «Вас фю айн номер фраген зи мэн хэр?» «Комнату нам нужна циммер», пояснила Глафира Семеновна. Швейцар встрепенулся «Айн логомент вюншен зи айн циммер?» «О я, мадам, битте хабен зе кофе багаж?» «Багаж морген морген шнелин хотель вир волен шляфен «Багаж кан ман швейцар пригласил их следовать за собой карет то у вас здесь что ли?» спрашивал его Николай Иванович но швейцар не понял и смотрел на него вопросительно «Глаша как карет по-немецки?» «Спроси» обратился Николай Иванович к жене «Ваген это как вагон «Хабен ваген?» задала она вопрос швейцару «О не мадам хи эст унвайт ну цвансинг швите» «Глаш а что он говорит-то?» «Говорит что нет кареты а про что остальное бормочет кто же его разберет» швейцар вывел супругов со станции и повел по плохо освещенной улице это удивило Николая Ивановича «Да в Берлин ли уж мы приехали-то не перепутались ли опять как?» «Черт его знает может быть кондукторы в насмешку нам наврал» говорил он «Мне рассказывали что Берлин залит газом и кроме того электрическое освещение а здесь смотри какая темень» «Берлин?» спросила глафера Семеновна швейцара «О я мадам отель де Берлин» отвечал швейцар думая что его спрашивают из какой он гостиницы и этот отвечает что Берлин странно а улица совсем темная только кое-где фонарик блестит да и народу на улице не видать ни народу ни извозчиков дивился Николай Иванович гостиница была действительно недалеко швейцар остановился около запертого и одним фонарем освещенного подъезда и позвонил дверь распахнули вышел непрезентабельный человек с заспанным лицом и в сером пиджаке и повел Николая Ивановича и глаферу Семеновну во второй этаж показывать комнату «Давай марк!» сказал он «Три марки это стало быть три немецкие полтины соображал Николай Иванович оглядывая довольно чистенькую комнату о двух кроватях и ответил непрезентабельному человеку «Ну гуд!» Через полчаса Николай Иванович и глафира Семеновна покоились уже крепчайшим сном в номере гостиницы «Берлин» находящейся на главной улице маленького немецкого городка Девшау засыпая Николай Иванович говорил жене «То есть так рад что и сказать не умею что я попал наконец в Берлин» «И я тоже» отвечала жена «Где же мы?» Глафира Семеновна утром проснулась первой открыла глаза потянулась под жиденьким пуховиком заменяющим в Германии теплое одеяло и проговорила «Николай Иванович ты не спишь?» в ответ на это послышался легкий всхрап и скрипнула кровать Николай Иванович перевернулся на другой бок «Коля вставай пора вставать смотри как мы проспали одиннадцати час когда же мы будем осматривать город ведь надо умыться одеться чаю напиться послать за нашим багажом и отыскать наши саквояжи и подушки ведь здесь в Берлине мы решили пробыть только один день» Николай Иванович что-то промычал но не пошевелился жена продолжала его будить «Вставай проспишь полдня так много ли тогда нам останется сегодня на осмотр города?» «Ой сегодня не осмотрим так завтра осмотрим куда торопиться над нами не каплят» пробормотал муж «Нет нет уж ты там как хочешь а я в немецкой земле больше одного дня не останусь поедем скорее в Париж что это за земля помилуйте не позавтракать не пообедать нельзя настоящим манером без телеграммы питайся одними бутербродами в сухомятку я не привыкла» Глафира Семеновна быстро встала с постели и принялась одеваться Николай Иванович протянул руку к ночному столику вынул из портсигара папиросу закурил ее и продолжал лежать потягиваясь и покрякивая «Да и сегодня прошу тебя сделать как-нибудь так чтобы нам здесь можно было пообедать настоящим манером с говяжьим супом и горячими бифштексами или котлетами» просила Глафира Семеновна мужа «Но здесь такое обычай чтобы обедать проезжающим по телеграмме ну так и пошли им в гостиницу откуда-нибудь телеграмму закажи обед ну их пусть подавятся» «Так в гостиницу я думаю можно обедать и без телеграмм телеграмм только для станций на железных дорогах» отвечал муж «Все-таки пошли телеграмму расход невелик а по крайней мере тогда пообедаем наверняка телеграмму я тебе сама напишу я знаю как «Отель Берлин Дина ин фур ор и потом нашу фамилию даже и не Дина поправилась Глафира Семеновна Дина это по-французски а по-немецки ми так ми так ин фир ур вот и все лучше же прежде спросить Кельнера я уверен что для Берлина телеграмм не надо стоял на своем Николай Иванович ну это если спрашивать так наверное перепутаешься скажут да а потом окажется что нет и сиди голодным беда за границей без языка вот ежели бы мы говорили по-немецки настоящим манером ну вдвоем как-нибудь поднатужимся нам и так придется много натуживаться багаж надо добывать с акваяжа и подушки разыскать да что ж ты валяешься-то ну вставай смотри уж одиннадцать часов Глафира Семеновна возвысила голос и сдернула с мужа пуховик муж принялся одеваться через несколько минут супруги умылись были одеты и звонили Кельниру тот явился поклонился и встал в почтительной позе самовар обратился к нему Николай Иванович а Т не надо Т у нас есть Цукер тоже есть Кельнир глядел на него во все глаза и наконец спросил Т а просто самовар и без Цукер и без Т Глаш как самовар по-немецки постой пусть уж просто чай принесет может быть самовар принесет да зачем же ежели у нас есть свой чай ничего где тут с ним объясняться видишь он ничего не понимает из нашего разговора бренгензи ти на двоих те фюр цвай веншин зи аух брод энд бутер мадам спросил Кельнир Глафира Семеновна поняла и отвечала я я брод и бутер да бренгензи цитрон бренгензи кезе и брод побольше фил брод я Николай Иванович ужасно есть хочу Кельнир поклонился и стал уходить постойте вартензи остановила его Глафира Семеновна флейш можно бренген я говядина Николай Иванович заказываю может быть и принесут флейш бренгензи кальт флейш кальт флейш мадам кальт кальт только побольше филь явился чай но без самовара кипяток или лучше сказать теплую воду подали в большом молочном кувшине а самовар фирштейнзи самовар спрашивала Глафира Семеновна самовар мит угли с углями с огнем мит фейр старалась она пояснить и даже издала губами звуки пуф 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 все фюншен ти машин кельнер улыбнулся да-да я-я ти машин подтвердила Глафира Семеновна вот поди ж ты какое слово забыла а ведь прежде знала ти машин ти машин ха-бен 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 мадам дас вирт зелтен гефраг бай унс неин неин отрицательно потряс головой кельнер неизвольте видеть нет у них самовара ну берлин в хорошей гостинице даже самовара нет тогда как у нас на каждом постоялом дворе ну а кипяток откуда же мы возьмем хайс вассер хейр указал кельнер на кувшин здесь да это какой же кипяток это просто чуть тепленькая водица даже и пар от него не идет нам нужен кипяток фиртштензи кипяток хайс вассер и наконец тут мало тут и на две чашки для двоих не хватит а мы хотим филь много мы будем пить по пяти и по шести чашек фиртштензи фюнф зекс тесса ты брось глаша ну их к лешему как-нибудь и так напьемся видишь здесь в неметчине все наоборот и все шиворот на выборот на перинах не спят а перинами покрываются кипяток подают не в чайниках арбузах а в молочниках перебил жену Николай Иванович и обедают по телеграммам прибавила та гензи кивнула на кельнеру давая знать чтоб он удалился но вдруг вспомнила и остановила его или нет постойте нам нужно получить наш багаж со станции багаж бекомен вот квитанции хир квитанец подала она кельнеру бумажку манкан о я мадам отвечал кельнер принимая квитанцию ну так брингензи да вот еще квитанц от телеграмма вирхабен начала глафира семеновна но сейчас же остановилась и обратясь к мужу сказала вот тут-то я и не знаю как мне с ним объясниться насчет наших саквояжей и подушек что мы оставили в поезде ты уж помогай как-нибудь хир телеграмма вирхабен в вагоне наши саквояжи и подушки ферлорен ну то есть не ферлорен а гляс в кёнигсберге а саквояжи и подушки варен ин берлин кельнер стоял слушал и таращил глаза саквояжи и подушки ферлорен старался объяснить николай иванович снял с постели подушку и показал кельнеру кельнер спросил кельнер вот-вот кельнер в вагоне геляс вирхабен геляс и телеграфир кельнер взял квитанцию от багажа и на отправленную телеграмму и удалился бьюсь об заклад что ничего не понял воскликнул ему вслед николай иванович как не понять наверное понял отвечала глафира семеновна я ему все обстоятельно сказала я теперь уже многие немецкие слова вспомнила и говорю лучше чем вчера да и вообще научилась в дороге это ты только ничему не можешь выучиться она принялась пить чай и истреблять бутерброды с сыром и телятиной послышался стук в дверь и кельнер вернулся в руке он держал квитанции и улыбался мы сейчас разглядели в конторе квитанции по этим квитанциям вы можете получить ваш багаж и вещи только в берлине а не здесь сказал он по-немецки кладя квитанции на стол супруги в недоумении глядели на него и не понимали что он говорит коля ты не понял что он говорит спросила мужа глафира семеновна я решительно ничего не понимаю а мне ты откуда понимать ежели я немецким словам в лавке от чухон учился дурак выбронилась жена и обратясь к кельнеру сказала брингензи брингензи багаж мы заплатим дас канман нит мадам дас верден зи ин берлин криген ну да ин берлин ведь мы в берлине вир ин берлин вир ситцин ин берлин хир берлин хир остр диршав мадам штат диршав глафира семеновна начала соображать и вспыхнула как как диршав какой штат диршав воскликнула она берлин не мадам кельнер снял со стены карту гостиницы поднес к глафире семеновне и указал на заголовок где было напечатано по-немецки хотель кто-то что это такое то ведь уж это совсем из рук вон ведь это ни на что не похоже сердилась глафира семеновна всплескивая руками и бегая по комнате вот уж сколько времени едем в берлин колесим колесим и все в него попасть не можем второй раз не в то место попадаем диршав какой это такой Дершау? Где он? — остановилась она в вопросительной позе перед Николаем Ивановичем. Тот по-прежнему сидел, досадливо кряхтел и чесал затылок. — Николай Иванович, я тебя спрашиваю, что ты идолом стоишь? Где это такой Дершау? В какой он такой местности? Может быть, мы опять не по той железной дороге поехали? — Да почем я-то знаю, матушка, — отвечал муж. — Однако ты все-таки в коммерческом училище учился. — Всего только полтора года пробыл, да и то там всей моей науке только и было, что я на клиросе дисконтом пел, да в классе в стальные перья играл. А ты вот четыре года в пансионе у мадамы по стульям елозила, да и то ничего не знаешь. — Наша наука была дамская. Мы танцевать учились, да кошельки бисерные вязать и поздравления в Рождество в день ангела папеньке и маменьке писать. Так откуда же мне о каком-то Дершау знать? Справься же, наконец, как нам отсюда в Берлин попасть? Наверное, мы в какое-нибудь немецкое захолустье заехали, потому что здесь в гостинице даже самовара нет. — Как я справлюсь? Как? Начнешь справляться и опять перепутаешься. Ведь я ехал за границу, так на тебя понадеялся. Ты стрекотала, как сорока, что и по-французски, и по-немецки в пансионе училась. — Ну, и в самом деле училась. Да что ж поделаешь, ежели все слова перезабыла. Рассчитываемся же скорее здесь, в гостинице, и пойдем на железную дорогу, чтобы в Берлин ехать. С какой стати нам здесь-то сидеть? — Я в Берлин не поеду, ни за что не поеду, чтоб ей сдохнуть этой немецчине. Провались она совсем, прямо в Париж. Так и будем спрашивать, где тут дорога в Париж? — А багаж-то наш, а чемоданы-то наши, а саквояжи с подушками. Ведь они в Берлин поехали, так надо же за ними заехать, ведь у нас все вещи там, мне даже сморкнуться не во что. — Ах, черт возьми, вот закуска-то, схватился Николай Иванович за голову. Но переплет. Господи, боже мой, да скоро ли же кончатся все эти немецкие мучения? Я уверен, что во французской земле лучше, и что люди там по-человечески живут. — Ах, все-таки надо ехать в Берлин, сказал он и прибавил. Ну вот что, до Берлина мы только доедем, возьмем там на станции наш багаж, и сейчас же в Париж. Согласна? — Да как же не согласна-то? Мы только едем по немецчине, и нигде в ней настоящим манером не останавливаемся. А уж и то она мне успела надоесть хуже горькой редьки. Скорей в Париж, скорей. По-французски я все-таки лучше знаю. — Так может быть, ты только «permet moi sortir» говоришь? Так эти-то слова я знаю. — Ну что ты, что ты. У нас в пансионе даже губернантка была француженка. Она не из настоящих француженок, но все-таки всегда с ними по-французски говорила. Николай Иванович позвонил Кёльнеру. — Сколько гольд за все происшествие? Ви филь? — спросил он, указывая на комнату и на сервировку чая. — Мы едем в Берлин. Скорей счет. Кёльнер побежал за счетом и принес его. Николай Иванович подал золотой, ему дали сдачи. — Сколько взяли? — спрашивала Глафира Семеновна мужа. — Да кто же их знает? Разве у них разберешь? Сколько хотели, столько и взяли. Вон счет-то, бери его с собой. В вагоне на досуге разберешь, ежели сможешь. — Скорей, Глафира Семеновна, скорей. Надевай пальто и едем. Супруги оделись и вышли из комнаты. Кёльнер стоял и ждал подачки на чай. — Дай ему два-три гривеника. Видишь, он на чай ждет, — сказала Глафира Семеновна. — За что? За то, что вместо Берлина облыженно в какой-то паршивый дершау заманил? — Вот ему вместо чая. И Николай Иванович показал Кёльнеру кулак. — Майнхер, ваф махензи? — попятился Кёльнер. — Ничего, майнхер, не заманивай. Мы явственно спрашивали, Берлин это или не Берлин. — Да ведь не у него же, а у Швейцара. — Одна шайка. Проезжающих тут у них нет, вот они и давай надувать православный народ. Глафира Семеновна, однако, сжалилась над Кёльнером, обернулась и сунула ему в руку два гривеника. Спустились к входной двери. Им клонялся Швейцар, ожидая подачки. — Я тебе, мерзавец! — крикнул ему Николай Иванович. — Ты благодари Бога, что я тебе бока не обломал! — Да брось! Ну чего тут? Ведь нужно будет у него спросить, где тут железная дорога, по которой в Берлин надо ехать. Остановила мужа Глафира Семеновна, сунула Швейцару два гривеника и спросила. — Where is Eisenbahn in Berlin? — Это здесь, мадам, это недалеко. Дорога в Берлин та же самая, по которой вы к нам приехали, — отвечал Швейцар по-немецки, указывая на виднеющееся в конце улицы серенькое здание. — На ту же самую станцию указывает, — воскликнул Николай Иванович. — Врет, врет, Глаш, не слушай, а то опять захороводимся. — Да ведь мы на станции-то опять спросим, спросим и проверим. Язык до Киева доведет. — Нас-то он что-то не больно-то доводит. Ну, двигайся. Они шли по улице по направлению к вокзалу. — Ах, как бы по дороге какого-нибудь бродячего торговца-татарина встретить и у него носовой платок купить, а то мне даже утереться нечем. Утрешься и бумажкой. По дороге, однако, был магазин, где на окне лежали носовые платки. Супруги зашли в него и купили полдюжины платков. Пользуясь случаем, Глафира Семеновна и у приказчика в магазине спросила, где железная дорога, по которой можно ехать в Берлин. Приказчик, очень учтивый молодой человек, вывел супругов из магазина на улицу и указал на то же здание, на которое указывал и швейцар. — Ну вот видишь, стал быть, швейцар не соврал, — отнеслась к мужу Глафира Семеновна. На станции опять расспросы словами и пантомимами. Кое-как добились, что поезд идет через полтора часа. — Ой, врут, ой, надувают. Уж такое это немецкое сословие надувательное, — говорил Николай Иванович. — Ты, Глаша, спроси еще. И опять расспросы. Ответ был тот же самый. — Да поняла ли ты настоящим манером? — все сомневался Николай Иванович. — Да как же не понять-то. Три человека часы вынимали и прямо на цифру указывали, когда поезд в Берлин идет. Ведь цифру-то я знаю. — Да в Берлин ли? Не заехать бы опять в какой-нибудь новый Дершау. — В вагоне будем спрашивать. Промаячив на станции полтора часа и все еще спрашивая у каждого встречного о поезде в Берлин, супруги, наконец, очутились в вагоне. Их усадил какой-то сердобольный железнодорожный сторож, в виде их беспокойства и бесцельное беганье по вокзалу. — Да, ин Берлин ли? — снова спросил Николай Иванович, суя ему в руку два гривеника. — Ин Берлин? — Берлин, Берлин. Директ на Берлин, — ответил сторож. Поезд тронулся. — Доедем до Берлина, никуда больше не попадая, свечку в рубль поставлю, произнес Николай Иванович. — Ох, дай-то бог, — пробормотала Глафира Семеновна и украдкой перекрестилась. Наконец Берлин, настоящий. Путь от Дершау до Берлина Николай Иванович и Глафира Семеновна проехали без особенных приключений. Они ехали в вагоне прямого сообщения и пересаживаться им уже нигде не пришлось. Поезд летел стрелой, останавливаясь на станциях, как и до Дершау, не более одной-двух минут, но голодать им не пришлось. Станционные мальчики кельнера разносили по платформе подносы с бутербродами и стаканы пива и совали их в окна вагона в желающем. Глафира Семеновна, отличающаяся вообще очень хорошим аппетитом, набрасывалась на бутерброды и набивала ими рот во все время пути. Николай Иванович пил пиво где только можно, залпом проглатывая по большому стакану, а иногда и по два, и значительно повеселел и даже раз вступил в разговор с каким-то немцем о солдатах. Разговор начался с того, что Николай Иванович кивнул жене на партию прусских солдат, стоящих группою на какой-то станции, и сказал. — Глаш, смотри, какие немецкие-то солдаты, маленькие, худенькие, совсем вроде как лимошский скот. Наш казак таких солдат пяток штук одной рукой уберет. Сидевший против Николая Ивановича угрюмый немец, усердно посасывающий сигару, услыхав в русском разговоре слова «солдат» и «казак», тот чужать нечего делать, спросил его по-немецки. — У вас в России много солдат и казаков? Николай Иванович, тоже понявший из немецкой фразы только слова «русланд», «филь», «зордатен» и «казакен» воскликнул. — У нас-то в Русланд «филь», «филь», «так филь», что просто ужести. — И солдат филь, и казаков филь. — И наш казак нечто такой, как эти вот ваши солдаты. — У вас солдаты тоненькие, клейн, их плевком перешибить. — А наш казак во! — сказал он, поднялся с дивана и показал рукой до потолка. — Кулачища у него, во, в трипуд весом. Николай Иванович сложил руку в кулак и поднес его немцу чуть ли не под самый нос. Немец понял так, что этим кулаком Николай Иванович хочет показать, что в случае войны русские так сожмут в кулак немцев. Пожал плечами и, пробормотав. — Ну, это еще бог знает. Умолк и прекратил разговор. Николай же Иванович, воспламенившись разговором, не унимался и продолжал доказывать силу казака. — Ваш солдат нечто может столько шнапс тринкен, сколько наш казак будет тринкен. Вы, немцы, бер тринкен, можете, филь. А вот чтоб шнапс тринкен, вас на это нет. Что русскому здорово, то немцу смерть. — Наш казак вот такой гляс шнапс тринкен может, из которого дайч менч бир тринкен. И наш русиш менч будет ни в одном глазе. А ваш дайч менч под лавку свалится, у него под микиткой ослабнут. У нас щи да каши едят, а у вас суп брн да хлыст да колбасу. Наш солдат черным хлебом напрется, так двоих-троих дайч менч свалит. А ваш дэч солдат на белой булке сидит. Оттого наш русский солдат и силен. Эферштейн? Немец молчал и улыбался. Николай Иванович продолжал. — С вашей еды сил не нагуляешь. Вот мы в вашем Кёнигсберге вздумали поесть, эссен, а нам подали котлеты меньше куриного носа. А у нас, коммензи в трактире Тестова в Москве, так тебе котлету-то словно от слона выворотят. Ваши котлеты — клайн, а наши котлеты — гроз. В довершении всего Николай Иванович стал рассказывать немцу о казацкой ловкости на коне и даже стал показывать в вагоне некоторые приемы казацкой джигитовки. — А у вас, дэч солдат, ничего этого нет, — закончил он и отер платком, выступивший на лбу пот. — Да что ты ему рассказываешь-то, — заметила мужа Глафира Семеновна, — ведь он все равно по-русски не понимает. — Так ведь я же с немецкими словами, ну как же не понять-то? — Не бойся, понял, — подмигнул Николай Иванович. — Понял и умолк, потому чувствует, что я правду. Вечером приехали в Берлин. Поезд, проходя над улицами и минуя громадные дома с вывесками, въехал, наконец, блестяще освещённый электричеством вокзал и остановился. — Вот он, Берлин-то, — воскликнул Николай Иванович. — Тут уж и не спрашивая, можно догадаться, что это Берлин. Смотри, в вокзале-то какая-то толкотня, словно в Нижнем во время ярмарки под главным домом, — обратился он к жене. — Ну, выходи скорее из вагона, а то дальше куда-нибудь увезут. Они вышли из вагона. — Багажи! Где можно взять? В багажи! — сунул Николай Иванович какому-то сторожу квитанцию. — Войтер, май хэр! — отмахнулся тот и указал куда-то рукой. — В багажи! — сунулся Николай Иванович к другому сторожу и опять тот же ответ. Пришлось выйти к самому выходу из вокзала. Там около дверей стояли швейцары гостиниц с медными бляхами на фуражках и приглашали к себе путешественников, выкрикивая название своей гостиницы. Один из таких швейцаров, заслыша русский говор Николая Ивановича и Глафира Семеновны, прямо обратился к ним на ломаном русском языке. — В наш хотель говорят по-русски. В наш хотель первая ранг-комната от два марка до двадцать марка. — Глаша, слышишь? По-русски болтает! — радостно воскликнул Николай Иванович и чуть не бросился к швейцару на шею. — Голубчик, нам багаж надо получить. По-немецки мы не в зуб и уж претерпели в дороге от этого яка йов многострадальный. — Три немецких полтинника на чай, выручу только откуда-нибудь багаж. — Можно, можно, ваше превосходительство, давайте ваш квитунг и садитесь в наш карета, — отвечал швейцар. — Вот квитанция. Да, кроме того, надо саквояжи и подушки получить. Мы растерялись в дороге и забыли в вагоне все наши вещи. Николай Иванович передал швейцару происшествие с саквояжами. — Все сделаю. — Садитесь впереди в нашу карету, — приглашал швейцар. — Да нам не нужны кареты. Мы не останемся в Берлине. Мы побудем на вокзале и в Париж поедем. Нам не нужны ваши гостиницы, — отвечала Глафира Семеновна. — Тогда я не могу делать ваш комиссион. Я служу в хотеле. Швейцар сухо протянул квитанцию обратно. — Да уж делайте, делайте. Выручайте багаж и вещи. Мы поедем к вам в гостиницу, — воскликнул Николай Иванович. — Черт с ними, Глаша. Остановимся у них в гостинице и переночуем ночку. К тому же теперь поздно. Ну, куда ехать на ночь глядя? — Очень уж я рад, что попался человек, который по-русски сговорит. — уговаривал он жену и прибавил швейцару. — Веди, веди, брат, нас в свою карету. Через четверть часа супруги ехали по ярко освещенным улицам Берлина в гостиницу. — Не поезжай к ним в гостиницу, так ни подушек, ни саквояжей своих не выручили бы и опять как-нибудь перепутались бы. Без языка беда, — говорил Николай Иванович, сидя около своих вещей. Анафемская клетка — Ну уж ты как хочешь, Николай Иванович, а я здесь, в Берлине, больше одной ночи ни за что не останусь, чтобы завтра же в Париж ехать, с первым же поездом ехать, — говорила Глафира Семеновна. — Немецкая земля положительно нам не ко двору. Помилуйте, что это за земля такая, где куда не сунешься, наверное, не в то место попадешь? — Да уж, ладно, ладно, завтра поедем, — отвечал Николай Иванович. — Пиво здесь хорошее, только из-за пива и побывать стоит. — Пиво сегодня попьем в волю, а завтра поедем. — Я даже и теперь-то сомневаюсь, туда ли мы попали, куда следует. — То есть как это? — Да в Берлин ли. — Ну вот, а как же иначе мы багаж-то наш получили бы? Как же забытые-то в вагоне саквояжи и подушки выручили бы? Ведь они до Берлина были отправлены. — Не знаю. Все может случиться. — Однако ты видишь, по каким мы богатым улицам едем. Все газом и электричеством залито. — А все-таки ты спроси у Швейцара-то еще раз. Берлин ли это? — Николай Иванович поднял стекло кареты и высунулся к сидящему на козлах рядом с кучером Швейцару. — Послушайте, любезный, как вас? Мы вот все сомневаемся. Берлин ли это? — Берлин, Берлин. Вот теперь мы едем по знаменитой улице Unter den Linden под липами, — отвечал Швейцар. — Так что ж тут знаменитого, что она под липами? — У нас, брат, в Петербурге этих самых лип на бульварах хоть отбавляй, но мы же знаменитыми их не считаем. Вот Бисмарка вашего мы считаем знаменитым, потому в какой журнал или газету не взгляни, везде он торчит. Где он тут у вас сидит-то? Показывай. В натуре на него все-таки посмотреть любопытно. — Фюрст Бисмарк теперь нет в Берлин, господин. — Ну, самого главного-то и нет. Ну, а где у вас тут самое лучшее пиво? — Пиво везде хорошо, лучше берлинские пива нет. Вот это знаменитый Бранденбург-Топ, указывал Швейцар. — По-нашему, триумфальный ворот. Так этот, брат, есть и у нас, этим нас не удивишь. Вы вот их за знаменитые считаете? А мы ни за что не считаем. Так даже и стоят-то они у нас в Петербурге на краю города, и мимо их только быков на бойню гоняют. Скоро приедем в гостиницу-то. — Сейчас, сейчас, ваше превосходительство. Карета остановилась около ярко освещенного подъезда гостиницы. Швейцар соскочил с козел, стал высаживать из кареты Николая Ивановича и Глафиру Семеновну и ввел их в фойе. Второй Швейцар, находившийся там, позвонил в объемистый колокол. Где-то откликнулся колокол с более нежным звоном. С лестницы сбежал Кёльнер во фраке. — Sie wünschen ein Zimmer, mein Herr? — Ja, ja. Только не грабить, а брать цену настоящую, — отвечал Николай Иванович. — Der Herr spricht nicht deutsch, — кивнул Швейцар Кёльнеру и, обратясь к Николаю Ивановичу, сказал. — За пять марок мы вам дадим отличная комната с две кровати. — Это то есть за пять полтинник, что ли? Ваша немецкая марка полтинник? — Немножко побольше. — Пожалуйте, мадам. — Прошу, господин. Супруги вошли в какую-то маленькую комнату. Швейцар захлопнул стеклянную дверь. Раздался электрический звонок, потом легкий свисток, и комната начала подниматься, уходя в темноту. — Ай, ай! — взвизгнула Глафира Семеновна. — Николай Иванович, голубчик, да что же это такое? — ухватилась она за мужа, трясясь как в лихорадке. — Это, мадам, подъемная машина, — отвечал голос Швейцара. — Не надо нам, ничего не надо. Отворите, пустите, я боюсь. В подьмах еще бог знает, что сделается. Выпустите. — Как можно, мадам? Теперь нельзя. Теперь можно убиться. — Николай Иванович, да что ж ты молчишь, как истукан? Николай Иванович и сам перепугался. Он тяжело отдувался и, наконец, проговорил. — Потерпи, Глаша, уповай на бога, куда-нибудь доедем. Через минуту подъемная машина остановилась, и Швейцар распахнул дверцу и сказал. — Прошу, мадам. — Тьфу ты, чтоб вам сдохнуть с вашей проклятой машиной, — плевался Николай Иванович, выходя на площадку лестницы и выводя жену. Сильно перепугалась. — Ужаски. Руки-ноги трясутся. Я думала, не весь куда нас тащат. Место чужое, незнакомое, вокруг все немцы. Думаю, вот-вот в темноте за горло схватит. — Мадам, здесь отель Первый ранг, — ставил замечание Швейцар, как бы обидевшись. — Плевать я хотела на ваш ранг. Вы прежде спросите, желают ли люди ваши чертовые людьки качаться. — Вам только бы деньги с проезжающих за ваши фокусы сорвать. Не плати им, Николай Иванович, за эту анафемскую клетку. Ничего не плати. — Мадам, мы за подъемные машины ничего не берем. — А не берете, так с вас нужно брать за беспокойство и испуг. А вдруг со мной сделались бы нервы, и я упала бы в обморок. — Пардон, мадам, мы не хотели. — Нам, брат, из вашего пардона не шубу шить, — огрызнулся Николай Иванович. — Успокойся, Глашенька, успокойся. — Все ли еще у меня цело? Здесь ли брошка-то бриллиантовая? — ощупывала Глафира Семеновна брошку. — Да что вы, мадам, кроме меня и ваш супруг никого в подъемный карет не было. Конфузился швейцар, повел супругов по коридору и отворил номер. — Вот, из ваших окон будет самый лучший вид на Паризовый плац. — Цены-то архаровские, — сказал Николай Иванович, заглядывая в комнату, которую швейцар осветил газовым рожком. — Войдем, Глаш. Глафира Семеновна медленно входить. — А вдруг, а вдруг эта комната потемнеет и куда-нибудь подниматься начнет? — испуганно произнесла она. — Я, Николай Иванович, решительно больше не могу этого переносить. Со мной сейчас же нервы сделаются, и тогда смотрите, вам же будет хуже. — Да нет же, нет, это обыкновенная комната. — Кто их знает? В этой немецкой земле все наоборот. — Без машины эта комната. Никуда она не опустится и не поднимется? — спрашивала она швейцара. — О, нет, мадам, это самый обыкновенный комнат. Глафира Семеновна робко переступила порог. — О, Господи, только бы переночевать, да вон скорее из этой земли! — бормотала она. — Ну, так и быть, останемся здесь, — сказал Николай Иванович, садясь в кресло. — Велите принести наши вещи. — А как вас звать-то? — обратился он к швейцару. — Франц. — Ну, херр Франц, так уж вы так при нас и будьте с вашим русским языком. Три полтины обещал дать на чай за выручку наших вещей на железной дороге. А ежели при нас сегодня вечером состоять будете, и завтра нас в какой следует настоящий вагон посадите, чтобы нам, не перепутавшись в Париж, ехать, то шесть полтин дам. — Согласен? — С удовольствием, ваше православительство. Теперь не прикажете что-либо из буфета? — Чайку прежде всего. Даже русский самовар можем дать. Швейцар позвонил, вызвал Кёльнера и сказал ему что-то по-немецки. — Глаш, слышишь, даже русский самовар подадут, — сказал Николай Иванович жене, которая сидела насупившись. — Да что ты, дурочка, ну не бойся, ведь уж эта комната неподвижная, никуда нас в ней не потянут. — Пожалуйста, за немцев не ручайся, а зорняки для проезжающих. — Уж ежели здесь заставляют по телеграммам обедать, то чего ж тебе? — Ах, да, поужинать-то все-таки сегодня горячим можно будет. — О, да, у нас лучшая кухня. — И никакой телеграммы посылать сюда не нужно? — спросила швейцара Глафира Семеновна. Швейцар посмотрел на нее удивленно и отвечал. — Зачем телеграмма? Никакой телеграмма. Люди без понятия. После того, как швейцар удалился, Кернер подал чай и тот русский самовар, которым похвастался швейцар. Глафира Семеновна, хотя и была еще вся в тревоге от испуга на подъемной машине, но при виде самовара тотчас же расхохоталась. — Смотри, смотри, и это они называют русским самоваром. Ни трубы не поддувало, — обратилась она к мужу. — Какое-то большое мельхиоровое яйцо с краном, а внизу спиртовая лампа, вот и все. — Да брось уж, не видишь разве, что здесь люди без понятия к русской жизни, — отвечал презрительно Николай Иванович. — Немцы, хоть ты колым на голове тиши, так ничего не поделаешь. Но я пока буду умываться, а ты разливай чай. Напьемся чайку и слегка булочками закусим, а уж на ночь поужинаем вплотную. — Гейнзи, Кельнер, ничего больше, нихц, — кивнула Глафира Семеновна Кельнеру. Напившись чаю, Николай Иванович опять позвонил швейцару. — Ну, хэр Франц, надо нам будет немножко Берлин посмотреть. Веди, — сказал Николай Иванович. — Нет, нет, ни за что, я никуда не пойду, — воскликнула Глафира Семеновна. — Еще опять в какую-нибудь машину вроде подъемной попадешь и перепугаешься. — Да ну что ты, глупая, хэр Франц теперь предупредит, ежели что. — Да, да, мадам, будьте покойны, больше ничего не случится, — отвечал швейцар. — Пойдем, Глаша, — упрашивал жену Николай Иванович. — Ну, хорошо, только уж спускаться я ни за что не буду на вашей подъемной машине. — А вы где-то, хэр Франц, русской-то образованности обучались? В какой такой академии наук? — задал Николай Иванович вопрос швейцару. — Я, месье, в Варшаве один большой отель управлял, там и научился. — А сам-то вы немец? — Я больше поляк, чем немец. — Еврей, что ли? — Что вы, ваше правосродительство, я поляк, но родился в Кёнигсберге. — В Кёнигсберге? Ну, проку не будет, — воскликнула Глафира Семеновна. — Я умирать буду, так и то этот город вспомню. В этом городе нам обедать не дали и потребовали какую-то телеграмму. В этом городе мы перепутались и попали вместо берлинского поезда в какой-то гамбургский поезд и приехали туда, куда совсем не следует. — Да ведь гамбургский поезд то же, что и берлинский поезд. От Кёнигсберга оба поезда идут на Диршау. — Диршау? Ох, про этот город не говорите. Этот город просто ужасный город, — воскликнул в свою очередь Николай Иванович. — Там живут просто какие-то разбойники. Они обманным образом заманили нас туда, сказав, что это Берлин, и продержали целую ночь в гостинице, чтобы содрать за постой. Швейцар пожал плечами. — Удивительно, как это случилось, что вы говорите про Кёнигсберг. От Кёнигсберга до Диршау один поезд и на Гамбург, и на Берлин. Вам нужно было только слезть в Диршау и пересесть в другой поезд. — Ну, а нам сказали, что надо поехать обратно в Кёнигсберг, и мы, не доезжая Диршау, вышли из вагона на какой-то станции и поехали обратно в Кёнигсберг, чтобы из Кёнигсберга сесть в Берлинский поезд. — Это шутка. Это кто-нибудь шутки с вами сделал? — Как шутки? Нам кондуктор сказал и даже высадил нас чуть не силой. Нам начальник станции сказал и даже штраф хотел взять. — Вас надули, господин, или вы не поняли чего-нибудь? Поезд из Кёнигсберга на Гамбург и на Берлин один, и только в Диршау он делится, — стоял на своем швейцар. — Да нет же, нет, — воскликнул Николай Иванович. — Ну, что ты споришь, Коля? — остановила его жена. — Конечно же, нас могли и надуть, и в насмешку. Конечно же, мы могли и не понять, что нам говорили по-немецки. Толкуют, а кто их разберет, что толкуют? Я по-немецки только комнатные слова знаю, а ты хмельные. Так разве мудрено понять все шиворот-выворот? Так и вышло. — Уверяю вас, господин, что вам не следовало ехать обратно в Кёнигсберг, чтобы садиться в берлинский поезд. Дорога до Диршау одна. Я это очень хорошо знаю, — уверял швейцар. Я служил на этой дороге. Николай Иванович досадливо чесал затылок и повторял. — Эх, без языка, без языка, беда без языка. — Ну, ладно, однако что же у вас в Берлине сегодня вечером посмотреть-то можно? — обратился он к швейцару. — В театре теперь уже поздно, не поспеем к началу, но можно побывать в нашем аквариум. — Ох, и у вас, так же, как и в Петербурге, есть аквариум. — Глаш, слышь, и у них в Берлине есть аквариум. — Наш берлинский аквариум — знаменитый аквариум, первый в Европу. — Браво! — А кто у вас там играет? Швейцар посмотрел на него удивленными глазами и отвечал. — Рыбы, рыбы, рыбы там и амфибиен. — Да неужели рыбы? — О, господин, там рыб много. Есть рыбы из мора, есть рыбы из океан. — И играют? — Да-да, играют. — Глаш, слышь, в аквариуме-то ихнем рыбы играют. Надо непременно пойти и послушать. — Да что ты! — удивилась Глафира Семеновна. — Да вот, рассказывает. Ведь этого в другой раз ни за что не услышишь. — А кто у них дирижирует? Как вы сказали? — допытывался Николай Иванович. — То есть как это? Я ничего не сказал, — удивился Швейцар. — Да нет, нет, ну вы сказали. Такая немецкая фамилия. — Я сказал, что там есть рыба и амфибиен, — повторил Швейцар. — Послушаем, брат Хэр Франц, этого амфибиена, послушаем. Веди нас. Глаш, одевайся. — Это недалеко? — Да, почти рядом. — Унтер-ден-Линден, — отвечал Швейцар. — Это что же это такое? Я по-немецки-то не понимаю. — Наш бульвар под липами. Я давеча вам показывал. — А, помню, помню. Ну, Глаш, поворачивайся, а то поздно будет. — Так вот что, Хэр Франц, закажи, брат, нам здесь в гостинице ужин к двенадцати часам, а то я боюсь как бы нам голодным не остаться. — Зачем здесь? — подмигнул Николаю Ивановичу Швейцар, ободренный его фамильярностью. — Мы найдем получше здешнего ресторана, веселый ресторан. — Ну, вали, жарь, вот это отлично. Люблю, кто мне потрафляет. — Глаша. — Я готова. Из-за Олькова вышла Глафира Семеновна в ватерпруфе и шляпке, и супруги стали выходить из номера. Сзади них шел Швейцар. Аквариум Глафира Семеновна и Николай Иванович в сопровождении Швейцара сошли по лестнице гостиницы, вышли на улицу, прилегающую к бульвару Унтерден-Лиден, и вскоре свернули на него. Был уже девятый час вечера. Некоторые магазины запирались, потушив газ в окнах, но уличное движение не утихало. Громыхали колесами экипажи, омнибусы, пронзительно щелкали бичи, вереницами тянулись ломовые извозчики с громадными фурами, нагруженными по клаже чуть ли не до третьего этажа домов и безомой парой, тройкой и даже четверкой лошадей в ряд и цугом. Легкие экипажи сторонились и давали дорогу этим чудовищам. — Вот это наша знаменитая улица под липами, — похвастался швейцар. — Наш Невский перспектив. — А ежели это у вас на манер нашего Невского проспекта, то зачем же у вас ломовых-то пускают загромождать дорогу? — спросил Николай Иванович. — Смотри-ка, какие фуры, чуть не вздом. — А куда же деваться? Ведь это улица. Они едут по свое дело. — Объезжай по задним улицам. Тут прогулка чистой публики, и вдруг лезет ломовой. Да еще какой ломовой! На сожженных колесах и в тройку лошадей. — Нет, у нас в Петербурге по главным улицам этим дубинам ездить не позволяют. Колеси по закоулкам. — Нехороши, брат Франц, у вас насчет этого порядки. — Нехороши, хоть и Берлин. — Но если ему нужно, ведь он по делу, — опять повторил швейцар. — Да мало ли что нужно, мало ли что по делу. Объезжай. Куда ему торопиться-то? Над ним не каплет, ведь не в театр к началу представления спешит. — Но ведь через это доставка товара должна быть дороже. — То есть и как это? — Да так. Ехать по прямой путь он сделает больше рейсов и может за провоз взять дешевле. Тут экономия, большая экономия. — Глаш, слышь, как рассуждают. Вот на обухе-то рожь молотят, — отнесся Николай Иванович к жене. — Душ известных немцы, как же им иначе-то рассуждать, — отвечала она. — И зачем у вас такие телеги громадные, чтобы их в три и в четыре лошади таскать, — дивился Николай Иванович. — У нас телеги в одну лошадь. — Большие телеги тоже экономии, — отвечал швейцар. — Каждый маленький телега в одну лошадь нужен один извозчик, — а большая телега в три лошадь тоже нужен один человек. Большая телега везет столько, сколько везет три телега. И вот два человек, два извозчик в экономии. Эти извозчики могут работать другое дело. — Ой-ой-ой-ой-ой, как рассуждают. — Глаш, слышь? — Да уж слышь, слышу. — Дай шляпки-то мне, дамские, посмотреть. Глафира Семеновна в это время остановилась около модного магазина. — Вот наш знаменитый аквариум, — указал, наконец, швейцарный подъезд, освещенный электричеством. — Пожалуйте наверх. — Как наверх? — Да разве у вас аквариум не сад? — удивился Николай Иванович. — У нас в саду. — Как возможно в саду? — Тут есть такие рыбы и амфибиен, что им нужно теплый тоннон, теплый климат. Вы пальто снимите и отдайте, будет жалко. — Снимем, снимем. — Ну, поднимайся, Глаш. — А я думал, Франц, что у вас в аквариуме этот, как его, ну вот, что к нам-то приезжал, Штраус, вот кто, — вспомнил Николай Иванович. — Я думал, что у вас в аквариуме Штраус, — продолжал он. — Штраус на зоологический сад. Там и Штраус, там и жигаф, там и гиппопотам, там и ваш русский асберг, ледяной медведь. Супруги взяли билеты и в сопровождении Швейцара вошли в аквариум. Направо и налево стеклянные резервуары с плавающей в воде рыбой. Николай Иванович взглянул мельком и сказал Швейцару. — Ну, мимо, чего тут простых-то рыб рассматривать? Этого добра у нас в Петербурге в каждом трактире в садке много плавает, а ты веди к ученым рыбам, которые вот музыку-то играют. Швейцар покосился на него и повел дальше. Показался террариум с черепахами. — Вот тут шильдка это, — указал он. — Черепахи, — заглянула Глафира Семеновна, сморщилась и проговорила. — Фу, какая гадость! Веди скорее нас к эстраде-то. Швейцар опять покосился. Он недоумевал, отчего это путешественники пришли в аквариум и ни на что смотреть не хотят. — Сейчас будут знаменитый орангутан и горилла, — сказал он. — Это, то есть, обезьяны? — спросила Глафира Семеновна. — Не надо, не надо нам обезьян. Ну, что на них смотреть? Эка невидаль. Вы ведите нас скорее к этому. Как вы его назвали-то? Да, амфибиен. Ведите туда, где этот амфибиен играет. А здесь и публик нету. — Мадам хочет амфибиен смотреть, — улыбнулся швейцар. — А вот многие дамы не любят на амфибиен смотреть. Вы храбрый дама. — Вот начинается амфибиен, — указал он на бассейн. — Тут крокодилен. Глафира Семеновна так и шарахнулась в сторону, увидав выставившуюся из воды голову крокодила. — Тьфу, 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 — заплевалась она. — И как вам не стыдно на такую гадость указывать? Мы вас просим, чтобы вы нас к амфибиену вашему вели, а вы как назло. — Да ведь это амфибиен есть, — начал было швейцар. — Дальше, дальше, Франц. Ну, что это в самом деле? Тебе русским языком говорят, что мы не желаем этой дрянью смотреть, — крикнул Николай Иванович. Швейцар недоумевал. — Мадам просит амфибиен. — Ну-ка и веди к нему, а ты каких-то ящериц да лягушек показываешь. Сделали еще поворот. — Вот, — указал швейцар. За стеклом из-под камня выставилась громадная змея, обвела сук дерева и, поднимая голову, открывала пасть. Увидав ее, Глафира Семеновна пронзительно взвизгнула и бросилась к мужу. — Ой, Коля, голубчик, уведи меня скорей. Не могу, не могу. Ты знаешь, я змей до страсти боюсь. У меня руки-ноги трясутся. Мне дурно может сделаться. Она вся нервно тряслась. На глазах ее показались слезы. — Эр Франц, да будет ли этому конец? Ну, что это за безобразие? — закричал Николай Иванович на швейцара. — Тебе русским языком сказано, что не хотим мы смотреть этой дряни. Тысячу раз тебя просят, чтобы ты нас на музыку вел, а ты черт тебя знает, к чему нас подводишь. — Да какой музык, — удивленно спросил швейцар, — здесь никакой музык нет. — Как нет? Да ведь это ж аквариум. — Да, аквариум, но музыки нет. — Да как же может быть аквариум без музыки? Что ты нас морочишь-то? Везде аквариум с музыкой, будто мы не понимаем. У нас в Петербурге тоже аквариум с музыкой. — А у нас в Берлин без музык. — Так как же ты нам раньше говорил, что здесь музыка, что здесь даже ученые рыбы играют, и что здесь какой-то ваш немец-амфибиен оркестром дирижирует? — Никогда я этого ваше правосходительство не говорил. — Глаша, и он еще мне смеет врать в глаза. — Говорили вы, говорили. Мы даже сейчас вас спросили про Штрауса, а вы сказали, что Штраус дирижирует в зоологическом саду, а здесь амфибиен, — подхватила Глафира Семеновна. — Мадам, вы меня не так поняли. Никогда я про музыку не говорил. Амфибиен — звери, крокодилин, змеи, Штраус — тоже звери, птица. — Что вы мне про Штрауса зубы-то заговариваете? Штраус — дирижер, капельмейстер, музыкант, композитор. Я сама его в вальсы на фортепианах играю. — Ах, да-да, но тот Штраус не в Берлин, а в Вене, а я вам говорил про Штраус-птица. — Ну, переплет. Нет, не мечу на нам, не ко двору, — прошептал Николай Иванович. Даже и по-русски говорим, так понять друг друга не можем. — Так нет в здешнем аквариуме музыки-то? — спросил он Швейцара. — Нет, нет, здесь звери. Амфибиен — тоже звери. — Никакой музыки нет? — Никакой. — Так на кой же шут ты нас, спрашивается, привел сюда? На кой же шут я зря три немецких полтинника в кассе отдал, да еще и за хранение платья заплатил. Веди назад. Швейцар пожал плечами и поплелся к выходу. Сзади следовали Николай Иванович и Глафира Семеновна. — Но ведь ты знаешь, что я не могу смотреть на змей. Когда я увижу змею, у меня делается даже какое-то внутреннее нервное трясение, и я становлюсь больна, совсем больна, — говорила она мужу. — Уже надоело. — И куда ж теперь? — спрашивал Николай Иванович Глафиру Семеновну, выходя из аквариума на улицу. Сопровождающий их швейцар хотел что-то сказать, но Глафира Семеновна раздраженно воскликнула. — Никуда, решительно никуда. С меня и этого удовольствия довольно. Прямо домой, прямо в гостиницу. А завтра с первым же поездом в Париж. Не желаю больше по Берлину ходить, а то опять вместо музыки на какую-нибудь змею наскучишь. Достаточно. Будет с меня. Угостили в аквариуме. — Ну что ж вы встали? Ведите нас обратно в гостиницу. — Обратилась она к швейцару. — Я хотел предложить для мадам. — Ничего мне предлагать не нужно. Прямо в гостиницу. — Глаф, ну зайдем хоть в какую-нибудь биргаль. Пиво выпить, — начал Николай Иванович. — Пиво в гостинице можете выпить. И Глафира Семеновна пошла одна вперед. — Не туда, мадам, не в ту сторону. В гостиницу направо, — сказал швейцар. Она обернулась и переменила направление. Николай Иванович и швейцар шли сзади. — А какое веселое место-то я вам хотел указать, — шепнул швейцар Николаю Ивановичу. — Там поют и играют. Там можно и поужинать. — Глаша, вот Франц хочет какое-то место показать, где поют и играют. Там бы и поужинали, и пиво выпили. — Опять со змеей? — Нет уж, благодарю покорно. — Никакой там змеи нет. Там поют и играют. Там шансонеттен и оперштюки. Там танцы. Там хорошая кухня, и можно хороший ужин получить, — продолжал швейцар. — Чтобы змеи наесться. Давеча живую преподнесли, а теперь хотите жареную. Спасибо. — Уговорите ее, месье, вашу супругу. Место очень веселое. — Красивые женщины есть, — шепнул швейцар. — Нет, уж теперь закусила у дела, так ее не только что уговорить, а и в ступени утолочь, — отвечал Николай Иванович. — Веди домой и заказывай ужин для нас. Через четверть часа они были дома. Глафира Семеновна с сердцем сбросила с себя ватерпруф, шляпку, села в угол и надулась. Николай Иванович взглянул на нее и покачал головой. Швейцар подал ему карту кушаньи и отошел в сторонку. Николай Иванович повертел ее в руках и сказал. — Я, брат, по-немецки, ежели написано, то гляжу в книгу и вижу фигу. Так уж лучше ты заказывай. — Глаш, ты чего бы хотела поесть? — обратился он к жене. — Ничего, у меня голова болит. — Ну, нельзя же, милый друг, не евши. Завтра рано утром поедем в Париж, так уж не успеем до отправления поесть. В котором часу, Франц, идет поезд в Париж? — Восемь часов утра. Вам придется на Кельн ехать, а там будет пересадка в другие вагон. В Кельн приедете вечером, и только в Кельне можете покушать, а до Кельна поезд нигде не останавливается больше двух-трех минут. — Ну вот, видишь, Глаш, стало быть, тебе необходимо поклевать с вечера, — уговаривал Николай Иванович жену. — Скажи, чего ты хочешь, вот Франц и закажет. — Спасибо, не желаю змеи есть по его заказу. — Ох, мадам, мадам, и как это вы эту змею забыть не можете? — начал швейцар. — Разве я хотел сделать вам неприятно? Я не хотел. А что змея, так это аквариум. Аквариум не может быть без крокодила и змея, и рыбы, и амфибиен. — Врете вы, может. У нас в Петербурге есть аквариум без крокодила и без змеи. Даже и рыбы-то нет. Плавает какой-то карась с обгрызанным хвостом, да две корешки, вот и все. — Ну, это не настоящий аквариум. — Врете, самый настоящий. Вас же немец там оркестром дирижирует. — Поешь что-нибудь, полно капризничать-то, — сказал Николай Иванович. — Да ведь гадостью какой-нибудь немецкой накормят. Вот ежели бы щи были. — Есть щи, Франц? — Нет, щей здесь не бывает. Щи — это только в России. — Ну, тогда нельзя ли дутый пирог с рисом и с яйцами и с подливкой? Здесь я, по крайней мере, буду видеть, что я ем. — Пирог, мадам, русский кушен. Здесь, в Берлин, это нельзя. — Все нельзя, ничего нельзя. Ну, а что же вас тут все-таки можно-то? — Хочешь, Глаша, сосиски с кислой капустой? Сосиски я поел бы. А уж в Берлине сосиски должно быть хорошая, немецкая еда-то. — А почем ты знаешь, чем они здесь начинены? Может быть, собачиной? — Я, мадам, могу вам сделать предложение майонез из рыбы. — Нет-нет-нет, ничего рубленного. Вместо рыбы змею подсунете. — Опять змею? Нет, мадам, здесь змея не едят. — Ну, так угря подсунете. Та же змея. — Она и стерлядь не ест. Говорит, что змея, — сказал Николай Иванович и спросил швейцара. — Ну, а можно хоть сирянку-то на сковороде сделать? — И сирянки я есть не стану, — откликнулась жена. — Что они тут в сирянку наворотят? По чем я знаю? Может быть, мышь какую-нибудь в крошеном-то незаметно? — Ну, поросенка заливного под сметанным хреном можно, Франц? — Сирянка и поросенок, мсье, опять русские кушанье, — дал ответ швейцар. — Тьфу ты пропасть, опять нельзя, даже поросенка нельзя. Ведь поросенок-то свинина, а вы здесь, немцы, на свинине и на свиных колбасах и сосисках даже помешались. Прозвище вам даже дано — немецкая колбаса. — Верно, я знаю, я жил в России, но поросенка здесь не кушают. Ну, то есть и кушают, но очень мало. — Отчего? — Экономия. Поросенок может вырасти большая свинья. Свинья большая кушают. — Глаш, слышь, опять экономия, — воскликнул Николай Иванович. — Ну, немцы. — Слышь, Франц, а зачем вы умираете-то? Вам и умирать не надо из экономии, ведь хранить-то денег стоит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Швейцар улыбнулся. — Можно, по крайней мере, у вас хоть ветчины с горошком достать? — спросила, наконец, Глафира Семеновна Швейцара. — Это можно, мадам, ветчина с горохом и с картофель, и с русский заор-кол, с кислая капуста. — Ну, так вот, ветчины. Ветчины и бульон. Бульон можно? — Можно, мадам. — Да вали еще две порции телячьих котлет да бифштекс, — прибавил Николай Иванович. — Надеюсь, это можно? — Можно, можно, но только бараний котлет, а не телячь. — Телячьи нет в карто. — Тоже экономия? — спросил Николай Иванович. — Экономия, — улыбнулся Швейцар. — Ах, черти, черти жадные! Ну, ладно, вали бараньи котлеты. — Цыпленкам нельзя ли, кроме того, позабавиться? — Можно, мсье. — Ну, так пару цыплят. — Да, пиво, пиво побольше. — Нельзя ли в какой-нибудь большой кувшин его налить? — Можно, можно. — Кивал Швейцар и спросил. — Все? — Так чего же еще больше-то? Этого довольно. Или нет? Закажи, брат, мне порцию сосисок немецких. Хоть они, может быть, у вас и собачные, и копченые набитые, а все-таки хочется попробовать. Жена есть не будет, а я съем. Нельзя же быть в немецчине и немецких сосисок не попробовать. Вот жаль, что у вас тут простой русской водки нет. — Кюмель есть, — отвечал Швейцар. — Да, знаю, сладость немецкая. Какая-то водка. Ну, да уж, вели подать, делать нечего. Ужин был заказан. Через час его подали в номер. Николай Иванович был голоден и принялся есть его так, что у него только за ушами трещало, а потом навалился на пиво. И ела с большим аппетитом Иглафира Семеновна. Часа через два Николай Иванович, изрядно пьяный, лежал на постели и бормотал. — Эх, и слава богу, завтра в Париж. Ужасть как надоела немецчина. 7.53 на Кёльн Утром Николая Ивановича и Иглафиру Семеновну разбудили рано. Еще только свет брезжился. Тотчас же появился кофе, тотчас же Швейцар Франц принес счет за пребывание в гостинице и сказал Николаю Ивановичу. — Если, ваше предпоследительство, хотите к первому поезду попасть, то толопитесь, без семи минут восемь отходит. — Скорей, Иглафир, скорей! — засуетился Николай Иванович и принялся расплачиваться. — Ой-ой-ой, какой счет-то наворотили! — воскликнул он, увидав в итоге счета цифру тридцать восемь. — Да ведь это, господин, тридцать восемь марок, а не рублей! — заметил Швейцар. — Еще бы! За одну-то ночь тридцать восемь рублей! Пьянством и буйством не занимались, вина не пили, сидели только на пиве, да ваши немецкие стрепни поели. Бифштекст, брат, был, наверное, из лошадки. Им можно было гвозди в стену вколачивать. — Что вы, господин, у нас кухня хорошая, провизия первый сорт. — Какой бы сорт ни был, а тридцать три полтинника за еду и за пиво ужас как дорого. — Ведь комната всего пять полтин стоит. — Нет, мсье, закушанья меньше. Тут в тридцати восьми марках пять марок за комнату, две марки за сервис. — Как? И за сервис у вас берут? — Везде берут. — Глаш, смотри-ка, за сервис, на котором мы еле взяли. — Ну, немцы. — Это значит за прислугу, — пояснил швейцар и продолжил. — Четыре марки за меня, что я вчера вечером вашим проводником был. Это значит одиннадцать марок. Марку за свечи, марку за лишнюю кровать для вашей супруги. — Как за лишнюю? Да разве моя супруга лишняя? — Глаш, слышь, тебя за лишнюю считают, — воскликнул Николай Иванович. — Позвольте, господин, позвольте. Комната считается всегда с одной кроватью, а ежели вторая кровать, то и лишняя марка. Итак, вот вам тринадцать марок. Да за омнибус со станции и на станцию четыре марки, семнадцать. Стало быть, за суп всего двадцать одну марку, — сосчитал швейцар. — Хух, хух, — просвистел Николай Иванович. — Тридцать восемь полки за одну ночь. — Ловко, Глаша. Ведь это тысячи рублей далеко не хватит, на которую мы хотели в Париж на выставку съездить и обратно домой приехать. — Душ, рассчитывайся, рассчитывайся. Чего тут торговаться-то? Все равно не уступят. Сам меня торопил, а теперь бобы разводишь, — сказала Глафира Семеновна. — Да дай поругаться-то за свои деньги. — Ах, вы грабители, грабители. А еще говорят, что немецкая жизнь дешевая. — Нет, верно, вы об вашей экономии-то только для себя толкуете. Разбойники вы, Франц. — Ну-на, получай тридцать восемь полтин и вези на железную дорогу. Николай Иванович звякнул по столу золотыми монетами. — Шесть марок вы еще мне на чай обещали, ваше правосредительство. Так прикажете тоже получить, — заметил швейцар. — За что? Ведь сам же ты говоришь, что за тебя четыре марки в счет поставлено. — Четыре марки нас в отель поставил, а вы мне обещали, чтоб я вас в поезд посадил, чтобы вам не перепутаться. Сначала вы три обещали, а потом опять три. Николай Иванович вздохнул. — На, получай. — Сказал он. — А только, бога ради, посади нас в такой поезд, чтобы уж нам не путаться и прямо в Париж ехать без пересадки. — Такой поезд нет, мсье. В Кельне вам все-таки придется пересаживаться во французские вагоны. В Кельн вы приедете вечером, два часа будете сидеть на станции. — Ну, значит, пиши пропало. Опять перепутаемся, — иронически поклонился Николай Иванович. — Глаша, слышишь, в каком-то Кельне придется еще пересаживаться. — Французские вагоны, так ничего. По-французски я могу разговаривать. Французских слов я знаю больше, чем немецких. Да, кроме того, у меня в саквояже французский словарь есть, — сказала Глафира Семеновна. В половине восьмого часа утра супруги поднимались по лестнице в железнодорожный вокзал на Фридрихштрассе. Швейцар сопровождал их. — Да тут ли, Франц, туда ли ты нас ведешь? — сомневался Николай Иванович. — Это ж, кажется, та же самая дорога, по которой мы сюда приехали. Смотри, как бы не перепутаться. Ведь нам нужно в Париж, в Париж. — Та же самая дорога, но вы не беспокойтесь, — отвечал швейцар. — Здесь, в Берлине, куда бы вы ни ехали, все по одной дороге и все с один вокзал. Николай Иванович толкнул жену в бок и прошептал. — Глаша, слышишь, что он говорит-то? Кажется, он врет. — Да с какой стати врать-то? — Да просто насмех путает. — Ну, смотри, тот же самый вокзал, та же самая меняльная будка, те же железнодорожные рожи, что и вчера. Я просто боюсь ехать. Вдруг как опять в Кёнигсберг покатишь. — Хер, Франц, ты не шути, меня не проведешь. Это тот самый вокзал, к которому мы вчера из Кёнигсберга приехали, — возвысил голос Николай Иванович. — Да-да, господин, но в Берлине можно с одного и того же вокзал в какой угодно город ехать. Здесь дороги кругом, вокруг весь Берлин. Сюда все поезда приходят и все поезда отходят. В семь часов пятьдесят три минуты вы сядете в поезд на Кёльн. — Да верно ли? — опять спросил Николай Иванович. — Ах, боже мой, да зачем же мне врать? — пожал плечами швейцар. — Что-то уже очень странное ты говоришь. Побожись-ка, что не врешь. — Ах, какой вы господин, да верьте же мне, ведь каждый день гостей из гостиницы отправляю. — Нет, ты все-таки побожись. — Ну вот, ей-богу, а только напрасно вы беспокоитесь. А у вас французские деньги есть ли на расход? Ночью вы перередите немецкую границу, и вам сейчас же французские деньги понадобятся. — Вот здесь у еврея вы можете разменять на франки, — указал швейцар на минельную лавку. — Нужно, нужно. Русскую сто-рублевую бумажку здесь разменяют? — Конечно, разменяют. Давайте. А то в Кёльне, так как вы не понимаете по-немецки, вас надуть могут. А уж меня не надуют. Я сейчас для вас и счет с фирмы попрошу. Николай Иванович дал деньги. Швейцар подошел к меняльной будке и вернулся с французскими золотыми и серебряными монетами и со счетом. Николай Иванович взглянул в счет и проговорил. — Под тридцати девяти копеек французские-то четвертаки купили. — Ловко. Вот грабеж-то. Вычистят нам полушубок за границей. Ой-ой, как вычистят. — Покрутил головой Николай Иванович и прибавил. — Ну да уж, только бы благополучно до Парижа доехать, нигде не путаясь. Успокоился, впрочем, он только тогда, когда ему подали квитанцию на сданный багаж, и в этой квитанции он прочел слово «Париж». Квитанцию эту он тотчас же показал жене и сказал. — Ну, слава богу, багаж до Париж взяли. Ну, стало быть, и нам по этой же дороге до Парижа доехать можно. — Фу, как гора с плеч, — вздыхал он, наталкиваясь на снующих по платформе пассажиров, ожидающих своих поездов. А поезда так и подбегали к платформе и справа, и слева, останавливались на минуту, выпускали одних пассажиров, принимали других и мчались дальше. Поезда подкатывали к платформе один за другим. — Да куда же это столько поездов-то у вас мчится? — спросил Николай Иванович Швейцар. — Вовсе немецкие города и за границу. До четырехсот поездов каждый день проходят мимо этого вокзала. — До четырехсот? Ну, это ты врешь, Франц. И прочтите где-нибудь описание. — Глаша, слышишь? Четыреста поездов. Да ведь это ад какой-то. И как же тут начальник станции? Ведь ему тогда околить надо. Здесь много начальник станции и дежурят по часам. — Ну, немцы. А мы дивимся, что они обезьяну выдумали. — Да такая железная дорога, по которой четыреста поездов в день проходят, — хитрее выдумки обезьяны, — воскликнул Николай Иванович. — А скоро ли, однако, наш-то поезд придет? — И ровно в семь часов и пятьдесят три минуты. Вот, глядите на часы. Три минуты осталось. Подлетел поезд. — Этот? — быстро спросил швейцар Николай Иванович. — Нет, нет, это другое место. — Видите, всего только пятьдесят одна минута. Ваш поезд теперь через две минуты. Свисток и подлетевший поезд умчался, но вслед за ним загромыхал колесами еще поезд. — Вот ваш поезд, — заговорил швейцар. — Садитесь, скорей, не зевайте. Счастливого пути. Через минуту супруги уже мчались в поезде. Заграничная собачья жизнь — Не-е-е, совсем не с руки нам, русским, и это самая немецкая жизнь, — говорил Николай Иванович жене, сидя в мчавшемся в вагоне. — Тут год живи, да и то не привыкнешь к их порядкам. — Заметила ты, как поезд-то отправился? Ведь ни одного звонка не было. Только-то успели влезть в вагон, кондуктор свистнул и покатили на всех рысях. Право не будь при нас и этого самого Франца, мы бы опять перепутались и попали бы не в тот поезд. За две-то минуты до нашего поезда подлетел другой поезд, так я и то хотел в него взобраться, ежели бы меня Франц за рукав не удержал. А поезд-то тот шел в Вену. Ну, кому в голову придет, что по одним и тем же рельсам в семь часов и пятьдесят одну минуту можно ехать в Вену, а через две минуты в другом поезде в Кельн? — А уж спешка-то какая! Вот кому, ежели с родственниками-то проститься перед отходом поезда, да ежели провожают тебя пять-шесть родственников, тут ты одного чмокнуть не успеешь. — Ну, это-то пустяки, — отвечала Глафира Семеновна. — Начмокайся заранее, да и дожидайся поезда. — Не тот фасон, Глаш, совсем не тот фасон. С провожающим родственникам приятно войти в вагон, вот, мол, где я сяду. Потом честь-честью расцеловаться, сбегать в буфет, опрокинуть на скорую руку по рюмочке, опять вернуться, опять расцеловаться. Отчего же это все у нас делается, а у них спешат, словно все пассажиры-воры или разбойники, и спасаются от погони? — И куда, — спрашивается, — спешить? Ведь уж рано или поздно ли будем на том месте, куда едем. Знаешь что, я думаю, что это немцы из экономии, чтоб лишнего куска не съесть и лишней кружки пива в дороге не выпить. — Да, конечно же, — согласилась супруга. — А уж пиво у них соблазнительное, только и хорошего есть во всей Немечине, что пиво. Пиво, что твой бархат. Николай Иванович Барматал, полица и немецкие порядки, а Глафира Семеновна, вынув из саквояжа русско-французский словарь, отыскивала разные французские слова, которые, по ее соображению, должны будут понадобиться при въезде на французскую территорию. До Кельна доехали без особых приключений, прибыв на Кельнскую станцию часов в девять вечера. Из Кельна в Париж поезд должен идти в полночь. Оставалось много свободного времени, и вот Николай Иванович и Глафира Семеновна направились в буфет. Столовая комната была переполнена проезжающими. Кто ждал поезда в Париж, кто в Берлин, кто в Майнс, кто в Мюнхен. Немецкая речь чередовалась с французской, цедил сквозь зубы англичанин по-английски, и вдруг послышалась русская речь. Николай Иванович вздрогнул и обернулся. Обернулась и Глафира Семеновна. За столом, перед бутылкой ренвейна, сидел, откинувшись на спинку стула, жирный широколицый человек с жиденькой бородкой, и гладил себя пухлой рукой с бриллиантовым перстнем на указательном пальце по жирному чреву, на котором колыхалась массивная золотая часовая цепь с целой кучей учредительских жетонов. Одет жирный человек был в серую пиджачную пару купеческого покроя и имел на голове шляпу-котелком. Против жирного человека через стол помещался седой рослый усач-пинсне с сигарой в зубах, в сильно потертом пальто-крылатке и в мягкой поярковой шляпе с широкими полями. Жирный человек и усач разговаривали по-русски. «Русские!» — прошептал жене на ухо Николай Иванович. «Сядем за их стол. Можно познакомиться и кое о чем порасспросить». Супруги тотчас уселись за стол. «Кюнер, цвай бифштекс и цвай бир», — скомандовал Николай Иванович прислуги и, обратясь к жирному человеку, спросил, приподнимая шляпу. «Кажется, тоже русские. Изволите в Париж на выставку ехать?» «Нет уж с выставки, чтоб ей ни дна, ни покрышки», — отвечал жирный человек, не переменяя своего положения. «Теперь обратно в свои, московский Палестин, спешим». «Вот удивительно, что вы так чистите выставку. Все, которые оттуда возвратились, нам очень и очень хвалили ее. Говорят, уму помрачение». «Грабеж, грабеж на большой дороге за все, а жизнь собачья. Конечно, везде цивилизация, но под цивилизацией грабят. Четвертаков-то этих самых сорококопеечных мы вытаскивали, вытаскивали из-за голенища, да индо надсадились». «Неужели такая дороговизна?» — удивился Николай Иванович. «Ну, не так, чтобы уж очень», — вставил свое слово Усач, вынимая изо рта сигару. «Понятное дело, в Париже во время выставки все дороже, но...» «Ты, граф, молчи. Ты тратил не свои деньги, а чужие, так тебе и горе мало», — перебил его жирный человек. «А я из-за тебя и из-за себя свой истинник вытаскивал». «Да, вот как. У нас в Москве, к примеру, ихний же французский Сан-Жульен, хоть в каком грабительском ресторане, полтора целковых за бутылку. А с меня, в Париже, за бутылку этого самого вина шестнадцать четвертаков взяли. По сорока копеек четвертак — шесть рублей и сорок. «Пять бутылочек мы вот по глупости нашей с графом-переводчиком с жару охолостили, так и тридцать два рубля заплатили». «Да ведь не тот Сан-Жульен, Петр Никитич». «Да что ты мне толкуешь? Сан-Жульен, все Сан-Жульен и есть. Грабители, разбойники». «Потом тоже делали нам по особому заказу простую русскую уху в ресторане». «Переводчик, как ресторан-то?» «Бребом», — ответил Усач. «Ну вот, этот барабан нас так отбарабанил по карману, что до новых веников не забудешь. Стыдно и сказать-то, сколько за уху отдали». «Да ведь ты же, Петр Никитич, непременно живую стерлядь захотел, а у них стерляди дунайские из Австрии, привозные». «Ну так и что же из-за этого? Стерлядка-то была меньше комариного носа». «Потом рейнская лососина». «Молчи! Не выгораживай грабителей». «Грабители и грабители. И не понимаю я, от чего мы, русские, туда едем», — продолжал жирный человек. «Да у меня в Москве полная чаша. В четырнадцати комнатах с бабой и с детьми живу. Шесть человек прислуги. Глазом моргни, так со всех ног бросается на услугу. У подъезда рысак в пролетке на резинах, а кучер на козлых, что твой протодиакон». «А я потащился в Париж, чтобы за двадцать франков в день в двух паршивых коморках существовать, по шестьдесят три ступени под небеса отмеривать и на дурацких извозчиках трястись. «Да у меня в Москве каждый приказчик вдвое лучше живет, чем я в Париже жил. Утром проснешься, звонишь, звонишь, чтоб к тебе прислужащий явился, когда-то он еще явится. Самоваров нет, квасу нет, бани нет, о ботвине даже и не слыхали. Собачья жизнь. Да и что ты хочешь? Напился ихнего паршивого кофе поутру, беги на выставку. Бродишь, бродишь, ломаешь, ломаешь ноги, обедать в трактире, а не домой. Сидишь в их тем трактире и думаешь, батюшки, не накормили бы лягушкой. Поешь, так сон тебе так и клонит. Тут бы прилечь да всхрапнуть, как православному человеку подобает. А ты опять бежишь, бежишь, неизвестно куда, в какие-то театры». «А зачем же ты бежал в театры? Ехал бы домой спать». «Да ведь ты тащил. Говорил, что вот такая и такая диковина, нельзя быть в Париже и не видать ее». «А ты мог не соглашаться и ехать домой». «Да ведь с выставки-то пока до дома доедешь, да шестьдесят три ступени в свою комнату отмеряешь, так смотришь и разгулялся. Сна у тебя как будто и не бывало. Да и в театре. Сидишь, смотришь, а что смотришь, поди, разбери. Только разве какая-нибудь актриса ногу поднимет, так поймешь, в чем дело». «Врешь, врешь», — остановил жирного человека усач. «В театрах я тебе обстоятельно переводил, что творилось на сцене». «Собачья жизнь, собачья», — повторил жирный человек и, кивнув на пустую бутылку Ренвейна, сказал усачу. «Вишь, усохло. Вели, чтоб новую изобразили, а то терпеть не могу перед пустопорожней посудой сидеть». Русские люди Николай Иванович подсел поближе к жирному человеку и его спутнику усачу и сказал «Очень приятно за границей с русскими людьми встретиться». Отрекомендовался и отрекомендовал жену. «В коммерции советник и кавалер бездоннов», — произнес в свою очередь жирный человек и, указывая на усача, прибавил. «А это вот господин переводчик и наш собственный адъютант». «Граф Дмитрий Калинский», — назвался усач и, кивнув в свою очередь на жирного человека, сказал «Взялся вот эту глыбу свозить в Париж на выставку и отцивилизовать. Но цивилизации он у меня не поддался». «Это что, устриц-то жареных не ел? Так ты б еще захотел, чтоб я лягушек маринованных глотал», — отвечал жирный человек. «Выставку ругаешь?» «Не ругаю, а говорю, что не стоило из-за этого семи верст киселя есть ехать. Только-то и любопытно, что в Поднебесье на Эйфель вы башни, мы выпили и закусили. А остальное все видели и в Москве, на нашей всероссийской выставке. Одно, что не в таком большом размере, так размер меня и раздражал. Ходишь, ходишь по какому-нибудь отделу, смотришь, смотришь, на все одно и то же, даже плюнешь. Да провалитесь вы все совсем с вашими кожами или бархатами. Ведь все одно и то же, что у Ивана, что у Степана, что у Сидора, так зачем целый огород-то витрин-то выставлять? «Вот какой странный человек», — кивнул на жирного человека усач. «И все так. В Париже хлеб отличный, а он вдруг о московских калачах стасковался». «Не странный, а самобытный. Я брат славяно-фию». «Скажите, пожалуйста, земляк, где бы нам в Париже остановиться?» — спросил жирного человека Николай Иванович. «Хотелось бы, чтобы у станции сесть на извозчика и сказать, пошел туда-то. Вы где останавливались?» «Не знаю, не знаю, милостивый государь. Никаких я улиц там не знаю. Это вот все он, адъютант мой». «Останавливайтесь там, где впустят», — проговорил усач. «Как гостиница со свободными номерами попадется, так и останавливайтесь. Мы десять улиц исколесили, пока нашли себе помещение. Занято и занято, занято и занято». «Глаш, слышишь, вот происшествие-то», — отнесся Николай Иванович к жене. «По всему городу придется комнату искать». «Беда», — покрутил он головой. «Особливо для того беда, у кого французский диалект такой, как у нас. На двоих три французских слова. Бонжур, мерси да буар». «Врешь, врешь. По-французски я слов больше знаю и даже говорить могу», — откликнулась Глафира Семеновна. «Ну, добре, коли так. А вот помяни мое слово, приедем в Париж и прильнет язык гортани». «А позвольте вас спросить, отсюда до Парижа без пересадки нас повезут?» — обратился Николай Иванович к жирному человеку. «Уж очень я боюсь пересадки из вагона в вагон. Два раза мы таким манером перепутались и не туда попали». «Ничего не знаю, решительно ничего. Вы граф спросите, он меня вез». «Без пересадки, без пересадки. Ложитесь в спальном вагоне спать и спите до Парижа. В спальном вагоне вас и на французской границе таможенные чиновники не потревожат». «Вот это отлично, вот это хорошо. Глаша, надо взять места в спальных вагонах». «Позвольте-с, вы не телеграфировали?» «То есть, как это?» «Ну, не послали с дороги телеграмму, что вы желаете иметь места в спальном вагоне?» «Не послали, так и мест не достанете». «Глаша, слышишь, даже и спальные вагоны здесь по телеграмме. Ну, немечено. В Кёнигсберге обедать не дали, подавай телеграмму, а здесь в спальный вагон без телеграммы не пустят». «Такой уж порядок. Места в спальных вагонах приготовляют заранее по телеграммам». «Позвольте. Ну, а в обыкновенных-то вагонах без телеграммы все-таки дозволят спать?» — осведомился Николай Иванович. «Да, конечно». «Ну, слава богу, а я уж думал...» «Звонок». Вошел железнодорожный сторож и прокричал что-то по-немецки, упоминая Берлин. Усач засуетился. «Допивай, Петр Никитич, Ренвейн-то. Надо в поезд садиться», — сказал он жирному человеку. Тот залпом выпил стакан, отдулся и, поднимаясь, произнес. «Только уж ты как хочешь, а в Берлине я ни на час не остановлюсь. В другой поезд и в Белокаменную». «Врешь, врешь, врешь, нельзя. Надо же мне тебя берлинским немцам показать. И, наконец, какое ты будешь иметь понятие о Европе, ежели ты бисмарка не видал и берлинского пива не пил?» «Останцы и выпьем». «Не то, не то. В Берлине мы на два дня остановимся, в лучших Биргале побываем, в зоологический сад я тебя свожу и берлинцам покажу. Берлинцы такого зверя, как ты, наверное, не видали». «Не останусь, я тебе говорю, в Берлине». «Останешься, ежели я останусь. Ну, куда ж ты один-то поедешь? Ведь ты пропадешь без меня». «Ну, полно, не упрямся. Взялся за гуш, так не говори, что не дюж. Назвался груздем, так полезай в кузов. Выехал за границу, так как же в Берлин не побывать? Идем». «Мое почтение, господа». Раскланился Усач с Николаем Ивановичем и Глафирой Семеновной, кликнул носильщика, велел ему тащить ручной багаж, лежавший у стола, и направился на платформу. Кряхтя и охая, поплелся за ним и жирный человек, также поклонившись Николаю Ивановичу и Глафире Семеновне и сказав на прощание. «А насчет грабежа и собачьей жизни, помяните мое слово, как в Париж приедете. Прощения просим». Вслед за отходом берлинского поезда возвестили об отправлении парижского поезда. Николай Иванович и Глафира Семеновна засуетились. «Во, во, воцок им Париж!» бросилась Глафира Семеновна к железнодорожному сторожу и сунула ему в руку два немецких гривеника. «Коммензе мит, мадам, их верны цаген!» сказал тот и повел супругов к поезду. Через полчаса Николай Иванович и Глафира Семеновна мчались в Париж. Уныние и страх Глухая ночь Спокойное состояние духа вследствие полной уверенности, что он и жена едут прямо в Париж без пересадки, а также и плотный ужин с возлиянием пива и ренвейна, которым Николай Иванович воспользовался в Кельне, дали ему возможность уснуть в вагоне самым богатырским сном. Всхрапывания его были до того сильны, что даже заглушали стук колес поезда и наводили на неспящую Глафиру Семеновну полнейшее уныние. Ей не спалось. Она была в тревоге. Поместившись с мужем вдвоем в отдельном купе вагона, она вдруг вспомнила, что читала в каком-то романе, как пассажиры, поместившиеся в отдельном купе, были ограблены во время пути злоумышленниками, изранены и выброшены на полотно дороги. В романе, правда, говорилось про двух женщин, ехавших в купе, думалось ей, а она находится в сообществе мужа, стало быть, мужчины. Но что же значит этот мужчина, ежели он спит как убитый? Какая от него может быть защита? Разбойники ворвутся в купе, один набросится на спящего мужа, другой схватит ее за горло, и вот они погибли. Кричать? Но кто услышит? Купе глухое, не имеющее сообщения с другим купе, вход с него с подножки, находящийся снаружи вагона. — Николай Иванович! — тронула она, наконец, за плечо спящего мужа. Тот пронзительно всхрапнул и что-то пробормотал, не открывая глаз. — Николай Иванович, проснись, я боюсь! — потрясла она его еще раз за рукав. Николай Иванович отмахнулся рукой и произнес. — Пусти, не мешай! — Да проснись же, тебе говорят! Я боюсь, мне страшно! Николай Иванович открыл глаза и смотрел на жену по соловелым взорам. — Приехали? Разве куда-нибудь? — спросил он. — Не приехали, все еще едем. — Ну, пойми, мне страшно, я боюсь. Ты так храпишь бесчувственно, а я одна не сплю, и мало ли что может случиться. — Да что ж может случиться-то? — Я боюсь, что на нас нападут разбойники и ограбят нас. И она рассказала ему про случай в отдельном купе на железной дороге, про которое она читала в романе, и прибавила. — И зачем это мы сели в отдельное купе? Николай Иванович тоже задумался. — Недавно даже писано было, что усыпляют на железных дорогах разбойники, хлороформом усыпляют, а ты спишь, как убитый, — продолжала Глафира Семеновна. — Да ведь я чуть-чуть, — оправдывался Николай Иванович. — Как чуть-чуть? Так храпел, что даже стук колес заглушал. Ты уж не спи, пожалуйста. — Не буду, не буду. Я сам понимаю теперь, что надо держать ухо востро. — Да, конечно же. Двери снаружи. Войдут меня за горло, тебя за горло, ну и конец. Ведь очень хорошо понимают, что в Париж люди едут с деньгами. — Ну, не пугай, не пугай, пожалуйста, — отвечал Николай Иванович, меняясь в лице и прибавил. — И зачем ты это мне сказала? Ехал я себе спокойно. — Как, зачем? Чтобы ты был осторожнее. — Да ведь уж, ежели ворвутся разбойники, так будь осторожен или неосторожен, все равно ограбят. Не пересесть ли нам в другое купе, где несколько пассажиров? — задал он вопрос. — Ну, как же ты пересядешь, ежели поезд летит безостановочно, как стрела, а купе наше не имеет внутреннего сообщения с другим купе? — И то правда. — Да, тогда вот что. Не вынуть ли мне деньги-то из кармана и не переложить ли их за глянище? — А ты думаешь, что если нападут разбойники, за глянищем не будут шарить? — Да верно, верно. Ну так что ж тут делать-то? — Прежде всего не спи. — Да уж не буду, не буду. — Потом. Ведь у тебя есть револьвер в саквояже. Зачем ему быть в саквояже? Вынь его и положи рядом на диван. Все-таки будет спокойнее. — Душечка, так ведь револьвер-то не заряжен. — Так заряди его. Зачем же возить с собой револьвер, ежели им не пользоваться? — Ну, так-то, ну так. Ну вот, видишь ли, я в попыхах патроны дома забыл. Глафира Семеновна так и всплеснула руками. — Вот дурак-то! Видали дурака-то! — воскликнула она. — Ну да что ж ты поделаешь, если забыл? На грех мастера нет. — Да ты не беспокойся, в Париже купим, — отвечал Николай Иванович. — Еще того лучше. Мы находимся в опасности по дороге в Париж, а он только в Париже патроны купит. — Постой, я выну из саквояжа свой складной нож и открою его. Все-таки оружие. — Тогда уж вынь револьвер и положи его вот здесь, на диван. Хоть он и не заряженный, а все-таки может служить острасткой тому, кто войдет. — Да ведь, когда ты спал, на всем ходу поезда вошел к нам в копе кондуктор для осматривания билетов. И удивительно он мне показался подозрительным. Глаза так и разбегаются. — Хоть и кондуктор, а ведь тоже может схватить за горло. — Да и кондуктор ли он? Вынимай же револьвер и складной ножик. Николай Иванович тотчас же слазил в саквояж, достал револьвер и складной нож и положил на видном месте. — Ты, Глаз, бодрись. Бог милостив, а в оси ничего и не случится, — успокаивал он жену. — Дай то Бог. Но я должна тебе сказать, что когда ты спал, и мы останавливались на минуту на какой-то станции, то к окну нашего купе подходил уж какой-то громадного роста черный мужчина в шляпе с широкими полями и очень-очень подозрительно посматривал. Даже встал на подножку и прямо заглянул в наше купе. — Да что ты! — Верно, верно. А вид у него совсем разбойницкий. Шляпа с самыми широкими полями. На плечах какая-то накидка. Ну, одним словом, точь в точь как ходят разбойники в здешних и заграничных землях. Николай Иванович в задумье почесал затылок. — А уж ты потом-то его не видала, этого разбойника? — спросил он жену. — Да где же видеть-то, ежели мы с тех пор нигде не останавливались? Поезд уже сейчас летит, как птица. — Бодрись, Глаша, бодрись. Теперь кто взглянет к нам в купе, сейчас будет видеть, что мы вооружены, что мы приготовившись. Тоже, ежели и разбойник увидит револьвер, так еще подумает, нападать или не нападать. — Ты уж только, пожалуйста, не спи. Не спи только, — упрашивала жена. — Да какой тут сон! Да снали мне теперь! У двери с наружной стороны кто-то закопошился, что-то звякнуло, блеснул огонек. Николай Иванович вздрогнул. Глафира Семеновна побледнела и забормотала. — Господи, спаси и помилуй! Господи, спаси и помилуй! Возьми, Николай Иванович, револьвер хоть в руки! Возьми скорей! Николай Иванович протянул руку к револьверу. В это время спустилось стекло-купе, и в отворенное окно показалась голова кондуктора. — Битте фаркатен, манхер! — проговорил он. — Билеты, пожалуйста. Николай Иванович, держа в одной руке револьвер и, как бы играя им, другой рукой подал кондуктору билеты и не сводил с него глаз. Кондуктор покосился на револьвер и пробормотал. — Теперь вы можете спать спокойно до венгера. — Видишь, видишь, какая подозрительная рожа, — заметила Глафира Семеновна. — Да, действительно подозрительная, — согласился Николай Иванович. Разбойник Беспокойство супругов о том, что они могут быть ограблены в купе разбойниками, все усиливалось и усиливалось, и, наконец, дошло до крайних пределов, когда во время минутной остановки на какой-то станции дверь купе отворилась, и в ней показалась гигантская фигура с дымящейся короткой трубкой во рту, в широкополой шляпе с тетеревинным пером, в венгерке и с охотничьим кинжалом за поездом. Фигура в одной руке держала серый непромокаемый плащ, а в другой — ружье в чехле. Глафира Семеновна пронзительно взвизгнула и инстинктивно бросилась от фигуры к противоположной двери купе. Отскочил к другой двери и Николай Иванович, забыв даже захватить лежавший на диване револьвер. Он был белый, как полотно, и силился отворить изнутри дверь, чтобы выскочить из купе, но дверь была заперта снаружи. — Кондуктор! Эр-кондуктор! — закричал он не своим голосом, но глаз его был глазом вопиющего в пустыне. Фигура влезла в купе, захлопнула за собой дверь, и поезд снова помчался. Глафира Семеновна тряслась, как в лихорадке, на глазах ее были слезы. Она жалась к мужу и шептала. — Разбойник! Тот самый разбойник, который уже заглядывал к нам в купе на одной из станций. Что нам делать? В случае чего я буду бить стекла и кричать? Фигура разбойника заметила, что она напугала супругов, и, вынув изо рта трубку, рассыпалась в извинениях, мягко заговорив по-немецки. — Пожалуйста, извините, мадам, что беспокою вас, наше купе ужасно занято. Супруги ничего не поняли и молчали. — Вы спали и испугались? — осведомилась фигура по-немецки и прибавила. — Да, я так внезапно вошел. Пожалуйста, извините и успокойтесь. Ответа не последовало. Супруги не шевелились. Фигура не садилась и продолжала по-немецки. — Пожалуйста, займите ваши места. — Глаша, что он говорит? Он денег требует? — спросил Николай Иванович жену. — Ежели что, я выбью стекло и выскочу. — Не знаю. Он что-то кланяется, — отвечала та, заикаясь. — Вы русские или поляки? Вы не говорите по-немецки? Не унималась фигура, услыша незнакомый говор супругов и не получая от них ответа. — Ах, как жаль, что вы не говорите по-немецки. И фигура стала приглашать их садиться жестами. В это время Николай Иванович заметил у бедра фигуры двух висящих вниз головами убитых диких уток и, сообразив, приободрился и проговорил жене. — Кажется, это не разбойник, а охотник. Видишь, у него утки. Отлегло несколько от сердца и у Глафиры Семеновны, и она, пересилив страх, отвечала. — А не может разве разбойник настрелять себе уток? — Да так-то оно так. Ну, смотри, у него лицо добродушное, даже глупое. — Тебе кажется добродушным и глупым, а мне страшным. Пожалуйста, будь наготове и не спускай с него глаз. Где же твой револьвер? — вспомнила она. — Ах, да, — спохватился Николай Иванович, — вон револьвер лежит на диване около того окошка. — Воин! В минуту опасности забыл даже и о револьвере. — Так что я поделаю с этим револьвером, супротив его ружья? — шептал Николай Иванович. — Да ведь у него ружье в чехле. — В чехле да заряжено. А ты ведь знаешь, что мой револьвер без патронов. — Ну, ты все-таки возьми его в руки, ведь никто не знает, что он не заряжен. Возьми же. — Я, Глаша, боюсь подойти. Смотри, у этого черта какой нож за поясом. — Ну, так ведь у тебя есть ножик. Куда ты его задевал? — Да я, должно быть, в попыхах уронил его под скамейку. — Ах, Николай Иванович, ну можно ли на тебя в чем-нибудь понадеяться? Ты хуже всякой женщины. — Да ведь я, душечка, в военной службе никогда не служил. — Подними же ножик. — Где тут искать? Я, душечка, боюсь даже и наклониться. Я наклонюсь, а этот черт как хватит меня. — Нет уж, лучше так. Сама же ты говорила, чтобы не спускать с этого разбойника глаз. — А то нет. Смотри, это положительно не разбойник. Смотри, он вынул из сумки грушу и ест ее. — Да ведь и разбойники могут есть груши. Это не доказательство. Все-таки ты держи ухо востро. — Да, конечно же, конечно. Я, Глаша, сяду. Ведь уж все равно, что стоя, что сидя. И Николай Иванович, не спуская глаз с разбойника, медленно опустился на диван около того окна, где стоял. Косясь на незнакомца, села и Глафира Семеновна. Разбойник взглянул на нее и ласково улыбнулся. — Успокоились, — спросил он по-немецки. — Ах, как мне жалко, что я напугал вас во время сна. — Тебя задирает, — прошептал жене Николай Иванович, не поняв, разумеется, что сказал разбойник и спросил ее. — Не понимаешь, что он там бормочет? — Ну, откуда же мне понимать? Не спускали с разбойника глаз супруги, не спускал с них глаз и разбойник. Сидели они в разных углах купе. Минуту спустя разбойник достал из сумки две груши, протянул их на своей ладони супругам и с улыбкой произнес — Биты. Глафира Семеновна съежилась, еще сильнее прижалась к уголку вагона и не брала. Николай Иванович протянул было руку, но жена остановила его. — Не бери, не бери. Может быть, отравленная груша, чтобы усыпить нас? — Точно, и то правда, — отдернул руку Николай Иванович. — А я хотел взять, чтобы не раздразнить его. Разбойник не отставал, сидел с протянутой ладонью, на которой лежали груши, и повторял. — Биты, биты. Оно церемоны. — Пожалуйста, пожалуйста, без церемоний. — Я, Глаша, возьму, но есть не буду, — сказал Николай Иванович, взял грушу и кивнул разбойнику, пробормотав. — Данке. Разбойник помолчал немного и опять произнес по-немецки. — На следующей станции я освобожу вас от своего присутствия. Я буду уже дома. Супруги, разумеется, ничего не поняли из его слов. Он все-таки показал им на уток и пробормотал по-немецки. — Вот, везу жене. Это мой охотничий трофей. — Есть ли такие утки в России? — задал он вопрос, поясняя жестами, но его все-таки не поняли и оставили без ответа. Поезд уменьшил ход. Разбойник засуетился, схватил ружье, непромокаемый плащ и стал собираться уходить. Глафира Семеновна приняла это за угрозу и воскликнула. — Коля, Коля, хватай скорее свой револьвер. Николай Иванович потянулся и быстро схватил револьвер, который лежал покрытый носовым платком на противоположном конце дивана. Разбойник улыбнулся и пробормотал по-немецки. — О, тоже с оружием ездите. Это хорошо по ночам. Поезд остановился. Разбойник поклонился супругам, еще раз рассыпался в извинениях и вышел из купе. — Фух, ну слава богу! — воскликнул Николай Иванович, когда они остались в купе без разбойника. — Провалился! — Ох, как он напугал нас! Но ведь на тебе Глаша лица не было! — А ты ничего? — Да ты хуже меня, — попрекнула его жена. — Ты даже оружие забыл схватить в руки. — Ну, пес с ним! Слава богу, что ушел. — Вот охотник, а как похож на разбойника? — Погоди, радоваться-то может и разбойник. Да нечего торжествовать, что и ушел. — Очень может быть, что он влез к нам, чтобы высмотреть хорошенько нас и купе, а уже на следующей станции влезет к нам с другими разбойниками, — заметила Глафира Семеновна. — Да ну, что ты, что ты, Глаша, кипун бы тебе на язык, — испуганно проговорил Николай Иванович и перекрестился. А пояс так и мчался во мгле непроглядной ночи. Франце и Рюс Ами Невзирая, однако, на тревожное состояние Николая Ивановича и Глафиры Семеновны, сон сделал свое дело, и они задремали на несколько времени, хотя и дали себе слово не спать. Первой проснулась Глафира Семеновна и даже испугалась, что спала. Она проснулась от остановки поезда на станции. Стучали молотками, пробуя колеса, перекликались рабочие и уж перекликались на французском языке, как показалось Глафире Семеновне. Она открыла окно и стала прислушиваться. Да, французский язык. Немецкого говора не слыхать, он исчез. Исчезли откормленные лоснящиеся физиономии немецких железнодорожных служащих, исчезли немецкие фуражки и заменились французскими кепи. Появились французские бородки на тощих лицах, и на станционном здании красовались уже французские надписи. Первым, что бросилось Глафире Семеновне в глаза, была надпись «Бюветт». — Николай Иванович, Николай Иванович, французский язык, приехали, во французскую землю приехали. — радостно бросилась она к мужу. Николай Иванович спал, прислонившись к уголку и держа руку на револьвере, который лежал у него на коленях. Жене нужно было потрясти его за плечо, чтобы он проснулся. Он открыл глаза, быстро вскочил на ноги и, уронив на пол револьвер, испуганно спрашивал. — Опять разбойник? Где он? — Какой разбойник? Мы приехали во Францию. Французский язык. Может быть, это уже даже Париж. — Не может быть. Тогда надо спросить. Ну, чего ж ты? Спрашивай. Хвастайся французским языком. Глафира Семеновна высунулась из окна и крикнула проходившей французской бородке. — Месье, Кель-Статион, Пари, Эси, Пари, — послышался учтивый ответ французской бородки на французском языке. — Что он говорит-то? — осведомился Николай Иванович. — Нет, не Париж. В Париж мы приедем только утром. — Однако ты все понимаешь. И еще бы. По-французски я сколько угодно. У нас в пансионе француженка была настоящая. — Похвасталась Глафира Семеновна. — Вот написано «Пур ля дам», вон «Пур ля месье», вон бювет. Тут можно выпить желающим. — Так я, Глаша, с удовольствием бы выпил. Спроси, сколько минут стоим. — Нет, нет. А на кого ты меня оставишь? Я боюсь. А вдруг опять разбойник? — Да и разбойник, должно быть, в немецкой земле остался. Неужели же его через границу пропустили? — Наконец ты можешь со мной вместе выйти. — Конъюнктер, — опять закричала Глафира Семеновна. — Комбьен мину ты си? Последовал ответ на французском языке. — Ме, ну, в лон буар, — произнесла Глафира Семеновна. — Да, буар, буар вен руш, а то так бир, — прибавил Николай Иванович и тут же похвастался перед женой. — Все хмельные слова я отлично знаю. Кондуктор протянул руку и что-то сказал по-французски. — Что он говорит, Глаша? — Сам принести хочет нам вина. — Комбьен пур дугель? В ответе Николаю Ивановичу послышалось слово «депеша». — Как? Тоже депешу надо? — спросил Николай Иванович. — И здесь по телеграфной депеше. — Да нет же, нет. Давай ему скорее денег. Давай два французских серебряных четвертака. Скорей, скорей. — Вот, — Николай Иванович, сунув кондуктору, деньги прибавил. — Тут труа четвертак. Пусть на труа франк. А я думал, что и здесь, как и в Немеччине, все надо по телеграфу. Когда кондуктор упомянул про депеша-то, отнесся он к жене по уходе кондуктора. — Да нет, нет. Он не про депеша упомянул, а сказал «депешу», то есть «поторопитесь». — Здесь французская земля, здесь этого нет. — Ну, то-то. А то удивительно странно показалось. Думаю, там только обеды по телеграфическим депешам, а здесь уже выпивка. — Нет, какова учтивость у французов, а? Только заикнулись насчет выпивки, и сейчас, пожалуйста, я вам принесу. — Еще бы. Французы — удивительно учтивый народ. Разве можно их сравнить с немцами? — Я, Глаша, страсть как рад, что мы попали во французскую землю. — А я-то как рада. Поезд, однако, не простояв и двух минут, двинулся, минуя станционные освещенные вывески. — Глаша, а выпивка-то? Где же венруш-то? — Надул кондуктор. Вот тебе и французская учтивость! — воскликнул Николай Иванович, но в это время дверь купе отворилась, и в купе влез кондуктор, держащий в руке бутылку вина, горлышко которой было прикрыто стаканом. Учтиво поклонившись и что-то сказав, он протянул Николаю Ивановичу бутылку. — Вот за это, месье, спасибо, вот за это мерси, гранд мерси, рюс мерси, — заговорил Николай Иванович, принимая бутылку. Француз что-то спросил и, подумав, еще что-то прибавил. От него так и пахнуло вином. Очевидно, он и сам сейчас только выпил, да и раньше не отказывался от вина. — Да. Николай Иванович заметил это и сказал жене. — Парень-то, кажется, изрядно хвативший. — Ничего, французы и пьяные любезны, это совсем особый народ. Между тем кондуктор сказал что-то еще. — Билеты требуют, — пояснила Глафира Семеновна. — Да понял я, понял. Что ты переводишь-то? Оказывается, что по-французски я все понимаю и могу свободно разговаривать. — Вот, месье, белье, вуаля. — А бюве, месье, не хочешь? — Не вуле бювенруш, — вдруг предложил Николай Иванович кондуктору. Простригая билеты, тот что-то ответил. — Ну вот и отлично, бюве. Николай Иванович налил стакан и протянул кондуктору. Тот поклонился и отстранил стакан. — Глош, да что он такой-то? — недоумевал Николай Иванович. — Хочет, чтобы ты прежде выпил. — Я же отлично требьен. Вот, за здоровье, франц. Николай Иванович залпом выпил стакан и продолжал. — Мы любим вашего франц. Очень любим. — Глаш, переведи. — Ну, рюс, ну, зимон для франц. Кондуктор взял поданный ему стакан с красным вином, поднял его и, воскликнув «Вива ля рус», тоже выпил его залпом. — Друг, ами, франце и рюс, ами, — прокинул ему руку Николай Иванович. Кондуктор потряс руку. — Анкор, — предложил Николай Иванович. Француз что-то забармотал на своем, почти понятном Николаю Ивановичу, языке. — Что он говорит-то, Глаш? — Принесет еще бутылку, и тогда опять с тобой выпьет. — Ну, душа, человек! — воскликнул Николай Иванович, ударяя кондуктора по плечу. — Ну, Бен, Бен, принеси, опять выпьем. Кондуктор раскланился, повернул ручку двери купе и исчез во мраке. При таких обстоятельствах Николай Иванович и Глафира Семеновна въезжали во французскую землю. Париж. С французским кондуктором Николай Иванович все-таки выпил две бутылки красного вина. Со второй бутылкой кондуктор принес ему и белого хлеба с сыром на закуску, а Глафире Семеновне грушу и предложил ее с галантностью ловкого кавалера. Появление такого человека, резко отличающегося от угрюмых немецких кондукторов, значительно ободрило супругов в их путешествии, и после того, как на заре багаж их в Верье был слегка осмотрен заглянувшим в купе таможенным чиновником, они начали дремать, совершенно забыв о разбойниках, которых так опасались вначале. К тому же стало светать, а дневной свет, как известно, парализует многие страхи. Подъезжая к Номюру, они уже спали крепким сном. Кондуктор хотя и заглядывал в купе для проверки билетов, но, видя супругов спящими, не тревожил их. Когда они проснулись, было ясное солнечное утро. Солнце светило ярко и приветливо озаряло мелькавшие мимо окон вагона каменные деревенские домики, сплошь засланные вьющимися растениями, играло на зеленых еще лугах, на стоящих в одиночку дубах с пожелтевшей листвой, на синей ленте речки, идущей вдоль дороги. Глафира Семеновна сидела у окна купе и любовалась видами. Вскоре маленькие каменные домики стали сменяться более крупными домами. Появились вывески на домах, мелькнула железная решетка какого-то сада, стали появляться высокие фабричные трубы, курящиеся легким дымком. И вдруг Глафира Семеновна воскликнула — Батюшки, Эйфелева башня вдали, я ее сейчас по картине узнала. Николай Иванович, радуйся, мы подъезжаем к Парижу. — Да что ты! — подскочил к окну Николай Иванович. — Вон, вон, видишь? — указала Глафира Семеновна. — Да, да, Эйфелева башня, она есть. — Кончен, кончен дальний путь, вижу край родимый, — запел он. Стали попадаться по дороге уже улицы. Дома все вырастали и вырастали. Виднелась церковь с готическим куполом. Движение на улицах все оживлялось. Поезд замедлял ход, скрежетали тормоза. Еще несколько минут, и вагоны остановились около платформы, на которой суетились блузники в кепе и с бляхами на груди. — Приехали! В Париж приехали! — радостно произнесла Глафира Семеновна, когда кондуктор отворил перед ними дверь купе. В дверь рванулся блузник, предлагая свои услуги. — Уй, уй! Принем он саквояж, — сказала Глафира Семеновна. — Шершек, а шепур, партир, хотель. — Николай Иванович, бери подушки. Что ты стоишь с туканом? Блузник что-то спросил. — Да, да, ватюр и анкор наш багаж, — совала она ему квитанцию. — Уй, уй, мадам. Багаж был взят, и блузник потащил его на спине на вокзальную площадь. Супруги следовали сзади. Вот и улица, суетящаяся на ней публикой. Николай Иванович поражал всех своей громадной охапкой подушек. Какой-то уличный мальчишка, продававший с рук билеты для входа на выставку, даже что-то крикнул. Причем Николаю Ивановичу послышалось рус. Французский городовой в синей пелерине, в кепе, с закрученными усами и с бородкой клином, махнул по направлению к стоящим шеренгу извозчикам. От шеренги отделилась карета с сидящим на козлах краснорожем, гладкобритым жирным извозчиком в белой лакированной шляпе-цилиндре и подъехала к супругам. Багаж уложен на крышу кареты, блузнику вручена целая стопа французских пятаков, как называл Николай Иванович, медные десятисантимные монеты, и супруги сели в карету, заслонившись подушками. Извозчик обернулся и спросил, куда ехать. — Хотель какой-нибудь, данхотель, — сказала Глафира Семеновна. Извозчик спросил, в какой конкретно. — Ах ты, боже мой, да я не знаю. Кель, Женесепа, Николай Иванович, кель. — Да почем же я-то знаю? — Все равно, каше, сэтигаль, кель. Эн, хотель, нам нужно шамбр и дели. Извозчик в недоумении что-то забармотал. — Глаша, а что он говорит-то? — Решительно не понимаю. — Эн, шамбр, данхотель. Ну, вы, жер, ну, ну, дэр-си. Стоящий тут же городовой что-то сказал извозчику. Тот покачал головой и поехал легкой трусцой, помахивая бичом не на лошадь, а на подскакивающих к окнам кареты мальчишек, блузников с какими-то объявлениями и с букетами цветов. Минут через десять он остановился около подъезда и что-то крикнул. Выскочил лакей в черной куртке и переднике чуть ли не до земли. Извозчик что-то прокричал лакею. Тот отрицательно покачал головой и отвечал, что все занято. — Эн, шамбр, а век дели, — сказала глафера Семеновна лакею. — Нон, мадам, — развел тот руками. Извозчик потащился дальше. Во второй гостинице тот же ответ, в третьей — то же самое, в четвертой даже и не разговаривали. Выглянувший на подъезд портье прямо махнул рукой, увидав подъехавшую с багажом на крыше карету. Супруги уже странствовали более получаса. — Нигде нет комнаты, ну что же нам делать? — спросил жену Николай Иванович. — Нужно искать, нельзя же нам жить в карете. Извозчик обернулся на козлах, заглянул в переднее стекло кареты и что-то пробормотал. — Алле, алле, — махала ему глафера Семеновна. — Ен, шамбр, ну, не пувон, сан, шамбр, надо шерше анкор, отель. — В пятой гостинице то же самое. Портье выглянул и молча махнул рукой. — Что за незадача! — воскликнул Николай Иванович. — Глаш, ведь просто хоть караул кричи. — Ну, Париж. — Попробую-ка я на чай дать, а вось и комната найдется. — Мусье, мусье! Махнул он торчащий в стекле двери фигуре портье и показал полуфранковую монету. Тот отворил дверь. — Вот, на чай, прне, — протянул Николай Иванович портье монету. — Сепур буер, — поправила мужа глафера Семеновна. — Прне и доннур зен шамбр. Портье что-то ответил и покачал головой, но деньги все-таки взял. — Я comprends, я comprends. А где есть шамбр? — У Шерше. Портье стал говорить что-то извозчику и показывал руками. Снова поехали. — Великое дело — давание на чай, — воскликнул Николай Иванович. — Оно развязывает языки. И, помяни мое слово, сейчас комната найдется. Извозчик сделал несколько поворотов из одной улицы в другую, въехали в какой-то мрачный переулок с грязненькими лавочками в громадных серых шестиэтажных домах, упирающихся крышами в небо, и остановились около неказистого подъезда. Извозчик слез с козел, направился в подъезд и вышел оттуда с худенькой старушкой в белом чупце. — Ен Шамбр, овек Дели, — обратилась к ней глафера Семеновна. Старушка благодушно улыбнулась и отворила дверцу кареты. — Есть комната! — воскликнул Николай Иванович. — Ну, что я говорил? Супруги вышли из кареты и направились в подъезд. Восемь франков — это сколько? В подъезде на площадке висели карты с расклеенными афишами цирка, театров, петит, журнал. Пахло чем-то жареным. Налево от площадки была видна маленькая комната. Там за конторкой стоял старик в сером потертом пиджаке, с серой щетиной на голове, в серебряных круглых очках и в вышитых гарусом туфлях. Старушка в белом чупце предложила супругам подняться по деревянной узкой чуть ли не винтовой лестнице. — Этаж? — спросила ее Глафира Семеновна. Старушка что-то ответила, и Бойко пошла вперед. — В третьем этаже? — переспросил Николай Иванович жену. — В третьем. Ну что ж, это не очень высоко. — Раз этаж, два этаж, три этаж, четыре этаж, считал Николай Иванович и воскликнул. — Позвольте, мадам, да это уж в четвертом. Зачем же говорить, что в третьем? — Глаш, скажи ей, куда же она ведет-то? — Во, во, заведи труазьен, — начала Глафира Семеновна, еле переводя дух. — А ведь это... Старушка обернулась и показала рукой куда-то наверх. — Еще выше? Фу ты пропасть! Да она нас на каланчу ведет, ведь это уже пятый, Глаша. — Сянг, мадам, сянг, — старалась, пояснить старушке Глафира Семеновна. Но старушка, стоя на своем, упрямо что-то пробормотала и ввела их в коридор. — Фу, черт! Да неужто мы этажей считать не умеем? Пятый. Скажи ей, Глаша, что пятый. — Да ведь что ж говорить-то? Уверяй, что третий. Старушка распахнула дверь из коридора в комнату и что-то сказала. Николай Иванович заглянул и воскликнул. — Да ведь это клетушка. Тут и одному не поместится. И, наконец, всего одна кровать. Нам нужно две кровати. — Три, да! — пояснила старушка Глафира Семеновна. Старушка улыбнулась и что-то сказала. — Говорит, что поставит вторую кровать. Супруги обозревали комнату. Старая старинного фасона красного дерева кровать под драпировкой, какой-то диванчик, три стула, круглый стол и шкаф с зеркалом — вот и все убранство комнаты. Два больших окна были наполовину загорожены чугунной решеткой, и в них виднелись на противоположной стороне узенькой улицы другие такие же окна, на решетке одного из которых висело для просушки детское одеяло, а у другого окна стояла растрепанная женщина и отряхивала, ударяя о перила решетки, подол какого-то платья, держа корсаж платья у себя на плече. — Ну, Париж, — сказал Николай Иванович. — Не стоило в Париж ехать, чтобы в таком хлеву помещаться. — А все-таки нужно взять эту комнату, потому надо же где-нибудь поместиться, не ездят же нам по городу до ночи. И так уж, часа два мотались, бог знает, сколько гостиниц объездили, — отвечала Глафира Семеновна и, обратясь к старухе, спросила о цене. — Что такое десять франков? — воскликнул Николай Иванович. — Да ведь это разбой. Десять четвертаков по сорока копеек — четыре рубля. Совсем разбой. Хотя восклицание было сделано по-русски, но старуха-француженка поняла его, потому что пожала плечами, развела руками и что-то произнесла в ответ. — Она говорит, что из-за выставки так дорого, — пояснила Глафира Семеновна. — Все равно разбой. Ведь такие коморки на такой каланче у нас в Петербурге по полтине в сутки ходят. И уж много-много, что по семьдесят пять копеек. А то четыре рубля. — Да я дам четыре рубля, дам и пять. Ну и ты дай мне настоящую комнату. — Се-ше-р, мадам, — попробовала сказать Глафира Семеновна, но старуха опять развела руками и опять упомянула про выставку. — Лучше нет? — спрашивал Николай Иванович. — Глаш, спроси. — Ву-заве-бон-шамбр? Ну, вулон-бон-шамбр. Старуха покачала головой. — Ну, что тут делать, — взглянул Николай Иванович на жену. — Надо брать. Не мотаться же нам еще полдня по Парижу. — Да ведь вышина-то какая! Это ж на манер думской каланчи. — Потом поищем что-нибудь получше. А теперь нужно же где-нибудь приютиться. — А нафи мы, грабители! Русским мура кричат, и с них же семь шкур дерут. — Да ведь за это-то и кричат, что семь шкур дерут. — Эбьен, мадам! — вопросительно взглянула на супругов старуха. — Вуй! Ну, припом! Делать нечего. Матер-багаж! Глафира Семеновна стала снимать с себя ватерпруф. Старуха позвонила, чтобы послать за багажом. Николай Иванович пошел вниз рассчитываться с извозчиком. По дороге он сосчитал число ступеней на лестнице. Оказалось восемьдесят три. — Восемьдесят три ступени! Десять поворотов на лестнице, пять площадок. И это они называют в третьем этаже, — гречился он. — Черти! Право черти! — Комбьян! — обратился он к извозчику, вынимая из кармана на ладонь горсть серебра. — Фитфранк, месье! — произнес тот. — Как, Витфранк, то есть восемь франков? Да ты, почтенный, не как белины объелся. Восемь четвертаков по сорок копеек. Да ведь это три двадцать! — восклицал Николай Иванович. — Месье! — обратился он к старику, стоявшему при их приезде за конторкой и теперь вышедшему на подъезд. — Витфранк хочет. Ведь у вас такса. Не может же быть, чтобы это было по таксе. Старик заговорил о чем-то с извозчиком, потом обратился к Николаю Ивановичу на французском языке. Что-то очертил ему пальцем на своей ладони, но Николай Иванович ничего не понял, плюнул, достал две пятифранковые монеты и, подавая их извозчику, сказал по-русски. — Трех рублей ни за что не дам, хоть ты разорвись. Вот тебе два целковых и проваливай. — Оле, оле, вон, оле! — махал он рукой, отгоняя извозчика. Извозчик просил всего только восемь франков и, получив десять и, видя, что его гонят прочь, не желая взять сдачи, просто недоумевал. Наконец он улыбнулся, наскоро снял шляпу и сказал «Мерси, месье!» и, стегнув лошадь, отъехал от подъезда. Старик дивился щедрости путешественника, пожимал плечами и бормотал по-французски. Николай Иванович, принимая пятифранковые монеты за серебряные рубли и в простоте душевной, думая, что он выторговал у извозчика рубль двадцать копеек, поднимался в свою комнату наверх, следуя за прислугой, несший его багаж, уже в несколько успокоившемся состоянии и говорил сам с собой «Два рубля!» «И два-то рубля! Ужас-то, как дорого за такую езду! Ведь, в сущности, все по одному и тому же месту путались и больших концов не делали». Глафиру Семеновну он застал заказывающий кофе. Перед ней стоял в рваном пиджаке, в войлочных туфлях и в четырехугольном колпаке из белой пищи бумаги какой-то молодой малыш со спаниолкой на глупом лице и говорил «Мадан, ви кофе, Оле! Ви, ви!» «Я кофе заказываю», — сказала Глафира Семеновна мужу. «Надо же чего-нибудь выпить». «Да-да, кофе отлично», — отвечал Николай Иванович. «Ты, брат, и масло приволоки, и булок», — обратился он к слуге. «Глаша, переведи ему». «Пян и бер», — сказала Глафира Семеновна. «И побольше, буку». «Пян бер», — повторил Николай Иванович. «Ви, ви, мсье, анда жени». «Да-да, мне и жене. Ну, живо». Слуга побежал исполнять требуемое. Кофе и паспорт Когда Николай Иванович и Глафира Семеновна умылись, поспел и кофе. Тот же слуга в потертом пиджаке и четырехугольном бумажном колпаке внес поднос с кофейником, молочником и булками. Прежде всего Николая Ивановича поразили громадные чашки для кофе, превосходящие по своим размерам даже суповые чашки. При них находились так называемые десертные ложки. Николай Иванович, как увидел чашки и ложки, так и воскликнул. «Батюшки, чашки-то какие! Да ты б еще, молодец, ведра с уполовниками принес! Кто ж в таких чашках кофе пьет? Уж в прачке на что-то кофеища охотница. От такую чашку кофе, я полагаю, ни одна прачка не вытянет». Слуга стоял, кланялся и глупо улыбался. «Глаш, переведи ему», — обратился Николай Иванович к жене. «Да как же я переведу-то?» — отвечала Глафира Семеновна в замешательстве. «Ты такие слова говоришь, которых я по-французски-то и не знаю». «Ле тастри гран!» — указала она слуге на чашке. «Пуркуа гран!» Слуга улыбнулся, показал руками на чашке и что-то сказал. «Говорит, что такие чашки нужно», — перевела Глафира Семеновна. «Верно уж, у них такой обычай, верно уж, кофейная страна». «Ты ему про прачку-то скажи». «Я не знаю, как прачка по-французски». «Как не знаешь? Ведь комнатные слова ты все знаешь, а прачка — комнатное слово». «Ну вот, поди, что забыла». «Так как же мы стирать-то будем? Ведь белье придется в стирку отдавать». «Ну, тогда я в словаре посмотрю. Наливай же себе кофе и пей. Чего ты над чашкой-то сидишь?» «Да как тут пить-то? Тут надо ложками хлебать, а не пить». «Знаешь, что я думаю? Я думаю, что они нарочно такие купели вместо чашек нам подали, чтоб потом за три порции кофе взять, а то так и за четыре. Вот, помяни мое слово, за четыре порции в счет наворотят. Грабеж, чисто грабеж. Да пей уж, пей. Ведь на грабеж и с границ поехали». Слуга все стоял и глупо улыбался. Наконец, собираясь уходить, он что-то спросил. Николай Иванович из всей его речи понял слово «анкор» и воскликнул. «Как анкор? Как еще? Ведра с кофе им принес, да еще спрашивает, не подать ли анкор. Сорковедерную бочку с кофе им нам еще хочешь приволоть, что ли? Иди, иди с Богом. Вишь, как разлакомился, анкор». «Правда купец-то в Кельне на станции говорил, что здесь семь шкур дерут», — отнесся Николай Иванович к жене. Слуга все еще стоял, глупо улыбался и, наконец, что-то сказал. «Глаш, что он торчит-то? Что ему еще-то надо?» «Говорит, что очень любит слушать, когда говорят по-русски», — перевела Глафира Семеновна и кивнула слуге, сказав «алле». Тот переминался с ноги на ногу, никуда не шел и что-то пробормотал. «Что он говорит-то? Чего еще-то ему надо, Глаш?» «Спрашивает, как нас зовут». «А, паспорт. Сейчас, сейчас», — засуетился Николай Иванович. Слуга покачал головой и замахал руками. «Говорит, что паспорт не надо, просит только твою карточку». «Как не надо? Вздор! Пускай уж заодно берет. Ведь прописаться же надо в участке, ведь не на один же день приехали. Вот паспорт», — выложил Николай Иванович на стол свою паспортную книжку. Слуга отстранил ее рукой и стоял на своем, что паспорта не надо, а надо только карточку. «Дай ему свою визитную карточку. Говорит, что паспорта не надо. Верно, здесь не прописываются». «Да и как-то возможно, чтобы не прописывались. Где же это видно, чтобы не прописываться в чужом месте? Почем они нас знают? А вдруг мы беспаспортные?» «Вот, брат, бери-ка паспорт», — протянул слуге Николай Иванович книжку. Слуга опять покачал головой и что-то забармотал. «Да что ты его задерживаешь-то? Ну, дай ему свою карточку. Ведь для чего же нибудь ты велел сделать твои карточки на французском языке?» Николай Иванович пожал плечами и подал карточку. Слуга удалился. «Глаша, знаешь, что я полагаю?» — сказал Николай Иванович по уходе слуги. «Я полагаю, что тут какая-нибудь штука». «Где же это видно, чтобы в гостинице паспорт не брали в прописку?» «Какая штука?» «А вот какая. Не хотят ли они отжилить наш багаж, наши вещи?» «Мы уйдем из номера, вещи наши оставим, вернемся, а они нам скажут. Да вы у нас в гостинице не прописаны, стало быть, вовсе не останавливались, и никаких ваших вещей у нас нет». «Да что ты, выдумаешь, тоже». «А отчего же они паспорт не взяли в прописку?» «Паспорт в гостиницах прежде всего». «Нет, я внизу, во что бы то ни стало, всучу его хозяйки. Паспорт прописан, так и всякому спокойнее. Ты сейчас и в полицию жаловаться можешь, и всякая штука». Глафира Семеновна между тем напилась уже кофею и переодевалась. «Ты смотри, Глаш, все самое лучшее на себя надевай», — говорил Николай Иванович жене. «Здесь, брат, Париж, здесь первые модницы, первые фронтихи. Отсюда-то и моды к нам идут. Так уж не надо ударить в грязь лицом. А то что за радость, ежели за кухарку какую-нибудь примут? Паспорта нашего не взяли, стало быть, не знают, что мы купцы. Да здесь, я думаю, и кухарки-то по последней моде одеты ходят». «Да ведь мы на выставку сейчас поедем. Вот ежели бы в театр», — пробовала возразить Глафира Семеновна. «Так на выставке-то, по всем вероятиям, все, как, разряжены. Ведь выставка, а ничто другое». «Нет уж ты, новое шелковое платье надень, бархатное пальто, визитную шляпку, бриллиантовую брошку и бриллиантовые браслетики». «Зачем же это?» «Надевай, тебе говорят, а то за кухарку примут». «В модный город, откуда всякие наряды идут, приехали, да вдруг в тряпке одеться. Все лучшее надень, а главное бриллианты. Да и спокойнее оно будет, ежели бриллианты-то на себе. А то, вон, видишь, паспорта даже в прописку не взяли. Так как тут бриллианты-то в номере оставлять? У тебя бриллиантов с собой больше, чем на четыре тысячи». «Ну вот разве только из-за этого?» «Надевай, надевай, я дело говорю». Через четверть часа Глафира Семеновна оделась. «Ну вот, так хорошо. Теперь никто не скажет, что кухарка», — сказал Николай Иванович. «Вот и я бриллиантовый перстень на палец надену». «Совсем готова?» «Совсем. На выставку поедем». «Ну, конечно же, прямо на выставку». «Как выставка-то по-французски? Как извозчик-то нанимать?» «Алекспозицион». 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 «Ну, тронемся». Николай Иванович и Глафира Семеновна сошли с лестницы. Внизу Николай Иванович опять всячески старался всучить свой паспорт в прописку, обращаясь уже на этот раз к хозяину и хозяйке гостиницы. Но те также наотрез отказались его взять. «Нет, уж ты что не говори, а тут какая-нибудь штука да есть, что они паспорта от нас не берут», — воскликнул Николай Иванович, выходя из подъезда на улицу, и прибавил. «Нужно держать ухо востро». «Кошон или коше?» «Батюшки, да тут и извозчиков-то нет. Вот в какую улицу мы заехали», — сказал Николай Иванович жене, когда они вышли из подъезда гостиницы. «Как теперь на выставку попасть?» «Язык до Киева доведет», — отвечала храбро Глафира Семеновна. «А ты по-французски-то тоже одни комнатные слова знаешь? Или какие другие?» «По-французски я и другие слова знаю». «Да знаешь ли ты уличные слова? Вот мы теперь на улице, так ведь и уличные слова понадобятся». «Еще бы не знать. По-французски нас настоящая француженка учила». Николай Иванович остановился и сказал. «Послушай, Глаша, а может быть мы на выставку-то вовсе не в ту сторону идем? Мы вышли направо из подъезда, а может быть надо налево?» «Да уж мы только до извозчика идем, а тот довезет». «Ну, все-таки лучше спросить. Вон над лавкой красная железная перчатка висит, и у дверей должно быть хозяин-перчаточник с трубкой в зубах стоит. Его и спроси». Напротив, через узенькую улицу, около дверей в невзрачную перчаточную лавку, стоял в одной жилетке, в гарусных туфлях и в синей ермолке с кисточками пожилой человек с усами и бакенбардами и курил трубку. Супруги перешли улицу и подошли к нему. «Пардон, месье!» — обратилась к нему Глафира Семеновна. «Алекспозицион! Эдруэу и гош!» Француз очень любезно стал объяснять дорогу, сопровождая свои объяснения жестами. Оказалось, что супруги не в ту сторону шли, и пришлось обернуться назад. Вышли на перекресток улиц и опять остановились. «Кажется, перчаточник сказал, что направо», — пробормотала Глафира Семеновна. «Бог его ведает. Я ничего не понял. Стрекотал, как сорока», — отвечал муж. «Спроси». На углу была посудная лавка. В окнах виднелись стеклянные стаканы, рюмки. На стуле около лавки сидела старуха в красном шерстяном чипце и вязала чулок. Опять расспросы. Старуха показала налево и что-то сказала. Взяли налево, прошли улицу и очутились опять на перекрестке другой улицы. Эта улица была уже многолюдная. Сновало множество народу, ехали экипажи, ломовые телеги, запряженные парой. Тащились громадные омнибусы, переполненные пестрой публикой, хлопали, как хлопушки бичи кучеров. Магазины уже блистали большими зеркальными стеклами. «Рю Лафаэт», — прочла надпись на углу Глафира Семеновна и прибавила. «Эта улица зовется Рю Лафаэт. Я помню, что я что-то читала в одном романе про Рю Лафаэт. Эта улица мне знакома. Однако надо же взять извозчика. Вон, порожний извозчик в белой шляпе и красном жилете едет. — Николай Иванович, крикни его. Мне неловко кричать. Я дама». «Извозчик!» — закричал Николай Иванович. «Да что ж ты по-русски-то? Надо по-французски». «Тьфу ты пропасть! Совсем забыл, что здесь по-русски-то не понимают. И как извозчик-то по-французски?» «Коше». «Да так ли? Кажется, это ругательное слово. Кажется, коше — свинья». «Свинья — кошон, а извозчик — коше». «Вот язык-то! Коше — извозчик, кошон — свинья. Долго ли тут перепутаться?» «Да кричи же, кричи, Николай Иванович». «Эй, коше! Мусье — коше!» «Ну вот, пока ты собирался, его уже взяли. Вон какой-то мужчина садится в коляску. Так здесь нельзя. И что это у тебя за рассуждение? Вон еще едет извозчик. Кричи!» «Коше!» — крикнул опять Николай Иванович и махнул ему зонтиком. Но извозчик сам махнул ему бичом и отвернулся. «Не едет. Должно быть занят». Опять перекресток. «Рюлафит!» — прочитала Глафира Семеновна и прибавила. «Рюлафит мне по роману знакома. Рюлафит я отлично помню. Батюшки!» «Да ведь в Рюлафит Анжелика приходила на свидание к Гастону, и здесь Гастон ранил Жерома кинжалом!» — воскликнула она. «Какая Анжелика? Какой такой Гастон?» — спросил Николай Иванович. «Ты не знаешь. Это в романе. Но я-то очень хорошо помню. Так-так. Еще угольщик Жак Видал устроил ему после этого засаду на лестнице». «Ну, вот, извозчик, кричи, кричи!» «Каше! Каше!» Извозчик, которому кричали, отрицательно покачал головой и поехал далее. «Да что за черт! Не везут! Ведь это, пожалуй, пехтурой придется идти!» — сказал Николай Иванович. «Пешком невозможно. Давеча француженка сказала, что выставка очень далеко», — отвечала Глафира Семеновна. «А вот еще извозчик на углу стоит. Каше! Каше!» Обратилась она к нему сама. «Алекспозицион!» Извозчик сделал пригласительный жест, указывая на коляску. «Не садись так! Не садись без ряды!» Остановил Николай Иванович жену, влезшую уже было в экипаж. «Надо поторговаться! А то опять черт знает сколько сдерут!» «Каше!» «Комбиен алекспозицион!» — спросил он. Извозчик улыбнулся, полез в жилетный карман, вынул оттуда печатный лист и протянул его Николаю Ивановичу, что-то прибавив, кивая на экипаж. «Да что ты мне бумагу-то суешь?» «Ты мне скажи!» «Комбиен алекспозицион!» Извозчик что-то сказал. «Глаша, что он говорит-то?» «Он говорит, что на листе написано, сколько стоит до выставки. Садись же! Должно быть в листке такса». «Да не желаю я так садиться!» «Отчего ж, когда извозчик вез нас в гостиницу, то не совал никакой таксы?» «Алекспозицион, Йен, Франк, Четвертак». «О, нонсе!» Отрицательно покачал головой извозчик и отвернулся. «Да садись же, садись, Николай Иванович, а то без извозчика останемся!» Протестовала Глафира Семеновна и вскочила в экипаж. «Глаша, ну нельзя же, не торговавшись, сдерут!» «Садись, садись!» Николай Иванович все еще ворча поместился тоже в экипаже. Извозчик не ехал, он обернулся к ним и что-то сказал. «Але, але!» – махнула ему рукой Глафира Семеновна. «Франк и пятьдесят сантимов просят, и чтобы ему на чай дать», – объяснила она мужу. «Але, але, каше! Алекспозицион!» Извозчик еще что-то спросил, все еще не трогаясь. «Вот уж теперь решительно ничего не понимаю. Але, але!» «Алекспозицион!» «Пурбуарвуй!» «Але!» Извозчик улыбнулся, слегка тронул лошадь бичом, и экипаж поплелся. «На извозчике по Парижу». Через пять минут извозчик обернулся к сидевшим в экипаже супругам и что-то сказал. «Глаша, что он говорит-то?» – отнесся к супруге Николай Иванович. «Да кто ж его знает? Не понимаю». «Да ведь это же уличные слова. А про уличные слова ты хвасталась, что знаешь отлично». «Уличных слов много. Да, наконец, может быть, это и не уличные». «Это вот рус, мсье?» «Энглер? Эспанель?» «Рюс, рюс», – отвечала Глафира Семеновна и перевела мужу. «Спрашивают, русские мы или англичане». «Рюс, брат, рюс», – прибавил Николай Иванович. «Да погоняй хорошенько». «Что, брат, словно по клюкву едешь? Погоняй. На «Т» или, как там у вас, на кофе получишь. Мы, рюс, любим только поторговаться, а когда нас разуважишь, мы за деньгами не постоим». «Ну, с какой стати ты все это бормочешь? Ведь он все равно по-русски ничего не понимает», – сказала Глафира Семеновна. «А ты переведи». «Але, але, вид, но данон был я, бьен данон». Изводчик произнес какую-то длинную фразу и указал бичом на громадное здание театра. «Ах, вот опера-то!» «Николай Иванович, это опера. Смотри, какой любезный извозчик. Мимо чего мы едем, рассказывает», – толкнула мужа Глафира Семеновна и прибавила. «Так вот она, опера-то. Здесь должно быть недалеко и кафе «Риш», в котором граф Клирмон познакомился с Клементиной. Она была танцовщицей из оперы». «Какой граф? Какая Клементина?» Удивленно спросил Николай Иванович жену. «Ты не знаешь. Это из романа. Эта Клементина впоследствии в конец разорила графа, так что у него остался только золотой медальон его матери, и этот медальон... Да что за вздор ты городишь?» «Это я про себя. Не слушай. Да, как приятно видеть те места, которые знаешь по книгам». Извозчик, очевидно, уже ехал не прямо на выставку, а колесил по улицам и все рассказывал, указывая бичом. «Нотр-дам. Пале-де-же-си». «И Нотр-дам знаю», — подхватила Глафира Семеновна. «Про Нотр-дам я много читала. Смотри, Николай Иванович». «Да что тут смотри. Нам бы скорее на выставку», — отвечал тот. Извозчик выехал на бульвары. «Итальянский бульвар», — рассказывал он по-французски. «Ах, вот он, итальянский-то бульвар», — восклицала Глафира Семеновна. «Этот бульвар почти в каждом романе встречаешь. Смотри, Коля, сколько здесь народу. Все сидят за столиками на улице, пьют, едят и газеты читают. И как же эта полиция-то позволяет? Прямо на улице пьют. Батюшки, да и извозчики газеты читают. Сидят на козлах и читают. Стало быть, все образованные люди. Николай Иванович, ты как думаешь?» «Да уж, само собой. Не нашим рязанским олахом чё-то. А только, Глаша, ты вот что. Не зови меня теперь Николай Ивановичем, а просто Мусье Николя. Париж, ничего не поделаешь. Въехали в такой знаменитый французский город, так надо и самим французиться. С волками жить, поволчьи выть. Все по-французски. Я даже думаю, потом в каком-нибудь ресторане на французский манер лягушку съесть. Пфу, пфу. Да я тогда с тобой и за стол не сяду. Ах, брат, назвался Гроздин, так полезай в кузов. Уж французица, так французица. Как лягушка-то по-французски? Ни за что не скажу. Да ты не знаешь, оттого и не скажешь. Нет, знаю. Даже чудесно знаю, а не скажу. Но все равно я сам в словаре посмотрю. Ты думаешь, что мне приятно будет эта лягушка-то? Нет, я нарочно. Пускай претит, но я поднатужусь и все-таки хоть лапку-то съем, чтобы сказать, что ел лягушку. Пожалуйста, об этом не разговаривай. Так вот они какие, бульвары-то. А я их совсем не такими воображала. Бульвар де Капюцин. Вот на этом бульваре гильем без ушей, переодетый блузником, в наклеенной бороде, скрывался, пил с полицейским комиссаром абсент, и тот никак не мог его узнать. Ты все из романов? Да брось ты, говорят тебе. Ах, Николай Иванович. — Николя, — перебил Николай Иванович жену. — Ну, Николя. Ах, Николя, да ведь это приятно. Удивляюсь только, как гильем мог скрываться, когда столько публики. Вот давеча извозчик упомянул и про Нотр-Дам де Лорет. Тут жила в своей мансарде Фаншетта. Худ и пропасть, вот бредит-то. Обвозив супругов по нескольким улицам, извозчик повез их на набережную Сены. Глафира Семеновна увидала издали Эйфелеву башню и воскликнула «Выставка!» В экипаж на подножку начали впрыгивать уличные мальчишки, предлагая купить у них билеты для входа на выставку. — Там купим, там, на месте купим. Может быть, у вас еще какие-нибудь билеты фальшивые? — отмахивался от мальчишек Николай Иванович. Извозчик подвозил супругов к выставке со стороны Тракадеро. Билет на выставку В Тракадеро около входа на выставку было громадное стечение публики, подъезжавшей в экипажах и омнибусах. Все это быстро бежало ко входу, стараясь поскорее встать в хвост кассы. В кассе, однако, не продавались, а только отбирались билеты. Купить же их нужно было у барышников, мальчишек или взрослых, которые толпою осаждали каждого из публики, суя ему билеты. Дело в том, что после выпуска выставочного займа, к каждому листу которого прилагалось по 25 даровых билетов для входа на выставку, Париж наводнился входными выставочными билетами, цена на которые упала впоследствии с франка до 30 сантимов и даже менее. Когда Николай Иванович и Глафира Семеновна вышли из экипажа, их также осадили барышники, суя билеты. Кто предлагал за 40 сантимов, кто за 30, кто за 25, на перерыв сбивая друг у друга цену. — Не надо, не надо! — отмахивался от них Николай Иванович и стал рассчитываться с извозчиком. — Сколько ему, Глаша, дать? — Сторговались за полтора четвертака, — сказал он жене. — Да уж дай три четвертака. Хоть и извозчик, а человек любезный, по разным улицам нас возил, места показывал. Николай Иванович дал три франка. Извозчик оказался очень доволен, снял шляпу и проговорил. — Оу! Мерси! Рус! — Батюшки, хвост какой у входа! — воскликнула Глафира Семеновна. — Становись скорее, Николя, в хвост! Становись! Это же ужас, сколько публики! А барышников-то сколько, продающих билеты! И ведь то удивительно на глазах полиции! Сколько городовых, и они их не разгоняют! Вон городовой стоит! Они встали в хвост очереди и проходили мимо городового. Городовой предостерегал публику насчет карманных воришек и поминутно что-то выкрикивал. — Глаш, а что он говорит-то? — поинтересовался Николай Иванович. — Да кто же его знает? — Ну вот, а ведь это уличные слова. Хвасталась, что уличные слова знаешь. Минут через пятнадцать супругам, стоявшим в хвосте, удалось достигнуть кассы. — Во билет, мся? — возгласил контролер. — Иль фо ажетэ, ну, навон па-ле билье, — отвечала Глафера Семеновна за мужа. — Ком биен аржан? — Мы не продаем билетов. Вы должны были купить на улице. Вернитесь, — сказал контролер. Пропустил супругов за решетку во входную калитку и тотчас же вывел их обратно в выходную калитку. — Глаша, что же это значит? — воскликнул Николай Иванович, очутившись опять на улице. — Не пускают без билетов. — Да ты бы купила в кассе. — Не продают. — Как не продают? Что мы за обсевки в поле? За что ж такое стеснение? Что же это, наши деньги хуже, что ли? — Не знаю, не знаю. Экутэ? Что же это такое? Ну, вулон все респозицион. Ну, вулон ашетэ белье, и нам не продают, — возмущалась Глафера Семеновна. — Белье, белье, где же купить-то? Ашетэ? Она размахивала даже зонтиком. К ней подошел городовой и произнес по-французски. — Купите вот у этого мальчика билеты, и вас пустят. Без билета нельзя. Он подозвал мальчишку с билетами и что-то ему сказал. — Ну, скажите на милость. Даже сами городовые поощряют барышников. У нас барышников городовые за шиворот хватают, а здесь рекомендуют, — восклицала Глафера Семеновна. Пришлось купить у мальчишки-барышника два входных билета за шестьдесят сантимов и вторично встать в хвост. В хвосте пришлось стоять опять четверть часа. — Ну, порядки, — покачивал головой Николай Иванович, когда наконец у них были отобраны билеты, и контролер пропустил их за решетку. За публикой супруги поднялись по каменной лестнице в здание антропологического музея, прошли по коридору и очутились опять на крыльце, выходящем в парк. Здание помещалось на горе, и отсюда открывался великолепный вид на площадь, занимаемую выставкой по обе стороны сены. Перед глазами был раскинут роскошный цветник. Яркие цветочные клумбы резко отделялись от изумрудного газона. Пестрели желтые дорожки, масса киосков самой причудливой формы, били фонтаны. Вдали выселись дворцы, и среди них, как гигант, возвышалась рыжекрасная эйфелева башня. Николай Иванович и Глафира Семеновна невольно остановились рассматривать красивую панораму выставки. — Ох, как хорошо, — проговорила Глафира Семеновна после некоторого молчания. — Долго ехали, много мучений вынесли по дороге, и, наконец, приехали, — прибавил Николай Иванович. — Ну что ж, надо осматривать. Пойдем к эйфелевой башне. — Пойдем. Только я, Николай Иванович, Николя, вот что. Я на самую башню влезать боюсь. — Дура. Да зачем же мы приехали-то? Для того и приехали на выставку, чтобы влезать на эйфелеву башню. — Пустяки. Мы приехали на выставку, чтобы посмотреть выставку. — А быть на выставке и не влезать на эйфелеву башню — все равно, что быть в Риме и не видать папы. Помилуй, там на башне открытые письма к знакомым пишут и прямо с башни посылают. — Иван Данилович прислал нам с башни письмо. Должны мы послать, да и другим знакомым. Я обещал. — Письмо можешь и внизу, под башней написать. — Не тот фасон. На башне штемпель другой. На башне такой штемпель, что сама башня изображена на открытом письме. А ежели кто около башни напишет, не влезая на нее, ничего этого нет. — Да зачем тебе штемпель? — Чтобы знали, что я на башню влезал. А то иначе никто не поверит. Нет, уж ты как хочешь, а на башню взберемся и напишем оттуда нашим знакомым письма. — Да ведь она, говорят, шатается. — Ну так и что же из этого? Шатается, да не падает. Ты, ежели уж очень робить будешь, то за меня держись. — Да ведь это же все равно, ежели свернемся. Обоим нам тогда не жить. — Сколько времени стоит и не валится, а тут вдруг повалится. — Да что ты, матушка? — На грех мастера нет. На береженого Бог бережет. — Нет уж, ты, Глаш, пожалуйста. Ты поднатужься как-нибудь и влезем на башню. С башни непременно надо письма знакомым послать. Знай наших. Николай Иванович и Глафира Семеновна на высоте Эйфелевой башни на манер туманов мотаются. — Не пошлем писем с башни, никто не поверит, что и на выставке были. — Голубушка, Глаша, ну ты уж не упрямся, — упрашивал жену Николай Иванович. — Поднимемся. — Ну хорошо, а только не сегодня. Не могу я вдруг. Дай мне на выставке-то немножко попривыкнуть и осмотреться. Ведь и завтра придется здесь быть, и послезавтра. Вот тогда когда-нибудь и поднимемся. — Отвечала Глафира Семеновна и стала сходить с крыльца в парк. — Ну вот за это спасибо, вот за это спасибо. Ты со мной на башню поднимешься, а я тебе хорошее шелковое платье куплю. Шестьсот французских четвертаков жертвую, даже семьсот. Покупай такое платье, чтобы бык забодал, чтобы все наши знакомые дамы в Петербурге в кровь расчесались от зависти. Опять о жареных лягушках Николай Иванович и Глафира Семеновна бродили по парку выставки, любовались фонтанами, останавливались перед киосками и заходили в них, ничем особенно в отдельности не поражаясь. Зашли в антропологический музей, посмотрели на манекены, представляющие быт народностей. Наконец Глафира Семеновна сказала «А только и Париж же, говорят, парижские моды, наряды, а вот бродим-бродим и ничего особенного. Нарядов-то даже никаких не видать. Самые простые платья на дамах, самые простые шляпки, простые плащи-ветерпруфы. У нас иная горничная лучше вырядится на гулянье, а ведь здесь выставка, стало быть, гулянье. Право, я даже лучше всех одета. Вот он, хваленый-то, модный Париж». «Правда, душечка, правда?» «И я то же самое заметил. Но не попали ли мы с какого-нибудь черного хода, где только такому народу допущение, который попроще?» — отвечал Николай Иванович. «Может быть, вон там настоящие модницы-то?» — указал он на сену. «А по улицам-то Парижа мы ехали. Так разве видели каких-нибудь особенных модниц?» «Все рвань. Простенькие платья, грошовые шляпки. Думала, что-нибудь это к набок, на сторону, с перьями, с цветами, с птицами. А решительно ничего особенного. Даже экипажей-то хороших с рысаками на улицах не видели. Нет, что это за парижские модницы? Срам один». «А вот как-нибудь вечером в театр пойдем. Так, может быть, там увидим. Но я уверен, что там за рекой публика наряднее. Просто мы ни с того подъезда, ни с аристократического на выставку попали». «А насчет красоты-то французской?» — продолжала Глафира Семеновна. «Вот у нас в Петербурге все ахают. Ах, француженки, ах, шик, ах, грациозность. И француженки пикантны, и француженки прелесть. Где она, прелесть-то? Где она, пикантность-то? Вот уже часа два мы бродим по выставке, и никакой я прелесть не нахожу. Даже хорошеньких-то нету. Так себе, обыкновенные дамы и девицы. Вон, какая толстопятая тумба идет. Даже кособрюхая какая-то. Не старая женщина, а на вид словно ступа. — Да, может быть, это немка, — заметил Николай Иванович. — Ну, зачем же немка-то в Париж затесалась? — А зачем мы, русские, затесались? — Нет, уж ты только любишь спорить. Конечно же, нет хорошеньких, и даже миленьких нет. Ну, покажи мне хоть одну какую-нибудь миленькую и шикарную. — Да, может быть, миленькие-то и шикарные француженки давно уж на выставку насмотрелись, и она им хуже горькой редьки надоела. Ведь выставка-то с весны открылась, а теперь-ча осень. — Ну да, я уверен, что мы на той стороне реки и модниц, и хорошеньких, и пикантных увидим, — решил Николай Иванович и прибавил. — Однако, Глаша, уже пятый час, и я есть хочу. Надо бы поискать, где пообедать. Мы читали в газетах, что на выставке множество ресторанов, а я пока еще ни одного не видал. Должно быть, на той стороне они. Пойдем на ту сторону. Вот мост. Кстати, на той стороне и Эйфелеву башню вокруг обойдем. Нельзя же, надо хоть снаружи ее сегодня вблизи осмотреть. Осмотрим башню и отыщем ресторан. Глафира Семеновна посмотрела на мужа и сказала, — Не пойду я с тобой в ресторан. — Это еще отчего? Да как же голодным-то быть? Ведь у меня уж и так брюхо начинает подводить. — Ну и пусть подводят, а я не пойду. — То есть отчего же это? Отчего? Ведь и ты же проголодалась. — А коли проголодалась, так вот как приедем домой, то пошлю за булками, за ветчиной и наемся. А в ресторан с тобой не пойду. — Да по какой причине-то? — Очень просто. Вспомни, что ты говорил, Дабич, насчет ресторана. Какую такую еду ты хотел спрашивать в ресторане? Вот из-за этого-то и не пойду. — О, это насчет жареной-то лягушки. Да я сегодня не буду ее требовать. Я перед отъездом из Парижа уж как-нибудь поднатужусь и съем жареную лягушину лапу. Но тогда я пойду в ресторан один, без тебя. — Врешь, врешь. Выпьешь лишнее, так и сейчас спросишь. Я тебя знаю. Ты пьяный, какую угодно гадость съешь. Видела я раз, как ты пьяный в Петербурге у татар в ресторане поспорил с приятелями на пари и у живого налима голову отгрыз. — Ну, так ведь тогда все чудили. Пентюков выпил водки с уксусом, прованским маслом и горчицей, а я потребовал живого налима. — Нет, Глаш, я пошутил. Я не стану сегодня лягушки требовать. Это я когда-нибудь один, без тебя. — Побожись, что не станешь лягушки сегодня требовать, тогда пойду. — Ну, вот ей-богу, сегодня не стану требовать лягушку. — Верно. — Верно. — Ну, смотри, ты побожился. — Тогда пойдем. И супруги направились к мосту, чтобы перейти на другой берег сены. Через четверть часа они стояли против Эйфелевой башни и, закинув головы наверх, смотрели, как ползут подъемные машины на башне, поднимающие публику в первый, во второй и в третий этажи. Как в каждом этаже около перил бродят люди, кажущиеся такими маленькими, как мухи или муравьи. — Неужто и нам придется по этой машине подниматься? — с замиранием сердца спросила Глафира Семеновна и, устав стоять, села на один из стоявших рядами перед башней садовых стульев. — Да что ж тут страшного-то? Сядешь, как в карету, машина свистнет и пошел, — отвечал Николай Иванович и тоже сел на стул рядом с женой. — Ух, страшно на такую высоту-то, — вздыхала Глафира Семеновна. — Зато письма с башни напишем и похвастаемся перед знакомыми, что взбирались в Поднебесье. — Николя, башня шатается. Вот я и теперь вижу, что она шатается. — Да нет же, ну нет. — Я тебе говорю, что шатается. Видишь, видишь, ты смотри вправо. Супруги заспорили, но в это время перед ними остановилась пожилая женщина в потертом шерстяном платье, в бархатной наколке и с сумочкой через плечо. Она совала им в руки два желтеньких билета и что-то бормотала. Николай Иванович вытращил на нее глаза. — Чего вам, мадам? Чего такого? Чего вы ввязываетесь? — спросил он удивленно. Женщина повторила свою фразу. — Да что нужно-то? Мы промеж себя разговариваем. — Сэм алфам. — И больше ничего, — указал Николай Иванович на Глафиру Семеновну и прибавил, обращаясь к женщине. — Алле, алле, а то я городового позову. Женщина продолжала что-то говорить и совала билеты. — Билеты? Какие такие билеты? Никаких нам билетов не нужно. Глаша, да скажите ей по-французски, отгони прочь. Алле, алле. Женщина продолжала что-то настойчиво говорить, указывая на стулья. — Она говорит, что мы должны заплатить за стулья, — пояснила Глафира Семеновна. — За какие стулья? — Да вот, на которых мы сидим. — В первый раз слышу. Что же это за безобразие? Где же это видно, чтобы за стулья в саду брать? — Ведь это ж выставка, ведь это ж не театр, не представление. Скажи ей, чтобы убиралась к черту. — Как черт по-французски? Я сам скажу. Пожилая женщина продолжала что-то настойчиво говорить. — Требует двадцать сантимов. Говорит, что здесь везде за стулья берут, — перевела мужа Глафира Семеновна и прибавила. — Да заплати ты ей. Ну, стоит ли спорить? — Этот черт знает, что такое, — вскочил со стула Николай Иванович, опуская руку в карман за деньгами. — И какое несчастье, что я по-французски ни одного ругательного слова не знаю, чтобы обругать эту бабу, — бормотал он и сунул женщине деньги. Ресторан Дюваль. — За посидение на садовых стульях брать? Только этого и не доставало, — продолжал горячиться Николай Иванович после ухода женщины, взявшись с него за отдых. — И не диво, ежели бы представление какое было, а то ведь ничего. Сели люди отдохнуть и разговаривали. — На Эйфелеву башню смотрели. Вот тебе и представление, — отвечала Глафира Семеновна. — Да ведь за посмотрение Эйфелевой башни уж при входе взято. — То взято за посмотрение стоя, а это за посмотрение сидя. Полезешь на самую башню — опять возьмут. За каждый этаж возьмут. Я читала в газетах. — Так там берут за подъемную машину, за то, что поднимаешься. Все-таки катание, все-таки люди трудятся и поднимают. А тут стоит стул на месте, вот и все. — Просидели бы мы его, что ли? — Вставай. — Не хочу я больше сидеть, — сказал Николай Иванович жене, поднимаясь с места. — Теперь взяли за то, что, сидя на Эйфелеву башню, смотришь, а вдруг оглянешься и будешь вон на тот воздушный шар смотреть, что на веревке мотается. Так из-за посмотрения шара возьмут. Зачем, дескать, на шар, сидя на стуле, смотришь? — Да чего ты сердишься? Вернушь, здесь порядки такие. — Порядки. Ведь это ж безобразие. После этого будут брать, зачем в киоски заглядываешь и входишь. А как туда не заглянуть? На то и выставка. — Да уж взяли. И за киоск взяли. Да, ведь я в уборную-то ходила. Ты думаешь, даром двадцать пять сантимов взяли? — Да что ты! — Верно, верно. По таксе взяли. Такса. Горничная мне и на таксу указала. — Возмутительно. У нас уж, ежели где устроено, для дам уборная, ты иди в нее даром, без всякой приплаты. Разве горничную на чай от щедрот, что дашь? — И здесь я на чай дала. Дала пурбуар. А за вход двадцать пять сантимов отдельно. — Фу ты пропасть! После этого, пожалуй, за вход в ресторан возьмут. За вход отдельно, за еду отдельно. — Ой, ладно. Однако пойдем ресторан искать. Есть страх, как хочется. — Да вот, ресторан! — проговорила Глафера Семеновна и указала на вывеску на столбе с надписью «Ресторан Дюваль». Стрелка показывала направление, куда идти. Супруги отправились и вскоре остановились около здания с той же надписью, что и на столбе. У входа в ресторан была толпа. Публика становилась в хвост. — Батюшки! Что народу-то? Да ресторан ли это? — усомнился Николай Иванович. — Видишь, написано, что ресторан, — отвечала Глафера Семеновна. — Ну, торговля! Ну, вот торговля, так торговля! В хвост становятся, по очереди есть идут. Показать кому-нибудь из наших питерских трактирщиков такую торговлю, так в кровь расцарапался бы от зависти. — Ну, встанем в хвост, давай и приближаться ко входу. Посмотрим, какой это такой ресторан. Должно быть, на какой-нибудь знаменитый напали. — Только ты, пожалуйста, Николай Иванович, жареной лягушки не требуй. — Да я уж побожился, так чего ж тебе? Постепенно приближаясь ко входу, супруги, наконец, вошли в ресторан. Большой зал ресторана «Дюваль» был переполнен публикой. В него впускали через входную дверь ровно столько посетителей, сколько их выходило из выходной двери. В зале сидящий у входных дверей француз со спаниолкой тотчас же протянул супругам две карточки. — Как? И в ресторан за вход? И здесь билеты? — воскликнул Николай Иванович. — Ну что, Глаш, не говорил ли я тебе? — отнесся он к жене. — Да уж бери, бери. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. — Комбьян? — спросил Николай Иванович, вытаскивая из кармана на ладонь деньги. Француз со спаниолкой улыбнулся и что-то ответил. — После заплатишь. Бери, что подают. — перевела Глафира Семеновна. — Ну, город, ну, порядки. За вход в ресторан берут. У нас по зимам в ресторане Аркадия музыка играет, горлопяты разные поют, да и то за вход не берут. В зале все столы были заняты, так что пришлось отыскивать место, где можно было бы поместиться. Стучали вилки, ложки и ножи о тарелке. От людского говора стоял какой-то шум наподобие пчелиного жужжания. С супругом долго бы пришлось искать место, если бы их не окликнул лакей в курточке и в белом переднике чуть ли не до пола, в свежих упирающихся в гладко бритый подбородок в воротничках и с карандашом за ухом. Он приветливо улыбнулся, что-то сказал Николаю Ивановичу, повел за собой и, подведя к маленькому столу с мраморной доской, указал на стулья. Николай Иванович колебался, садится или не садится. — А за стулья здесь не берется? — спросил он слугу. — Глаш, спроси. — Да уж садись, садись. Нельзя же стоя обедать. — Бьюсь об заклад, что и здесь за стулья возьмут. — Проговорил Николай Иванович, опускаясь на стул, похлопал по стулу ладонью и задал вопрос слуге. — Комбьян за эти вещи. Слуга, разумеется, не понял вопроса, взял от супругов карточки, полученные им при входе, положил их на стул, отметил что-то карандашом, подал меню и остановился в почтительном ожидании заказа. — Глаш, мы прям обед спросим, — сказал Николай Иванович жене и, обратясь к слуге, сказал. — Дине, да дине. Слуга ответил длинной фразой, из которой Николай Иванович разобрал только мсье. — Нет здесь готовых обедов, надо по карте заказывать, — говорит он, — перевела Глафира Семеновна. — Как? В том ресторане, где берут за вход, да еще и обедов нет? — Вот это штука! — Да, ну и лучше, Николай Иванович, — перебила Глафира Семеновна мужа. — А то бог знает еще, чем накормили бы. Пожалуй, в обеде-то еще лягушку подсунут. Съешь, а потом... — Да что за вздор! Лягушку сейчас увидеть можно. Неуж не можешь лягушку от чего-либо другого отличить? — А рубленую подадут. Так как ты ее отличишь? Давай выберем самые обыкновенные блюда. — Ну, бьен. Итак, прежде всего, водки и закуски. — О-де-ви. О-де-ви. Рус и закуска. Как закуска-то по-французски? — Закуска-то... Я не знаю. Про закуску нас не учили. Слуга покачал головой и что-то сказал. — Нет здесь водки, — перевела Глафира Семеновна. — Какая же русская водка в Париже? Он коньяку предлагает. — Да что коньяк? Кто же этот коньяк пьет перед обедом? Коньяк после обеда. — Идолы. За вход в ресторан берут, а не могут выписать из России водки. Мы же ихнее французское вино выписываем. — Коньяк нон, — покачал Николай Иванович перед слугой головой. — Глаша, да переведи что ему по-французски, что я сказал насчет водки. — Ох, Николай Иванович, не стоит. Ну, что тут распространяться? Давай выберем скорее по карте, что заказать. Она придвинула к себе карту и принялась ее рассматривать. Слуга, соскучившись стоять, наконец что-то спросил. — Что он спрашивает? — взглянул Николай Иванович на жену. — Про вино спрашивает. Какое вино? — Ах, да, вин руш. Бугель вин руш. Видишь, Глаш, как я по-французски. — Кэль вин руш, месье. Эн франк, ту франк, тро франк. — Понял, понял. — Не, брат, тро франк мало. Ведь это три четвертака. Далите кислятину. Давай за рубль, за четыре четвертака. Ка-то франк. Ну, и вин блан эн бутель. Тоже в карт франк. Лакей бросился исполнять требуемое. — Я выбрала, Николай Иванович, — сказала Глафира Семеновна. — Бульон, самон, то есть лососина и бифштекс. Тут уж видно, что подают. — Постой, постой, эй, лом! — крикнул Николай Иванович в слуге. — Не лом, а гарсон. Здесь человек гарсоном зовется. — Ах, да, я и забыл. Гарсон! Но слуги уже и след простыл. Соленое после супа. — Любопытно, что они с нас за вход слупят, — говорил Николай Иванович жене, сидя за столом в ресторане «Дюваль» и рассматривая врученные ему при входе расчетные карты, которые он посчитал за входные билеты. — Да вот уж лакей что-то тут на картах карандашом пометил, — ответила Глафира Семеновна, указывая на карточку. — Палочку поставил, даже две палочки поставил. Против цифры десять поставил палочку и против цифры пятнадцать тоже палочку. — Неужто по рублю возьмут? — Да нет же, нет, ведь у них счет на франки. Вот на каждом билете две палочки, стало быть два франка. Не понимаю я только, что печатные-то цифры обозначают. А ничего около печатных цифр не написано? — Ну, видишь, что ничего. — Странные порядки, — покачал головой Николай Иванович и прибавил. — Но ведь и два франка за вход — это очень дорого. Это ведь с каждого. С двоих четыре франка. Франк по четвертаку. За каждый французский четвертак мы заплатили по два двугривенных. Стало быть, это составит рубль шесть гривен. Да начай прислуживающему. — Ой-ой-ой, почти два рубля. Не пито, не едено, отдай. Надсадишься, ежели каждый-то день по три раза за завтраком, за обедом и за ужином. — Да ведь в дорогой ресторан попали. — Какой тут к черту дорогой, когда даже вон все без скатерти едят. Даже столы скатертями не покрыты. Мраморный стол и больше ничего. — Ну, верно, тут уж такое обыкновение, чтобы без скатерти. Слуга принес два стакана и две бутылки, выдрузил их на стол и опять бросился бежать. — Гарсон, гарсон! — остановил его Николай Иванович и, обратясь к жене, сказал. — Странно, что ты не знаешь, как по-французски закуски потребовать. Перед обедом солененького бы отлично. Не знаешь ли, как селедка по-французски? — Да не учили нас про селедку. Ну, кильку или балык. — И про балык с килькой нас не учили. Вот сыр как, я знаю. Фромаж. — Фромаж. — Фромаж. Фромаж, гарсон! — подхватил Николай Иванович. Гарсон переспросил. — Знамы дело, швейцарский. Глаша, как швейцарский? — Ах, боже мой, да неужто ты не можешь без закуски? — Швейцарский? Швейцар должно быть. — Фромаж, швейцар. Слуга отрицательно потряс головой. — Фромаж, швейцар-то нет? Странно. Ну, какой-нибудь. Просто фромаж, фромаж. Постой, постой. А селедку, Глаша, растолкуй ему, что это соленая рыба. — Постой соле. — Вы понимаете? — Плит постой соле. — У нас сардин? — Да, мадам. — Да не сардинку. Ну, сардинку, впрочем, можно, само собой. А селедку, — тщетно старался пояснить Николай Иванович. Фу ты пропасть, ничего не понимает. Ну, вуй. Сардинку, вуй и анкор. — Анкор понсон соле. — Эн отр понсон соле. — Уи, мадам. — отвечал слуга и исчез, явившись через минуту с двумя чашками супа и глубокими тарелками. — Да что же ты суп-то, братец, прежде подаешь? — возмутился Николай Иванович. — Прежде нужно закуску. Сардин, фромаж, селедку. — Апрэ, ледульон. — Как апре. Сейчас надо. Кто же ест соленое после супу? — Глаша, ну, скажи ты ему. — Апрэзон, апрэзон, — заговорила Глафира Семеновна. Слуга пожал плечами и побежал за требуемым. — Хороший ресторан. Дерут даже за вход, а таких слуг держат, которые даже не знают, что после чего подавать следует. — ворчал Николай Иванович, не зная французского обычая, по которому соленые закуски следуют за супом. Через минуту слуга явился с маленькими тарелочками, на которых лежали две сардинки, сыр бри и несколько длинненьких маленьких морских раковин. Глафира Семеновна как взглянула на раковину, так сейчас сморщилась, проговорила «фу, гадость!» и закрылась салфеткой. — взглянул Николай Иванович и воскликнул. — Это что такое? — Улитки какие-то. — Вон, вон, неси назад, неси! — замахал он руками. — Я селедку спрашиваю, а он мне каких-то улиток тащит. — Прочь, прочь, мы устрицать не едим, а он улиток. — Алле, гарсон, ля рус такой еды, но он манже. — С Богом, с Богом! Да уж и фромаж свой убирай, я этот фромаж не ем. — Пусть и сардинки убирает. Вовсе я не желаю такие сардинки есть, которые рядом с погаными улитками лежали. — прибавила Глафира Семеновна. — Алле, алле, иль не фопа, рьян, иль но фопа, салиман, ле бульон, донэ бульон. Уже ты, Николай Иванович, не весь что спрашиваешь, ел бы без закусок. Напустилась она на мужа, продолжая сидеть, отвернувшись от вскрытых раковин. Слуга недоумевал. Он что-то забормотал. — Принэ, принэ, прочь, ну, не манжон, паси жос. Слуга пожал плечами, вздохнул и понес закуски обратно. Супруги принялись за бульон. — Вода, а не бульон, — сказала Глафира Семеновна, и, хлебнув несколько ложек, отодвинула от себя тарелку. — И это хваленый Париж, хваленая французская кухня. — В ресторане, где даже за вход берут рубль шесть гривен, — прибавил Николай Иванович и сказал слуге. — Ну, пуассон, скорее пуассон. Да не такой пуассон, который Давич подал. — Самон, самон, пуассон, самон, — подтвердила Глафира Семеновна. Подали вареную лососину под соусом, но без гарнира. Порции были так малы, что супруги просто ахнули. — И это де парсион, де, для двоих, пу, де, — спрашивали они слугу. — Увы, месье, да ведь это ж по разу в рот положить. А где ж гарнир, где картофель? — Вуй, 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 пом де терр, — бормотала Глафира Семеновна. Слуга ответил в таком духе, что картофель они и не заказывали. — Да уж, пом де терр, само собой, разумеется. Слуга сделал движение, чтобы уйти. — Да где уж тут апорте, когда тут принесешь? Гляди, вон твоя порция. Николай Иванович поддел на ложку свою порцию лососина и отправил ее в рот. — Анкор пуассон, четыре порции этой пуассон, картер пассион, — говорил он, прожевывая лососину. — И пом де терр, — прибавила Глафира Семеновна. Слуга опять что-то спросил. — Кель-пом, обыкновенный пом, вареный пом. Лакей улыбнулся и через пять минут принес еще четыре порции лососины и отдельно целую гору жареного тоненькими палочками картофеля. — Вот дурак-то, жареный картофель к вареной рыбе подает, — воскликнул Николай Иванович. — Да уж ешь, только бы наесться, — сказала жена. — А только удивительно, какой здесь бестолковый народ в Париже. Порции бифштекса были еще меньше. Супруги уже не возражали. — Насмех, просто насмех, — пробормотал Николай Иванович, забивая себе в рот свою порцию бифштекса, сжевал ее и принялся пить вино. — Я голодна, Николай Иванович, — жаловалась Глафира Семеновна. — Да и я то же самое, только чуть-чуть червячка заморил. Ведь с утра не ели, а теперь уже седьмой час. Придется часа через два переобедывать. Вот допьем вино, да пойдем искать другой ресторан. Индийки какой-нибудь спросим, что ли, гуся поедим. — Гарсон! Камбьян! Обратился Николай Иванович к лакею и полез в карман за деньгами, чтобы заплатить за обед. Лакей сунул ему те карты, которые были получены при входе, и указал на кассу. Супруги поднялись с места и направились к выходу. Магнетизм, спиритизм и прочий гипнотизм — Шестнадцать французских четвертаков взяли за все про все, — сказал жене Николай Иванович, когда они вышли из ресторана «Дюваль». — Что-то больно дешево. Ты рассчитай, что ведь мы вина потребовали на восемь четвертаков. Бутылку красного в четыре четвертака и бутылку белого в четыре четвертака. — Стало быть, за еду пришлось всего восемь четвертаков. А ведь мы десять порций съели, шесть порций одной лососины. Ну, положим порции такие, что один раз в рот положить, но все-таки. — Нет. Стало быть, за вход в ресторан с нас ничего не взяли. — Ничего. — С какой же стати при входе два этих самых билета-то нам всунули? — рассуждал он про Дювалевские расчетные карты. — Нет, это недорогой ресторан, ежели так рассудить. — Да уж брось. Ну, что тут считать? Все равно в этот ресторан я больше не пойду, — отвечала Глафира Семеновна. — Помилуйте, улиток каких-то в раковинах нам сунули. Мы спрашиваем рыбу, явственно уж, кажется, говорю, «понсон сале», а нам суют улиток. — Надо запомнить этот ресторан, чтобы не попасть в него как-нибудь по ошибке, — прибавила она, оглянулась и вдруг увидала большую освещенную газом вывеску, гласящую по-французски. Театр египтян и арабов. — Николай Иванович, вон там арабский театр, арабский и египетский. Возьмем билеты и посмотрим. Наверное, что-нибудь забавное. — Да ведь ни ты, ни я ни по-египетски, ни по-арабски не знаем, — дал ответ муж. — Да тут и не надо знать. Просто так посмотрим. Ведь уж, как по-французски представляют, мы нынешнее лето и в Петербурге в Аркадии видели, а тут по-арабски и по-египетски. — Ну что ж, зайдем. — Да, конечно же, зайдем. Возьмем недорогие места, а они понравятся и вон. Даже и лучше, если недолго просидим. Надо пораньше домой. Я ужасно устал, а мне бы только до постели. Поужинать-то и у себя в гостинице спросим. Ведь уж, наверное, в гостинице есть ресторан. — Смотри-ка, смотри-ка, что это впереди-то? Супруги завернули за угол, и глазам их представилась великолепная картина, освещенных разноцветными огнями фонтанов. Струи из столбы воды играли всеми цветами радуги и рассыпались бриллиантовыми брызгами. Эйфелеву башню также освещали белыми матовыми лампионами по всем этажам, а с фонаря башни в темноте ночи расстилалась по небу громадная полоса друмондово света. Картина была поразительная, и супруги остановились. — Вот это хорошо! — невольно вырвалось у Николая Ивановича. — Да-да, действительно, превосходно. — отвечала Глафира Семеновна. — Смотри-ка, смотри-ка, как с башни электричество отпущают. — Это не электричество. Разве электричество такое бывает? Вон, у нас на Невском электричество. А это, это, как его? Это магнетизм. Животный магнетизм должно быть. — Полно, полно. Животный магнетизм совсем другое. Животным магнетизмом усыпляют. Я читала. Тот из человека выходит, из его живота. Это особенные такие люди есть, которые из себя животный магнетизм испускают, и называются они медиумы. — Да нет же, нет. Ну, что ты меня морочишь? Где медиумы, там спиритизм. — Сказал тоже. Спиритизм — духи. Там покойников вызывают. То есть не настоящих покойников, а их тени. Вот они и стучат в стол. — Ну, так гипнотизм. Вот как гипнотизм. — Ах, как ты любишь спорить, Николай Иванович. Гипнотизм — это когда человек деревенеет и его булавками колют. А это электричество. Ведь электричество тоже разные бывают. В телефоне вон тоже электричество. Супруги заспорили. Наконец Николай Иванович махнул рукой и сказал. — Ну, пусть будет по-твоему, пусть будет электричество. Плевать мне на все это. Пойдем в театр арабов смотреть. Они отправились по направлению к освещенной газом театральной вывеске. — Ты рассуди сам. Ну, кто же может с башни животом такой большой магнетизм пускать, который даже полнеба обхватил? — Все еще не унималась Глафира Семеновна. — Довольно, Глафира Семеновна, довольно, — останавливал ее Николай Иванович. — Надоело. — Нечего тут и надоедать. Я про все это даже в книжке читала. — Пожалуйста, не хвастайся своим образованием. И мы кое-что читали. — Ну, где тебе с мое читать? Когда тебе? Ведь ты целый день в лавке стоишь, а я дома, и все за книгами. — Да знаю я твои книги. Про Гастона, про Берту да про Жерома, про их любовные похождения. — Неправда, неправда. Я и ученые книги читаю. — Ну, про ученость уж ты оставь. Хороша твоя ученость. — Ученость свою уж ты доказала. Сейчас я просил тебя в ресторане селедку по-французски спросить, так ты и то не смогла. — От того, что нас про селедку не учили. У нас пансион был для девиц. Ну, с какой стати девицу про селедку учить? Селедка — предмет мужской, а не женский. Она принадлежит к закуске. А закуска подается к водке. А водку разве девицы пьют? — Да ведь девицы-то выходят замуж, потом делают с хозяйками. Подают мужу и его гостям селедку к водке. Так как же их про селедку-то не учить? В это время над самым ухом супругов раздался удар в ладоши и громкий сиплый выкрик на французском. — Мы открыты! Через четверть часа начинаем. Спешите видеть, дамы и господа! Вот касса! Возьмите билеты! Торопитесь! Торопитесь! Всего один франк! Супруги так и шарахнулись в сторону. Кричал рослый человек с усами, в красной расшитой золотом куртке, в синих шальварах и в белом тюрбане на голове, зазывая в театр публику. — Ху ты, черт! Тебя возьми, леший проклятый! — выругался Николай Иванович и даже погрозил усатому человеку кулаком, но тот нисколько не смутился и продолжал зазывать. Тут же было окошечко театральной кассы. В кассе сидела пожилая женщина в красной наколке, выглядывала оттуда и даже совала по направлению к глафире Семеновне вырванные из книжки билеты. Супруги подошли к кассе. — Комбьян? — спросил Николай Иванович и, получив ответ, что за вход только один франк, купил билеты и повел глафиру Семеновну к двери театра. Театр с выпивкой Театр египтян и арабов, в который вошли Николай Иванович и глафира Семеновна, был маленький театр-балаган, выстроенный только на время выставки, с потолком, подбитым крашеной парусиной, с занавесом из зеленой шерстяной материи. Размещенные перед сценой стулья стояли около барьеров, составляющих из себя как бы узенькие столы, на которые зритель мог поставить бутылки, стаканы и чашки. Немногочисленная публика сидела, курила и пила, кто пиво, кто вино, кто кофе с коньяком. Английский язык слышался во всех углах. Англичане пили по большей части херес, потягивая его через соломинки и закусывая сэндвичами. Представление еще не начиналось. По рядам шнырял мальчик в блузе и продавал программы спектакля, без умолку треща и рассказывая содержание предстоящего представления. Бродили лакеи, подлетавшие к каждому из входящих зрителей с предложением чего-нибудь выпить. Один из лакеев был для чего-то в красных туфлях без задников и в простом халате из дешевой термоломы, точь-в-точь в таком, какие у нас по дворам продают татары. Голова его была обвита полотенцем с красными концами, что изображало чулму. — Батюшки, да это не театр. Здесь все пьют и курят в зале, — сказала Глафира Семеновна. — Театр, театр, но только с выпивкой. Ничего не значит. Это-то и хорошо. Сейчас мы и себе спросим чего-нибудь выпить, — заговорил Николай Иванович, увидал халатника и воскликнул. — Глаша, смотри, какой ряженый разгуливает. В нашем русском халате и банном полотенце на голове. — Почтенный, ты из бани, что ли? Так, кстати, бы уже венечек захватил. — Мсье? — подскочил к нему халатник, поняв, что речь идет о нем, и, взмахнув салфеткой, переложил ее из руки в руку. — Мсье? — Николай Иванович посмотрел на него в упор и расхохотался. — В какой бане парился-то? В Воронинской или в Целебеевской? — Задал он ему вопрос. Лакей, думая, что его спрашивают о костюме, ответил по-французски. — Это костюм одного из племен, живущих в Египте. Наши герои, разумеется, не поняли его ответа. Николай Иванович, однако, продолжал хохотать и спрашивать по-русски. — Ну, и как пар сегодня? Ладно ли, венечком наклестался? — Ха-ха-ха! Вот шут Гороховый! Вздумал же вырядиться в такой наряд! — Да что ты с ним по-русски-то разговариваешь? Ведь он все равно ничего не понимает, — остановила мужа Глафира Семеновна. — А ты переведи, ведь про баню-то, наверное, должна знать по-французски, да и про веник тоже. — Ты спрашивай, спрашивай, что тебе надо выпить-то, мсье, мадам, — повторил Лакей. — Гляс, а вы, ву, гляс, апорте гляс, компреневу, — сказала Глафира Семеновна. — Уви, мадам, — ответил Лакей и вопросительно посмотрел на Николая Ивановича. — Кафе-нуар и коньяк, — дал ответ Николай Иванович. Лакей, шлепая туфлями, побежал исполнять требуемое. Супруги сели. Вскоре раздвинулся занавес и стали выходить на сцену актеры. Вышли два усача, одетые во все белое, поговорили на гортанном наречии и стали махать друг на друга саблями. Помахали и ушли за кулисы. Вышли три музыканта в халатах и басы. Один был с бубном, два других — с тростниковыми флейтами. Они остановились перед рампой и затянули что-то очень тоскливое с мерным пристукиванием в бубен и его деревянный обруч. — Игра-то из панихидной оперы, — заметил Николай Иванович. — Тоска, — отвечала Глафира Семеновна и даже зевнула. — Уж выбрали тоже представление. — Да ведь ты же увидала театр и указала. — Нет, не я, а ты. Они заспорили. — Погоди, кофейку с коньячком выпьем, так, может быть, будет повеселее, — сказал Николай Иванович, приступая к поданной ему чашке черного кофе и к графинчику коньяку. Отпил полчашки кофе и долил коньяком. Лакей в халате покосился и улыбнулся, видя, что содержимое маленького графинчика исчезло почти наполовину. Представление шло. Актрисы белые и актеры белые и музыканты белые. Да ведь это же надувательство. Хоть бы черной краской хари вымазали, чтоб на рабов-то быть похожими. Так и того нет. Да-да, а между тем у входа француз в красной куртке кричал, что замечательное что-то на ремаркабль, — отвечала Глафира Семеновна. — Разве то, что талии-то у женщин голые, так ведь это только на мужской вкус. — Только не на мой. Уж я считаю, что ежели оголятся... — Молчи, срамник, — строго крикнула на мужа жена. Продолжая петь, женщины сели в глубине сцены, поджав под себя ноги. Опустились и музыканты около них на пол. Вернулись два усача с саблями и тоже поместились тут же. Музыка и пение продолжались. Два усача тоже пели и похлопывали в такт в ладоши. Выплыла негритянка, старая, губастая, толстая, тоже босая и с голой талией. Она именно выплыла из-за кулис, держась прямо как палка, и, остановившись против рампы, начала в такт под музыку делать животом и бедрами движения взад и вперед. Живот так и ходил у ней ходуном, между тем, как голова, шея и руки находились без движения в абсолютном спокойствии. Опущенные как плеть и руки, впрочем, перебирали кастаньетты. — Фу, какая мерзость! Что это она с животом-то делает? — проговорила Глафира Семеновна и даже отвернулась. — Да насчет живота от пес с ней, а только все-таки это уж хоть настоящая черная арабка, так и то хорошо, — отвечал Николай Иванович. — Танец живота! Настоящий танец живота! — по-французски отрекомендовал супругам стоящий около них слуга в халате. За негритянкой следовала белая женщина. Она продолжала тот же танец, но пошла далее. Дабы показать, что у нее шевелятся только живот и бедра, а нижние части тела остаются в полнейшей неподвижности, она взяла принесенные ей три бутылки со вставленными в них зажженными свечами, одну из этих бутылок поставила себе на голову, другие взяла в руки, и вперед животом и бедрами ходила по сцене, садилась на пол, даже полуложилась и ни разу не уронила с мечей. — Это шедевр! — по-французски отрекомендовал лакей. Глафира Семеновна плюнула. — Фу! Какая гадость! Фу! Какая пошлость! Домой! Домой! — воскликнула она, поднимаясь с места. — Да дай, душенька, до конца-то! — начал было Николай Иванович. — Довольно. Сейчас собирайся. Позволь хоть коньяк-то допить и рассчитаться. Он ухнул в пустую чашку все содержимое графинчика и выпил. Стоящий около него лакей в халате даже вздрогнул и невольно воскликнул. — Мсье! Ему в первый раз пришлось видеть, чтобы посетитель мог выпить целый графинчик коньяку. Хотя графинчик был и очень маленький. — Комбьян! Получи за все! — воскликнул Николай Иванович, выкидывая на стол пятифранковую монету. И, рассчитавшись, направился к выходу с Глафирой Семеновной, все еще продолжавшей плевать и говорить. — И это называется театр. Гадость! Фу! Мерзость! Пошлость! — Где гостиница? — Домой теперь, домой, — говорила Глафира Семеновна, выходя с Николаем Ивановичем за ограду выставки. — Меня и так еле ноги носят. Шутка ли? Целую ночь в вагоне не спали и сегодня весь день на ногах. — Придем домой, спросим самоварчик, заварим чайку, напьемся с булками. — Найдем ли только самоварт в гостинице? — выразил сомнение Николай Иванович. — У французов-то это, брат, не немцы. Как же самоварт не быть? Всемирная выставка, центр европейской цивилизации. Здесь, я думаю, только птичьего молока нет, а то все есть. — Ну, едем, Николай Иванович, нанимай извозчика. Вот, извозчик стоит. — Каше. — Ой, мадам, — откликнулся извозчик и спросил, куда ехать. Глафира Семеновна открыла рот, хотела что-то сказать, но взглянула на мужа испуганно и спросила. — Николай Иванович, а где мы остановились-то? — Как где? В гостинице. — Да-да, но в какой улице? — А мне почем знать? Ты у меня француженка. — Боже милостивый, я в попыхах-то и не справилась. В какой мы улице-то остановились? — Да что ты? Да как же это так? — теряясь, проговорил Николай Иванович. — Эдакая дура. — А ты не дурак? Отчего же ты не справился? Чего же ты-то зевал? — Да ведь уж ты взялась, я на тебя и понадеялся. — Пентюх, словно я нянька для него. Рохля, прости господи. Как, по крайней мере, гостиница-то называется, где мы остановились? — Ах, душечка, так как же мне-то это знать? Я думал, что ты знаешь, ведь ты по-французски. — Что же тут французского узнать, как называется гостиница? Отчего же ты на вывеску над подъездом не взглянул? Ведь уж прочесть надпись-то мог бы. — А отчего ты не взглянула? — Опять. Здравствуйте. Я на него, а он на меня. — Однако, когда мы приехали в гостиницу, ты же ведь видела, куда мы приехали? — Что такое видела? Вместе с тобой в карете ехала. Карета была набита подушками и чемоданами. Да и где тут разглядывать? Я рада, родешенька была, что мы хоть комнату какую-нибудь нашли. Да того ли тут было? — Ну вот, видишь, видишь, а меня винишь. — Да ведь ты мужчина, ты должен быть расторопнее. — Да, ну так и как же нам быть-то? — Ужасное положение. Надо нанимать извозчика к себе домой, а не знаешь, где живешь. — Постой. Я помню, что против нашей гостиницы красная железная перчатка висела над магазином. — И я это-то помню. Но нельзя же нанимать извозчика в гостиницу, против которой красная железная перчатка висит. — А может быть, он знает. Попробуй. — Постой. Как по-французски красная перчатка? — Ган Руш. Да так нельзя. — А вот я сейчас на счастье. — Коше. В отель, где Ган Руш. Гран Ган Руш, — обратился Николай Иванович к извозчику. — Женеку не пас, отель-отель, мсье, — отрицательно потряс головой извозчик. — Тенри, теннумеро? — Не знает, черт его дери. Скажи ему, Глаше, что там на углу была еще посудная лавка и старуха в красном чипце сидела. — Извозчик улыбнулся и сказал по-французски, что так отыскать отель он не может, и попросил у них карту отеля. — Нон, нон, в том-то и дело, что нон. Ну, завон, убли, диманды, лекарты. — Да ведь ты помнила, там какие-то улицы около. Сама ж мне читала. Еще где Гастон там какой-то или Жером прынул кого-то кинжалом, — заметил Николай Иванович. — Ах, да, — оживилась Глафира Семеновна. — Рю де Лафаэт и Рю Лафит. Каше, сын Палуан де Рю Лафаэт и Рю Лафит. Извозчик кивнул головой. — Ми сын не поля Рю Лафит. Рю Дафит. Ми эн птид Рю. Извозчик указал кнутом на экипаж. — Садись, Николай Иванович. Мы доедем до улицы Лафаэт, а там будем искать. Я помню, что три или четыре переулка от улицы Лафаэт. — Два, а не четыре. Мне помнится, что два. — Да где тебя знать, коли ты по сторонам зевал? Я улицы замечала, я и про Жерома вспомнила, и про угольщика Жака. Садись скорей. — Ах ты, какая беда-то стряслась! — кряхтел Николай Иванович, залезая в экипаж. — Ну, как мы теперь ночью будем разыскивать переулки? Извозчик стегнул лошадь. — Поехали. Помнится мне так же, что в одном переулке, через который мы проходили из гостиницы в Рюла-Файет, то самое, была вырыта яма, и в ней копались около тротуара два блузника, — сказала Глафира Семеновна, припоминая местность. — Мне помнится, что недалеко от гостиницы была решеточка такая железная, с шишечками, — прибавил Николай Иванович. — Ври больше. Решеточка с шишечками совсем в другом конце города, около церкви Нотр-Дам. — Врешь, врешь. Там еще какой-то мальчишка стоял и какую-то трещотку вертел. — Дурак. Да разве можно по мальчишке с трещоткой замечать? Ну, мальчишка с трещоткой днем стоял, а ведь теперь уже ночь. Неужели он тогда ночью и будет с трещоткой стоять? — Да ведь это я, к слову, Глаш. Ну, чего ты сердишься? — И хватит, наконец, ругаться. Люди в несчастье не знают, как домой попасть, а она ругается. — Да тебя мало ругать, мало. — Батюшке, да ты пьян, ты клюешь носом. И чего это ты этого коньячища еще в театре насосался? — Я не пьян, я ни в одном глазу. — Не пьян, целый графин высосал. — Графин? Говорить-то все можно. — Разве это графин? Разве такие графины бывают? Бородавка какая-то вместо графина. В нем и стакана коньякут не было. — Боже мой, боже мой, у тебя даже язык заплетается. В попыхах-то я сначала и не заметила. Ну вот, что я буду делать с тобой, с пьяным? Ведь нас в часть возьмут, в полицейскую часть. — Успокойся, здесь частей нет, здесь цивилизация. Да и пьяных никуда повыше цивилизации не берут. — Пьяница. — Я не пьяница. — Нет, пардон, мадам. — Молчи уж. Вскоре супруги подъехали в Рю-Лафайет. Извозчик указал на улицу. — А Рю-Лафит? — спросила Глафира Семеновна. — Это недалеко, мадам. — Ну, куда теперь ехать? Надо выйти из экипажа и искать переулки пешком, — сказала Глафира Семеновна. — Коша, Рете, выходи, Николай Иванович, рассчитайся с извозчиком. — Зачем выходить? — Прямо, — бормотал Николай Иванович пьяным голосом, но все-таки выпихнутый Глафирой Семеновной вышел и стал отдавать извозчику деньги. — Батюшки, да ты до того пьян, что качаешься. Вот тебя до чего развезло. Ночь, чужой город, пьяный муж. Ну, что мне с тобой теперь делать? — восклицала Глафира Семеновна. Решетка с шишечкой Николая Ивановича действительно, как говорится, совсем развезло от выпитого коньяку, когда он с супругой приехал в улицу Лафайет. Приходилось искать гостиницу, где они остановились, но к этому он оказался решительно неспособным. Когда он рассчитался с извозчиком и попробовал идти по тротуару улицы, его так качнуло в сторону, что он налетел на громадное зеркальное стекло шляпного магазина и чуть не разбил его. Бормотал он безумолку. — Шляпный магазин. Вот хоть убей. Этого шляпного магазина я не помню. Стал быть, мы не туда идем, — говорил он. — Да что ты помнишь? Что ты можешь помнить, если ты пьян, как сапожник? — восклицала Глафира Семеновна, чуть не плача, и взяла мужа под руку, стараясь поддержать его на ходу. — Греш, решетку с шишечками я помню чудесно. Она вот бок о бок с нашей гостиницей. А где эта решетка с шишечками? — Иди, иди, пьяница. Господи, что мне делать с пьяным мужем? — Глаша, я не пьян. Верь совести не пьян. Молчи уж. Но Николай Иванович не унимался. По дороге он задирал проходящих мальчишек, останавливался у открытых дверей магазинов с выставками дешевых товаров на улице около окон. У одного из таких магазинов купил красную суконную фуражку без козырька, с вытесненной над ней ее золотом эйфельвой башней, и даже для чего-то надел эту фуражку себе на голову, а шляпу свою понес в руке. — Снимешь ты со своей головы эту дурацкую фуражку или не снимешь? Шутка Роховой! — кричала на него Глафира Семеновна. — Зачем снимать? — Это на память. Это воспоминания об эйфелевой башне. Пусть все видят, что русский славянин Николай Иванов сын пьян. — Это верно. Это всякий видит. — Не пьян. Зачем пьян? — Пусть все видят, что русский славянин из далеких северных стран побывал на выставке и сочувствует французам. — Вива ле Франц! Глаша, хочешь, я закричу вот на этом перекрестке? Вива ле Франц! — Кричи, кричи. Но как только ты закричишь, сейчас же я тебя брошу и убегу. Так ты и знай, что убегу. — Постой, постой. А хочешь, я тебе вот этот красный корсет с кружевами куплю, что в окне выставлен? — Ничего мне не надо. Иди. — А чего? Вот корсет так корсет. Русская славянка, да ежели в таком корсете. А то хочешь ногу телятины. Вон, нога телятины в магазине висит. Глаш, смотри-ка, телячьи-то окорока у них продают в бумажных штанинах с кружевами. — Ха-ха-ха! Вот так штука! Батюшки! Да и сырые телячьи мозги в коробке с бордюром. Но мясная лавка! У нас в магазине бриллианщиков на Невском такой роскоши не видят. А хочешь мозги? — Завтра отдадим хозяйке, чтобы она нам на завтрак поджарила. — Нужно еще прежде хозяйку найти. Где она, хозяйка-то, гостиница? Где сама гостиница-то? — Ищи решетку с шишечками и найдешь. — Далась ему эта решетка с шишечками. — Ого! Веер из павлиньего пера в окошке. А хочешь, я тебе этот веер куплю? — Ничего мне сегодня не надо. Иди только. — Нет, я окончательно сбилась, — произнесла наконец Глафира Семеновна. — Решительно не знаю, куда идти. — А я знаю. Прямо. Сейчас и будет решеточка с шишечкой. — Городовой. Городовой. Жи рюс славянин де нот. Глаш, а как по-французски решетка с шишечкой? Он городовой на углу стоит. Но тут Глафира Семеновна, чтобы избежать скандала, потянула Николая Ивановича в переулок и со слезами проговорила. — Николай Иванович, ну, вымешься ли ты? Этакое несчастье случилось. Люди потеряли свою квартиру, не знают, где переночевать, а ты клоуна из себя строишь. — Я клоуна. Я почетный потомственный гражданин и кавалер. — Постой. Кажется, напали на след. Вон в переулке яма вырыта. Мы мимо этой ямы шли, — несколько оживилась Глафира Семеновна. — В ней еще тогда два блузника землю вынимали. — Шли, шли. Ба. А теперь еще решеточку с шишечкой. — Прикуси язык насчет решетки с шишечкой. Что это в самом деле заладило одно и то же? — Да, здесь, здесь, здесь мы шли. Вот теперь нужно свернуть, кажется, налево, а потом направо. Прибавь шагу. Чего ты ноги-то волочишь? — Прежде налево, Глаша, а потом направо. А то знаешь что? А пойдем ночевать в другую гостиницу. Паспорт ведь у меня в кармане, а завтра свою гостиницу разыщем. — Иди, иди. И Глафира Семеновна потянула мужа в другой переулок. — Кажется, так идем. Теперь только бы посудный магазин на углу найти, где старуха в красном шерстяном чипце чулок вязала, — продолжала она. — И решеточку с шишечкой. — Опять? Ежели посудного магазина не найдем на углу, то не здесь. — Собачка еще такая с хвостиком за корючкой бегала. Вот что я помню, — сказал Николай Иванович. — Так тебе собачка с хвостиком за корючкой и будет с утра и до ночи на одном месте бегать. Ведь скажет тоже. О, пьянство, пьянство! До чего оно человека доводит? — Пить, умереть. И не пить, тоже умереть, — отвечал Николай Иванович. — Так уж лучше пить. — Магазин, посудный магазин, — радостно воскликнула Глафира Семеновна, когда они вышли на угол переулка. — Теперь налево, налево. — А там решеточка с шишечкой. — Постой, Глаш, а хочешь, я тебе вот этот большой бокал куплю? Сейчас мы скомандуем старухе, чтобы она нам пиво. — Иди, иди. Вон и красная железная перчатка висит. Слава тебе, Господи, нашли. Сейчас будет и наша гостиница напротив. — Глафира Семеновна от радости даже перекрестилась. — Нет, постой, — бормотал Николай Иванович. — Надо решеточку с шишечкой. Но Глафира Семеновна уже не слушала и тащила мужа по направлению к красной железной перчатке, освещенной фонарем. Вот они около перчатки. Но дивное дело. Напротив перчатки подъезда с надписью «Отель» нет. Глафира Семеновна протащила мужа два-три дома вправо от перчатки и два-три дома влево. Подъезды имеются, но вывески гостиницы нет. — Господи, Боже мой, да куда же наша гостиница-то делась? Явственно помню, что против перчатки, а вывески нет, — говорила Глафира Семеновна. — Решеточки с шиш... — Молчи! Надо в перчаточный магазин зайти и спросить, где тут гостиница. Ведь уж, наверное, перчаточник знает. — Вот и отлично, Глаша, зайдем, а я тебе пару перчаток куплю. Перчаточник этот давечий днем удивительно, как мне понравился. У него лицо такое, знаешь, пьющее. Супруги перешли улицу и вошли в перчаточный магазин. Перчаточник, как и утром, встретил их опять в одном жилете. — Вы вели дегон, мадам? — Вам нужны перчатки, мадам? — Вуй, вуй. Ну, а что он дегон? Ну, диджи ву при, уйе, отель и си, ну, завон, аппетедан, отель и, ну, завон, ублие, ле, номеро. А вывески нет, нон, экри, сью, леопорт, ну, и рус, ну, де руси, — пояснила Глафира Семеновна. — Вы дезирете ли шанс лаярни, мадам? — Вам нужны меблированные комнаты, мадам? — Вуй, вуй. Должно быть ле шамр гарни. Там эн, ве, мусье хозяин, и эн, вель, мадам. Перчаточник указал рукой на дверь на противоположной стороне улицы. — А почему на дверях нет вывески? — В этих комнатах нет вывесок, мадам, — ответил перчаточник по-французски. — Вот дверь. — Здесь, здесь, только без вывески, подъезд напротив, — радостно проговорила Глафира Семеновна. Выбрав себе перчатки, она повела мужа из магазина. Николай Иванович было обернулся к перчаточнику и воскликнул. — Рус, я и Франц, бивон, левен, руш, вива, ля, Франц. Но Глафира Семеновна просто-напросто выпихнула его за дверь. Через минуту они звонили у своего запертого уже подъезда. Им отворил сам старик-хозяин. В глубине подъезда стояла старушка-хозяйка. Без ужина Забравшись к себе в пятый этаж, а по-парижски только в Терозьян, в третий, супруги задумали напиться чаю с бутербродами. То есть задумала, собственно, одна Глафира Семеновна, ибо Николай Иванович был совсем пьян и, сняв с себя пиджак и жилет, пробовал подражать танцовщице из египетского театра, изображая знаменитый «Dance Divance» — «Танец живота». Но ничего, разумеется, не выходило, кроме того, что его качало из стороны в сторону. Ноги окончательно отказались ему служить, и он проговорил. — Мудрёная эта штука — танцы с животом, особливо при моей телесности. — Кончишь ты ломаться сегодня или не кончишь? — крикнула Глафира Семеновна. — Да за него ли кончу, коли ничего не выходит? — Не, должно быть, только те египетские мумии и могут этот танец танцевать. — Клоун, совсем клоун. И что это у тебя за манера такая дурака из себя ломать, как только выпьешь? — воскликнула Глафира Семеновна и стала звонить слугу в электрический колокольчик. Позвонила она раз, позвонила два, три раза, но все-таки никто не показывался в дверях. — Спят там все, что ли? — проговорила она. Но ведь всего еще только одиннадцать часов. Она позвонила в четвертый раз. В коридоре послышались шаги и ворчания, потом стук в дверь, и в комнату заглянул старик-хозяин. Он был в белом спальном колпаке, в войлочных туфлях, в ночной сорочке и без жилета. — Что это с ним? — удивленно спросил он по-французски. — Ну, валун буар дюте, апорте ля машин дюте, ле так ля тейер, анкол ле бутыбот, — отнеслась к нему Глафира Семеновна. Старик удивился и произнес по-французски. — Как, мадам, хотите чаю? Но ведь кухня уже закрыта, все легли спать, четверть одиннадцатого. — Здравствуйте. В одиннадцать часов вечера уже чаю напиться нельзя. Кухня заперта, и все спят. Вот какие парижские порядки, — взглянула Глафира Семеновна на мужа. — А я пить до страсти хочу. — А что ж, Глаша, тогда мы бутылочку красненького с водицей выпьем, — отвечал тот. — Чтоб я тебе еще дома позволила пьянствовать, ни за что на свете. Лучше уж вон холодной воды из графина напьюсь. — Да какое ж тут пьянство, ежели красненькое вино с водицей. Молчи. Старик-хозяин, видя такие переговоры насчет чаю и, замечая неудовольствие на лице постояльцев, вообразил, что Глафира Семеновна может быть больна и хочет лечиться чаем, как вообще им только лечатся французы, и спросил. — Этого малат, мадам? — Вы больны, мадам? — Как малат? Каман малат. Здорово, даже очень здорово. Я есть хочу. — Если нельзя чаю, так принесите холодного мяса. Старик ответил, что это невозможно, и теперь мяса у них нет. — Как? И девьян-де-фюа нет? Ну, какой же после этого у вас отель Пурва и Жор, если даже холодного мяса нет? — Ну, левьян нельзя, так фромаж. Фромаж и пен-блан. Старик развел руками и сообщил, что ужинать можно только до девяти часов вечера, а сейчас уже больше одиннадцати. — Только до девяти часов, видите ли, можно что-нибудь съестное получить, — опять взглянула Глафира Семеновна на мужа. — Ну и гостиница. — Просто шамбур горней здесь, — отвечал Николай Иванович и прибавил. — Спроси бутылочку красного-то вина. Красное вино-то, наверное, уж есть. Ежели и кухня заперта, так ведь его же не варить и не жарить. — Понимаешь ты, я уже спрашивал о холодного мяса и сыру, и то нет. — А красное вино, наверное, есть. Французы его походя трескают. — Вен Руш, мсье, апорте Вен Руш, можно? — обратился Николай Иванович к хозяину. Тот пожал плечами и отвечал. — Ой, мсье, живу про Кюгэ. Видишь, видишь, красное вино есть же. — Но ведь это только пойло. А я хочу есть. Понимаешь ты, есть? — раздраженно воскликнула Глафира Семеновна. — Ну так, булки спроси, ежели ничего нет. Красное вино с булочкой — отлично. — Живу манже, мсье, — опять обратилась к хозяину Глафира Семеновна. — Ну, левен Руш, бьен, и апорте Муа хоть дю пен блан. Живу супе. — Хозяин ответил, что ему очень жаль, что ему нечем накормить мадам, но он может принести бутылку вина и хлеб. — Одну бутылку? — спросил он. — Где, где, где? — закричал Николай Иванович, поняв, что спрашивает хозяин, и показал ему два пальца, прибавив. — Где бутыль? — Нон, нон, эн, селиман эн, — подхватила Глафира Семеновна и строго сказала мужу. — Не дам я тебе напиваться. Хозяин пребывал в недоумении и переспросил, одну бутылку или две. — Эн, эн, — показала один палец Глафира Семеновна. Хозяин удалился и минут через десять принес на подносе бутылку красного вина, два стакана, большой кусок хлеба, кусочек масла и полдюжины персиков, прибавив при этом, что это все, что у них есть. Пожелал спокойной ночи, раскланился и исчез. Глафира Семеновна принялась намазывать маслом почерствевшую уже с утра хлеб и с горечью воскликнула. — И это в Париже должна я так ужинать, в городе, который славится всякой едой, откуда к нам в Россию разные знаменитые повара едут. Ну, смотрите, черствый хлеб, какое-то горькое масло, помятые персики. — А должно быть здесь, в Париже, не ужинают, что ли? — отвечал Николай Иванович. — Ведь и у нас есть такие города. Про калужан, вон, говорят, что калужане тоже не ужинают, а поедят, да так и спят. — Глупые пьяные остроты, молчи. — Да что ты сердишься-то, Глашенька? Красное венцо есть, хлеб есть, ну и слава богу. — Это тебе, пьяница, лез на красное вино, а я чаю хочу. — Нет, при таких парижских порядках завтра надо непременно спиртовую лампу себе купить, спирту и жестяной чайник. Вскипятил на лампе воду, заварил чай и чудесно, да не забыть бы завтра булок и закусок на ночь купить. — А как же ты будешь завтра покупать закуски, ижели ты даже не знаешь, как закуски по-французски называются? Ведь уж давеча в ресторане встала в тупик. В словаре справлюсь. Поужинав хлебом с маслом и с персиками, Глафира Семеновна запила все это красным вином с водой и легла спать. Николай Иванович допил остатки красного вина и тоже начал укладываться. Комбион стоит манже до отвалу. Ночь в гостинице была проведена Николаем Ивановичем и Глафирой Семеновной без приключений. Утром вышел маленький инцидент с чаем. Самовара в гостинице не оказалось, хотя о существовании машин де тирус, как номиновала его Глафира Семеновна по-французски, знали. Напиться чаю супругам, однако, хотелось. Они потребовали чайник. Коридорный слуга, явившийся и сегодня на зов, как и вчера в рваном замасленном пиджаке с топтанных туфлях и в четырехугольном колпаке, сделанном из толстой пищи бумаги, принес вместо чайника жестяной кофейник. Обругав его по-русски дураком, Глафира Семеновна положила в жестяной кофейник своего чаю и просила налить кипятком, называя кипяток лошот. Слуга налил кофейник теплой водой. Явился чай, совсем не настоявшийся, который совсем и пить было нельзя, даже чайные листочки не распустились. Слуга на этот раз был обозван по-русски, кроме дурака и дубиной. Глафира Семеновна вылила на его глазах чай из кофейника в умывальник и, засыпав вновь сухого чаю, заглянула в лексикон и сказала слуге. — А празан, эльфо бульир, куир, завалить. Ло бульир, неужто вы не компринепа? — Уи, мадам, — отвечал слуга, глупо улыбаясь. Удалился в кухню, долго пропадал и явился, наконец, кипяченым чаем. Чай пахнул вениками, был горек, чорен, как вакса, и пить его было невозможно. — Эх, эфиопы, эфиопы, а еще высшие цивилизации называются. У нас в самой глухой Оланецкой деревушке знают, как чай заваривается, а здесь, в столичном городе, не знают, — воскликнул Николай Иванович и прибавил, обращаясь к жене. — Делать нечего, придется их глупого кофеищу с молоком похлебать столовыми ложками из суповых чашек. Заказывай, Глаша, кофею. — Кафе, эфиопы, 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 — отдала приказ Глафира Семеновна, вливая при слуге в умывальник и вторую порцию чая и возвращая кофейник. Слуга улыбнулся, покачал головой, что-то пробормотал по-французски и ушел. Явился кофе, молоко, белый хлеб, масло и суповые чашки со столовыми ложками вместо чайных. — Непременно надо спиртовую лампу и жестяной чайник для варки воды и заваривания чаю завести. Помилуйте, это дикие какие-то, простого чаю заварить не умеют. То чуть тепленькой водицей зальют, то вскипятят, словно суп какой. Возмущалась Глафира Семеновна и, напившись с мужем кофе, принялась одеваться, чтобы ехать на выставку. На этот раз она уже не надеяла ни шелкового платья, как вчера, ни бархатного пальто, ни бриллиантов. — Не стоит, не перед кем рядиться. Вчера на выставке, судя по нарядам, словно одни кухарки и горничные были, — говорила Глафира Семеновна. — Да что горничные, наша Афимия вырядится в праздник, да пойдет со двора, так куда наряднее вчерашних тряпичниц на выставке. Облеклась она в простенькое серое шерстяное платье, в дорожный ватерпруф, в ту самую шляпку, в которой ехала в вагоне, и вышла с мужем на улицу. На этот раз супруги уже не были плохи и спросили внизу у хозяина печатный адрес тех меблированных комнат, где они остановились. — Теперь уж не будем блуждать ночью по улицам, отыскивая свою гостиницу, — бормотала Глафира Семеновна, радуясь своей запасливости. — В случае, если где в незнакомых улицах запутаемся, сейчас извозчику карточку покажем. Каше, вуаля, куда аля вези. Вот и вся недолга. — А ты, милый мой, уж, пожалуйста, не напивайся сегодня, а то вчера дорвался до винища и давай лакать. — Да меня, Глаша, и вчера б не осатанила, ежели б я плотно пообедал, — отвечал Николай Иванович. — А это я вчера с голоду. Ну, какой у нас был обед? Суп ложкой ударь пузырь не вскочит, порции рыбы в зажигательное стекло рассматривать, а бифштекс раз в рот положить. — Поесть бы мне щец да хороший кусок солонины с хреном да поросенка с кашей, так я был бы ни в одном глазе. — Ну, не скажи. Ты ведь целый графин коньяку в театре выхлебал. С этого и после какого угодно сытного обеда всякий осатанеет. — Все-таки мы уж сегодня где-нибудь в другом ресторане пообедаем, а не во вчерашнем. Ну, заплатим восемь четвертаков с носу без вина, десять четвертаков, только бы пища был до отвалу. Узнаем, где самый лучший ресторан, войдем в него и так-таки гарсоны спросим. — Комбьян стоит манже до отвалу. — Как по-французски называется до отвалу? — До отвалу, — задумалась Глафира Семеновна и отвечала. — Не знаю. Ты все про такие слова меня спрашиваешь, про которые нас не учили. — Да и что ж тут, — прибавила она, — мудрость невелика объяснить, чтобы поняли. Скажем, чтобы большой обед подали. — Гран-дине. Вот, мол, жесткий си, и покажу на горло, чтобы, мол, быть сыту по горло. — Так ты уж, пожалуйста, объясни гарсону, как только мы сядем обедать. — Гран-дине. Гран-дине — это отлично. А ежели уж придется опять не дине, а порциями брать, то мы будем всего по две порции на каждого требовать и много-много блюд назакажем. Видишь, здесь порции-то какие маленькие. Через пять минут супруги наняли извозчика и ехали в экипажи на выставку. — Как приедем на место, сейчас без дальних разговоров на Эйфелеву башню, — говорил Николай Иванович. — Николя, я право боюсь, — отвечала Глафира Семеновна. — Смотри, сегодня какой ветер. — Боишься, что нас дунет, душечка, при нашей телесности-то? Да, наконец, там ведь на башне и загородки есть. — Все-таки, Николя, лучше в другой раз. Ну, дай ты мне немножко попривыкнуть к выставке. Вот что, мы сегодня только около башни походим, а завтра... — Нет-нет, сегодня. Ты ведь дала мне слово. — Ну, слово-то я дала, но не на сегодня же. — Сегодня-сегодня. А то я назло тебе ей-ей в первом попавшемся ресторане лягушки наемся. — Ну, хорошо, хорошо. Но только сегодня до первого этажа поднимемся, а не на вершину. Дай мне попривыкнуть-то. — Сегодня поднимемся до первого этажа, завтра до второго. Да что ты торгуешься-то? Залезешь на первый этаж, а увидишь, что никакой опасности, так на второй этаж и сама запросишься. Ведь больше миллиона, я думаю, народу на башне перебывало, однако ж никого не сдувало и ни с кем ничего не случалось. — Как башня-то по-французски? — спросил Николай Иванович. — Ах, боже мой, про башню-то я и забыла в словаре посмотреть, как по-французски называется, — воскликнула Глафира Семеновна. — Да, ведь я много французских слов из словаря на бумажку выписала, а про башню из ума вон. — Экая ты какая! Ведь башня-то самый первый предмет на выставке-то и есть. Разговаривая таким образом, супруги доехали до выставки, купили у мальчишек с рук билеты, рассчитались с извозчиком и вошли в помещение выставки. — Ну, господи, благослови! Сейчас полезем в Поднебесье, — сказал Николай Иванович, взял жену под руку и направился прямо к Эйфелевой башне. — Я, Николай Иванович, так за тебя все время держаться и буду, когда мы наверх подниматься станем. — Коли ежели что, так уж вместе, — говорила Глафира Семеновна. — Да уж ладно, ладно, держись сколько хочешь. — Фух, как страшно! Уже теперь руки и ноги дрожат. А ты твори молитву. Супруги подошли ко входу в башню. Видать ли с Эйфелевой башни Неву? У кассы, где продают билеты для поднятия на Эйфелеву башню, хвост. Пришлось остановиться и ждать очереди. — Вот живут-то! Куда ни сонься, везде очереди жди. Хвост, хвост и хвост. Весь Париж в хвостах, — роптал Николай Иванович. На выставку входишь, хвост, на башню лезешь, хвост. Вчера даже обедать шли в хвосте. — На башню лезть, так хвост даже и лучше. Всегда одуматься можно, пока тут стоишь, — отвечала Глафира Семеновна. — Уйдем, Николай Иванович, отсюда. Ну, что нам такое башня? Да провались она совсем. — Да что ты, что ты! Ни за что на свете. Продвигайся, продвигайся. Билеты взяты. Публика стремится к подъемной машине. Здесь опять очередь. — Фу, ты пропасть! Да тут в Париже и умирать придется, так и то в хвост становись, — плюнул Николай Иванович. Глафира Семеновна держалась сзади за мужа и шептала. — Голубчик, голубчик, Николай Иванович, страшно. Я и теперь чувствую, как под ногами что-то шатается. — Это не взобравшись ты еще на башню? Да что ты? Двигайся, двигайся! Подъемной машины еще не было. Она была наверху. Но вот заскрипели блоки, забезжали колеса, катящиеся по рельсам, и громадная карета начала спускаться. — Фу, прямо на нас даже дух замирает. А за пруд в курятник-то начнут поднимать, так еще хуже будет, — продолжала бормотать Галина Семеновна, держась за пальто мужа. — А ты зажмурься, вот и не будет страшно. Три раза поднималась и опускалась карета, пока супругам пришла очередь занять в ней места. Наконец они вошли и поместились на деревянных скамейках, стоящих в ряд. Дверцы кареты задвинулись. Глафира Семеновна перекрестилась и слегка зажмурилась. Свисток и карета, глухо постукивая колесами о рельсы, начала плавно подниматься наверх. Глафира Семеновна невольно взвизгнула и вцепилась в рукав мужа. Она действительно боялась, побледнела и слезливо моргала глазами. Николай Иванович как мог успокаивал ее и говорил. — Эка дура, ну эка дура, ну с чего ты, ведь и я с тобой, полетим вниз так уж вместе. Сидевший рядом с ней длинноногий англичанин в клетчатом пальто, в неимоверно высокой шляпе и каких-то из желтой кожи лыжах вместо сапог, тотчас полез в висевшую у него через плечо вместе с громадным биноклем кожаную сумку, вынул оттуда флакон со спиртом и, бормоча что-то по-английски, стал совать ей флакон в нос. Глафира Семеновна отшатнулась. — Нюхай, нюхай, чего ж ты, видишь, тебе спирт дают, — сказал Николай Иванович жене. — Да скажи мерси. — Не надо, не надо, ничего мне не надо. Сами наиспуг повели, а потом лечить хотите. — Да нюхай же, ну, говорят тебе, ведь это хорошо. Нюхни, а то невежливо будет. — Не стану я нюхать. Почем я знаю, может быть, это какие-нибудь усыпительные капли. — Эх, какая, ну, тогда я понюхаю, а то ей-ей невежливо. — Бит, месье, — обратился Николай Иванович к англичанину, взял в руки флакон, понюхал и со словом мерси возвратил. Англичанин пробормотал ему что-то в ответ по-английски и тоже понюхал из флакона. Николай Иванович ничего не понял из сказанного англичанином, но все-таки в свою очередь счел за нужное ответить. — Дамский пол, так уж понятное дело, что робеют. Бабья нация, вот и все тут. Англичанин указал на барометр, висевший на стене кареты, и опять что-то пробормотал по-английски. — Да-да, жарконька, опять же изнутри подогревает, потому волнение. В туннель по железной дороге въезжаешь, так и то дух замирает, а тут судите сами, на это такое увышь. В таком духе, решительно не понимая друг друга, они обменялись еще несколькими фразами. Наконец карета остановилась, и кондуктор открыл дверцу. — Ну вот и отлично, ну вот и приехали, ну вот и первый этаж, чего тут бояться-то? Старался ободрить Николай Иванович жену, выводя ее из кареты. — Господи, пронеси только благополучно, угодники Божии, спасите! — шептала та. — Ведь какой грех-то делаем, взобравшись сюда? За Вавилонское это столпотворение, и вон как досталось людям-то, то же ведь башня была. — Ну, Вавилонская башня была выше. — А ты видел? Ты видел ее? — Ну, не видал, так ведь прямо сказано, что хотели до небес. — А не видал, так молчи. — Я измолчу, а только ты-то успокойся, Христораде. Посмотри, ведь никто не робеет. Женщин много, и ни одна не робеет. Вон католический поп ходит, как ни в чем не бывало. — Батюшки, да здесь целый город. Вон ресторан, а вон еще. — Тебе только рестораны замечать. Ни на что другое тебе не хватит, а на это ты мастер. — Да ведь не выколоть же душечка себе глаза. — У-у-у, сколько народу! Да и к решетке-то не пробраться, чтоб посмотреть вниз. — Ну, как этакую уйму народу ветром сдует? — Такого и ветра не бывает. — Протискивайся, протискивайся скорее за мной, — тянул Николай Иванович жену за руку, но та вдруг опять побледнела и остановилась. — Шатается, чувствую, что шатается, — прошептала она. — Да полно! Это тебе только так кажется. Ну, двигай ножками, двигай. Чего присела, как наседка? Все весело, никто не робеет, а ты? — У тех своя душа, а у меня своя. Кое-как наши герои протискались к решетке. — Фу-у-у, вы ж-то какая! А только ведь еще на первом этаже! — воскликнул Николай Иванович. — Люди-то, люди, как букашки внизу шевелятся! — Дома-то, дома-то! Смотри, какие дома-то! Как эскарт, батюшки! А вдаль-то как далеко видно! Сено-то как ленточка, а пароходики на ней как игрушечные. А вон вдали еще речка. Знаешь что, Глаш, я думаю, что ежели в подзорную трубу посмотреть, то отсюда и наша Нева будет видна. Глафира Семеновна молчала. — А? Как ты думаешь? — допытывался Николай Иванович, взглянул на жену и сказал. — Да что ты с собой-то глядишь? Ну, будет тебе. Выпучила глаза и стоит. Ведь он жива, здоровый и благополучно. Наверное, отсюда в зрительную трубу Неву видеть можно. А из верхнего этажа поднатужиться, так и Лиговку увидишь. Где англичанин-то что с нами сидел? Вот у него бы подзорной трубочкой позаимствоваться. Труба у него большая. Пойдем, пойдем поищем англичанина. — Да ты ступай, ножками, ну, смелее ступай. Ведь тут не каленая плита. Батюшки, и еще ресторан. Смотри-ка в окно-то. Тут какие-то тирольки в зеленых платьях прислуживают. А на головах-то у них что? Рога? Рога какие-то. Да взгляни ж, Глаша. — Зачем? Это тебе тирольки с рогами интересные, а мне они пфу, — раздраженно отвечала Глафира Семеновна. — Да нет, я к тому, что ресторан-то уж очень любопытный, — указывал Николай Иванович на Эльза Слатарингскую пивную. — Да уж не подговаривайся, не подговаривайся. Знаю я, чего ты хочешь. — А что же, это само собой. Забрались на такую высоту, так уж нельзя же не выпить-то. С какой стати тогда лезли? С какой стати за подъемную машину деньги платили? Чем же нам тогда похвастать в Петербурге, ежели на такой высоте и не выпить? А тогда прямо будем говорить «в Поднебесье пили». — Ах да, вон там, смотри, и открытые письма с Эйфелевой башни пишут. Здесь ведь почта-то. Только бы нам этих самых почтовых карточек купить. Да вон они продаются. Напирай, напирай на публику, сейчас купим. Ты маменьке своей отсюда писульку напишешь. Дескать, любезная маменька, бонжур с Эйфелевой башни, и живу при вашего родительского благословения. А Мон Мари шлет вам поклон. Супруги протискивались к столику, за которым пожилая женщина в черном платье продавала почтовые карты с изображением на них Эйфелевой башни. — Катр, катр штук, или даже не катр, а сэнк, — сказал Николай Иванович, выкидывая на стол пятифранковую монету. Продавщица отсчитала карточки и дала сдачу. — Учти, вы, народ, вот за что люблю. И все эти живопри, все месье, — восторгался Николай Иванович. — Ну, Глаш, теперь в ресторан, где тирольки с рогами. Надо же ведь где-нибудь письма-то написать. Кстати, тиролик этих самых посмотрим. — Да уж идем. — Счастлив твой бог, что у меня ноги с перепугу дрожат, и я рада, Радешенька, только бы мне присесть где. А то ни за что бы не пошла ни в какой ресторан, — отвечала Глафира Семеновна. Супруги направились в Ильза-Слотарингскую пивную. Письма на родину Ильза-Слотарингская пивная, уставленная множеством маленьких столиков, была переполнена публикой. За столиками пили пиво и писали открытые письма знакомым. Между столиками шныряли прислуживавшие в пивной женщины в шерстяных зеленых юбках, белых кисейных лифах с широкими рукавами-буфами и с переплетом из черных лент на груди и на спине. Головной убор женщин состоял из широких черных лент, прикрепленных на макушке громадным бантом, концы которого поднимались кверху, как рога. Женщины разносили пиво и чернильницы с перьями для писания писем. Но большинству посетителей чернильниц не хватало и приходилось писать карандашом. За одним из столиков Николай Иванович заметил англичанина, подавшего глафире Семеновне в карете подъемной машины флакон со спиртом. Перед англичанином лежала целая стопа карточек для открытых писем, штук сто. Сам он сидел перед одной из карточек, задумавшись, очевидно соображая, чтобы ему написать на ней, и почесывал концом ручки пера у себя в волосах. Николай Иванович и глафира Семеновна поместились за столиком невдалеке от него. — Де-бьер, — скомандовал Николай Иванович, подошедший к столу женщине. — Де, — прибавил он, показал ей два пальца, улыбнулся и проговорил. — Ах ты, рогатая, рогатая, признавайся, многих ли сегодня забодало? Глаш, переведи по-французски. — Да ты в умиле, — вскинулась на него супруга. Он будет при мне с паршивой девчонкой любезничать, а я ему переводи. — Ну, какая же она паршивая девчонка? Она прислужившая гарсонша, — отвечал Николай Иванович. — Ну, довольно. — Але, мадам, и по-те-де-бьер, дю-бокс, — переспросила прислуга. — Бьер, бьер, и больше нам ничего не надо, — отвечала глафира Семеновна, думая, что под словом «бокс» нужно понимать не пиво, а еще какое-нибудь угощение. — Какой-то «бок» предлагает, — заметила она мужу. — Да, может, «бок»-то значит «чернильница». — Чернильница — анкриер, этот я знаю. Учиться в пансионате да не знать, как чернильница по-французски. — Так ты спроси чернильницу-то, ведь будем письма писать. — Эй, гарсонша, — крикнул вслед прислуги Николай Иванович, но та не вернулась на зов. Через минуту она явилась с двумя стаканами пива и поставила на стол. — Л'анкриера, апартэ, л'анкриера, — обратилась к ней глафира Семеновна. — Принесите нам чернильницу. Та развела руками, сказала, что в настоящее время чернильниц нет, но если хотите, могу вам предложить карандаш. — Да можно ли карандашом-то письма писать? — усомнился Николай Иванович, вертя в руках карандаш. Заметив недоумение на лице Николая Ивановича, прислуга улыбнулась и ободрила его, сказав, что все пишут карандашом. — Пиши карандашом. Ну, что за важность? Все пишут, — сказала глафира Семеновна. — Да нет, я к тому, что я хотел также написать и его превосходительству Алексею Петровичу, с которым состою членом в приюте. Так почину ли ему будет писать карандашом-то, как бы он ни обиделся? — Из-под небеса ты письма посылаешь, да чтобы стали обижаться. — Слава Богу, что здесь, на Эйфелевой башне, хоть карандаш-то нашелся. Пиши, пиши. Николай Иванович взял в руку карандаш и написал. — Ваше превосходительство, Алексей Петрович, находясь на Эйфелевой башне, с глубоким чувством вспомнил об вас и повергаю к стопам вашего превосходительства мой низкий поклон, как славянин славянину, и пью за ваше здоровье в тирольском ресторане. Написав первое письмо, он тотчас прочел его жене и спросил. — Ну что, хорошо? — А к чему ты тут славянство-то приплел? — спросила Глафира Семеновна. — А это он любит. Пущай. — Ну, теперь Михаилу Федоровичу Трынкину. Тот-то жена его расцарапается от зависти, прочитав это письмо. Ведь она раззвонила всем знакомым, что едет с мужем за границу. А муж-то, кажется, перед кредиторами кафтан выворачивать вздумал. Было написано и второе письмо. Оно гласило. — Милостивый государь Михаил Федорович. Вознесшись на самую вершину Эйфелевой башни с супругой и находясь в Поднебесье, куда даже птицы не залетают, я и жена шлем вам поклон с этой необъятной высоты, а также и супруги вашей Ольги Тарасьевне. Там, где мы сидим, летают облака и натыкаются на башню. Вся Европа как на ладони. Сейчас мы видели даже Америку в бинокль. Страшно, но очень чудесно. — Сначала оробили, но теперь ничего и пьем пиво. — Поклон соседям по Апраксину рынку. Будьте здоровы. Прочтено жене и второе письмо. — Какие такие облака на башню натыкаются? Что ты врешь? — удивленно спросила та. — Опущай. Ну, что за важность? Мне главное, чтобы Ольгу-то Тарасьевну раздразнить. — Да, да, ведь на самом деле одно облако. Ничего я не видала. И, наконец, про Америку. Да ну, брось ты. Ну, кому теперь? — Теперь напишу Скалкину, — сказал Николай Иванович и стал писать. В письме стояло. — Из дальних французских стран, среди бушующей бури на Эйфелевой башне, посылаю тебе, Иван Лукьянович, свой поклон. На силу поднялись. Ветром так качало, что просто ужасти. — Если тебе на пароходе было страшно, когда вас качало ветром во время поездки на Валаам, то тут вас сто раз страшнее. Жена упал даже в обморок, но ее спас спиртом один англичанин, а я ни в одном глазе. Эйфелева башня в десять раз выше петербургской думской каланчи, а наверху флаг. Мы сидим около этого флага и пьем шампанское, которое дешевле здесь паренной репы. — А для чего ж ты все врешь-то? — заметила мужу Глафира Семеновна, когда письмо было прочитано. — Душечка, да не что, он может узнать, что я вру. — Пущай. Так лучше. Зависти будет больше. Ведь и Скалкин бахвалил, что поедет за границу на выставку. — Однако вот не поехал, — отвечал Николай Иванович. — Кому бы еще написать, — задумался он. — Да брось ты писать. Давай я только маменьке напишу, — сказала Глафира Семеновна, придвинула к себе карточку и принялась писать, говоря вслух. — Любезная мамаша, здравствуйте. Вчера мы благополучно приехали в город Париж, а сегодня в воздушной карете поднялись на Эйфелеву башню. — А сама зачем врешь? — попрекнул жену Николай Иванович. — Даже маменьке родной врешь. Какая такая воздушная карета? — А клетка-то, в которой мы поднимались, ведь она воздушная, ведь мы же по воздуху. — Врешь, по рельсам катились. — Ну, все-таки ведь наверх, на воздух взбирались, а не на гладком месте. — Пиши уж, пиши, бог с тобой. — Ну, пожалуй, я слово воздушное зачеркну. — Да ничего, ничего. Напиши только, что птицы так и гнались за нами. — Зачем же я буду писать, чего не было? — Ну, тогда я напишу Терентьевым, что тебя на высоте большой орел клюнул и чуть шляпку с тебя не сорвал, но я его убил зонтиком. — Нет, нет, маменька испугается. Она и так плакала, когда мы уезжали, и беспокоилась обо мне. Надо ее успокоить. Обнимаю вас и целую с высоты Эйфелевой башни ваши ручки и прошу родительского благословения на веки нерушимого. Погода отлично, и тут совсем не страшно. Николай Иванович также целует вас. Вот и все. — Непременно напишу Терентьевым, что орел хотел шляпку с тебя сорвать, но я убил его зонтиком. Стоял на своем Николай Иванович и, допив пива, крикнул прислуживающей женщине, показывая на пустой стакан. — Гарсон, мамзель, анкор. Орел и шляпка Удаляясь из пивной, супруги опустили написанные в Россию открытые письма в почтовый ящик, находившийся тут же в первом этаже Эйфелевой башни, и Николай Иванович сказал жене — Ну, теперь во второй этаж башни. Собирайся, Глафира Семеновна, вон билетная касса. Опять покупка билетов на подъемную машину. Опять хвост. Наконец добрались до кареты подъемной машины. На этот раз карета была меньше. Глафира Семеновна уж без робости вошла в нее. Свисток, и подъемная машина начала поднимать карету. Опять свисток, и карета остановилась. Супруги вышли из нее. Глафира Семеновна взглянула направо и налево, перед глазами только железные переплеты башни, окрашенные в рожеватый красный цвет, а дальше воздух и ничего больше. Глафире Семеновне вдруг сделалось жутко. Она расставила ноги и остановилась, схватив мужа за рукав. — Николай Иванович, страшно. Ей-ей, я чувствую, как башня шатается, — проговорила она. — Да нет же, нет, это одно головное воображение. Ну, пойдем к перилам и посмотрим вниз. — Нет-нет, ни за что на свете. Перила обломится, да еще полетишь чего доброго. Да и что тут смотреть? Взобрались, и с нас и довольно. Теперь спустимся вниз. — Как вниз? И еще два этажа. — Ни за какие ковришки я больше подниматься не стану. — Глаша, да ну как же это? Добраться до второго этажа и вдруг... — Слишком достаточно. Ведь что на втором, то и на третьем этаже, то и на четвертом. Ну, разве что немножко повыше. И тут вокруг небеса и ничего больше. И там вокруг небеса и ничего больше. — Да может, там облака? — Да ты ведь облака видел на первом этаже и даже писал о них знакомым. Так чего ж тебе? У тебя уже на первом этаже облака о башню задевали. — Ну, так ведь это я так только. Ну, как же так не взобраться на самую вершину? Вдруг кто-нибудь спросит. — Рассказывай, что взбирался на самую вершину. Да ты уж и рассказал в письме к Скалкиным, что мы сидим на самой вершине около флага и пьем шампанское. Ну, смотри здесь во втором этаже все, что тебе надо, и давай спускаться вниз. Они подходили к столику, где продавались медали с изображением башни. — Ну, давай хоть пару медалей купим. Все-таки на манер башенных паспортов будет, что, дескать, были на башне, — сказал Николай Иванович и купил две медали. У другого столика купили они также пару моделей Эйфелевой башни. Зашли и на площадку, где стоявший около телескопа француз в кепе зазывал публику посмотреть на небо, выкрикивая название планеты созвездий, которые можно видеть в телескоп. Уплотив полфранка, Николай Иванович взглянул в трубу и воскликнул. — Глаша! Да тут среди белого дня звезды видно! Во мы на какой высоте-то! Надо будет непременно про это написать кому-нибудь в Петербург! Заглянула в телескопы Иглафира Семеновна и пробормотала. — Ничего особенного! Звезды как звезды! — Да ведь днем! Понимаешь ли ты, днем! Стекло так устроено, вот и все! — Воображаю я, что на четвертом этаже. Оттуда в такую трубку, наверное, лиговку видать можно и наш дом около Глазого моста. А ну-ка, мосье, наставь-ка на Петербург. — Глаш, скажи ему, чтобы он на Петербург трубку наставил! — Во, Петербург, он ты? — спросила француза Глафира Семеновна. Тот отрицательно покачал головой и что-то проговорил. — Нельзя! Говорить, что нельзя! — ответила Глафира Семеновна. — Да врет! — Де, франк, мосье, наставь! — протянул Николай Иванович французу деньги. — Француз денег не брал. — Ну, труа, франк! Не хочешь и труа, франк? Ну, тогда зажрался, значит. — Давай скорее вниз спускаться, Николай Иванович, — сказала Глафира Семеновна мужу. — Спустимся вниз и будем искать какой-нибудь ресторан, чтобы позавтракать. Я страшно есть хочу. Пиво-то попили, а есть-то ничего не ели. — Да неужто, Глаф, мы не поднимемся на вершину? — Нет-нет. Шаг за шагом добрались супруги среди толпы до спускной машины, которая уже сразу спускала из второго этажа вниз и встали в хвост, чтобы ждать своей очереди. Здесь Николай Иванович опять увидел столик с продающимися почтовыми карточками, не утерпел, купил еще одну карточку и тотчас же написал в Петербург самое хвостливое письмо одному из своих знакомых Терентьеву. Он писал. — Сидя на вершине Эйфелевой башни, пьем за ваше здоровье. Вокруг нас летают орлы и дикие коршуны и стараются заклевать нас. Ветер ревет и качает башню из стороны в сторону. Сейчас один орел вцепился в шляпку Глафиры Семеновны и хотел сорвать, но я убил его зонтиком. Находимся на такой ужасной высоте, что даже днем звезды на небе видны, хотя теперь солнце. Каждая маленькая звезда, кажется, здесь оршина в три величины, а луна так больше гостиного двора, и на ней видны люди и разные звери. Спускаемся вниз, потому что уж больше не втерпешь сидеть. Прощайте, будьте здоровы. Письмо это Николай Иванович не прочел жене и сразу опустил его в почтовый ящик. Через четверть часа супруги сидели в карете спускной машины и катились по отвесным рельсам вниз. — Вот спускаться так совсем не страшно, — говорила Глафира Семеновна. Точь в точь, как с ледяных гор на Крестовском, катишься. — Ах, Глаша, Глаша, какого мы дурака сваляли, что на вершину башни не поднялись, — вздыхал Николай Иванович. — Ничего не значит. Дома в Петербурге будем всем рассказывать, что около самого флага сидели, — отвечала супруга. Телячья голова из черепахи Позавтракать супругам удалось на этот раз довольно плотно. Они нашли на выставке ресторан, где на зеркальных стеклах было написано золотыми французскими буквами «Обед четыре франка». Глафира Семеновна прочитала надпись и тотчас же сообщила мужу. — Вот завтрак за четыре франка. — Четыре четвертака по тридцать восемь копеек. — Да ведь это, матушка, по курсу-то рубль и пятьдесят две, — рассчитывал Николай Иванович и прибавил. — Ну да, зайдем. Они зашли. Поданы были редиска с маслом, рыба под белым соусом, телячья голова с черносливом, зеленый горошек, пулярка с салатом ромен, виноград с грушами, сыр и кофе. Ко всему этому было прибавлено два маленьких графинчика красного вина. Над рыбой Глафира Семеновна несколько призадумалась, есть ее или нет. — А вдруг вместо рыбы-то лягушка? — мелькнуло у нее в голове. Она расковыряла рыбу вилкой, осмотрела ее со всех сторон и после тщательного исследования, не найдя ножек, стала кушать. Такой же осмотр был произведен и над телячьей головой. — Я знаю, что это телячья голова, потому как в карте написано «Тед-де-во», но ведь вместо головы-то можно, бог знает, что подсунуть, — говорила Глафира Семеновна мужу. — Очень даже просто, — отвечал Николай Иванович. — Был у нас раз обед парадный в Петербурге. Славянских братьев как-то кормили мы во французском ресторане. Подали суп. Вижу, в супе плавает кусочек студня из телячьей головы, но я и съел. Ничего, вкусно, только перчило очень. А рядом со мной сидел Иван Иванович Анчевский. На еду он первая пройдоха. Только для того и по Европе ездил, чтобы разные разности жрать. Крокодилов маринованных едал, не то что лягушек. Суп из змеиных яиц трескал. — Не говори, не говори, — замахала Глафира Семеновна и сморщилась. — Да ведь от слова-то ничего не сделается. Ну так вот, Иван Иванович увидел, что я кусок из супа съел, да и говорит, — понравилась ли вам черепаха? Не правда ли, какая прелесть? Я так рот и разинул. Слюна начала у меня бить, замутила. Однако сдержался. Надо цивилизацию поддержать. — Ничего, — говорю, — аппетитно. — А какое аппетитно! У самого даже глаза начала косить. — В таком разе лучше не есть голову, — отвечала Глафира Семеновна, и отодвинула от себя тарелку. Николай Иванович ел и говорил, — голова, положительно телячья голова. Вот у меня даже кусок уха попался. — Да ведь ухо-то и у черепахи есть. — Нет, нет, черепаха без ушей. У нас в рыночном трактире стеклянный садок для рыбы есть, и горка из камней посередине, а на горке черепаха в камнях живет, так-то совсем без ушей, — рассказывал жене Николай Иванович и прибавил. Этот Иван Иванович Анчевский, Глаша, — удивительный человек. Он из моряков, в кругосветном плавании был и чего-чего только не ел. Тюленью печенку ел, китовые мозги, слоновую ногу. — Брось тебе, — говорят, — противно. Горошек и пулярку с салатом Глафира Семеновна уже ела без исследования. Когда завтрак был кончен, Николай Иванович сказал, рассчитываясь, — Дорого взяли, но да зато уж хоть по-московски сытно накормили, и зато спасибо. Они вышли из ресторана. Мимо них шли катальщики кресел в серых нанковых блузах и в синих кепе с красным кантом, везя перед собой кресло. — Не хочешь ли на французе покататься? — предложил жене Николай Иванович, кивая на кресло. — Действительно, было бы хорошо, потому что я страсть как устала. Но уж очень стыдно, — отвечала Глафира Семеновна. — Как это вдруг человек на человеке? — Ты дама, а не человек. Мужчине это точно что стыдно. — Эй, лом! — крикнул Николай Иванович катальщику. — Ну или как тебя там, гарсон? — Нет, не гарсон. Как катальщик-то, Глаш, по-французски? — Да разве можно все французские слова знать? Ведь я не француженка. Помани его, он и остановится. — Эй! Эй! Ложь на двух ногах! Шевалье! — махал зонтиком Николай Иванович. Катальщик направил к нему свое кресло. — На шевалье-то откликнулся. Верно их здесь шевалью зовут, — улыбнулся Николай Иванович и, указав на Глафиру Семеновну, прибавил. — Пур-ля-дам? Камбьян? Катальщик что-то ответил. — Сколько? Глаш, сколько он сказал? — Да он ничего не сказал. — Ну, не торговавшись все-таки нельзя. Бог знает, сколько слупит. — Ну, на N-франк, мадам, покататься? Согласен? — N-франк! — показывал Николай Иванович катальщику один палец. — Увей, увей, мсье! Глафира Семеновна села в катальное кресло. Катальщик встал сзади кресла и спросил, куда ехать. — А куда, Николай Иванович? — обратилась она к мужу. — Да почем же, я-то знаю. Куда глаза глядят, туда пускай едет. — Прямо, прямо. Ту-друа! — скомандовала Глафира Семеновна. Катальщик покатил кресло. — Николай Иванович шел рядом и говорил жене. — Приедешь в Петербург, так по крайности будет чем похвастать. На французе ездила. Вот ты этим самым французам-то своей тетке Просковье Кузьминишне нос и утри. Она тебе рассказывала, что когда в Иерусалим Богу молиться ездила, так ехала на ослах и на козлах и на верблюдах. Вот ты ей вернувшись и подпустишь штучку. — Вы, мол, тетенька, и на козлах, и на ослах, и на верблюдах в чужих краях ездили, а я на французе. Это, по-нашему, рубль помирить и пять рублей в гору. — Да куда же, Николай Иванович, ехать-то? — спрашивала мужа Глафира Семеновна. — Спроси у катальщика, что здесь есть особо замечательного. Глафира Семеновна подумала, сложила в голове французскую фразу и спросила своего катальщика. — Да, мадам, вы видели дикарей? — Что он говорит, Глафир? — Диких людей предлагает посмотреть. — Диких? — Отлично, пусть везет к диким. — Вези, вези. — Ну, на вон павел ле саваж. Але, сэ бьен ле саваж. Ну, хорошо, вези к дикарям. — Да, мадам, вы увидите нечто восхитительное. Они едят, танцуют, поют и работают, — проговорил по-французски катальщик и покатил кресло по направлению к берегу сены. Субтитры создавал DimaTorzok